Судьба человека Как часто все зависит от одной, на первый взгляд, случайной встречи. Но это только на первый взгляд. Осенью 1927 года старший оперуполномоченный ОГПУ Николай Власик даже представить себе не мог, что вскоре станет одним из самых влиятельных людей в стране. Что пройдут годы, и его будут называть не иначе, как «тень Сталина». Почти 30 лет они, Сталин и Власик, будут находиться рядом. На глазах начальника своей личной охраны Сталин, приобретая огромную личную власть, начнет стремительно терять друзей и родных. И в конце концов останется один. Вместе с ним весь этот путь пройдет и Николай Власик. Накануне 1953 года Сталин Власика сдаст. А тот во время ареста произнесет пророческую фразу «Не будет меня, не будет и Сталина». И окажется прав. Пока же заканчивался 1927-й, 10-й год революции. В тот день, выйдя из дома, Власик и не предполагал, что именно этот день перевернет всю его жизнь. Держи, ну капает ведь. Да-да, держу. Вот, вот так. Что, Францевич? Да что ты прихватила. А, сядься. А я тебе давно говорил, что здоровьем надо заниматься. Вот, найду у себя замену, займусь здоровьем. Слушай, я вообще не понимаю, от кого меня нужно охранять, а? Ну от кого? Нет никого вокруг, нет? Ваша козлята, пожалуйста. Спасибо. Чего трет с той самой, самой ранней? Ну, может она ждет ковкурену? А может тебя, а? А, мне чужих не надо, у нее свои есть. Да. Людка Гришина, что ли? Идите-ка. О-о-о, я думал, она это, с этим, с Лукиным. Странная какая-то. Я же третий раз ее здесь вижу. Да. Она постоит, постоит и уходит. Все время с этим, с Кудулемым. Да. Ну давай, а то подойди, узнай, какого тут лешила натрется. Да, охранник. Вот текст правильный, никто написать не может. Все нужно делать самому. Все, ладно. Ах ты. Да слезь ты. Аккуратненько. Иди посмотри, жива, нет? Эй, че стоишь? Иди помогай. Живой? Да, да, да. Аккуратно. Ставь, стань. Ставь, стань, стань, ведет. Что ты делаешь, стань? Аккуратно. Ставь, стань. Аккуратно. Ставь, стань. Ставь, стань. Ставь, стань, стань, стань. Творец, творец, творец. Убирай! Пинтуйте. Пусть. Коля. Ну, пинтуйте, пинтуйте. Пинтуйте. Холера, а? Тихо, не дергайся. А то будет больно. Да мне не больно. Ну, а видела, что? Жалко же. Это ж все новое. Ну, какая же она новая? Совсем старая. Не ж старая, новая. А я говорю старая. А к боли мы привычные. У нас сеструха и батя так выпил, что аж лоскуты из жопы слазили. О, Лют. Лют. Да. Я вечером сойду, а? У меня два билета по лизиону. Там фильмы с Долсом Фербергсом. Когда окажете первую помощь, советую припомнить, что вечером сегодня вам на диспут с деятелями культуры идти от нашей комсомольской ячейки. Чё, какой диспут? А билеты как же? Ну что, что я могу сделать? Пойдем вместе. Там будет очень интересно. Будет много разных поэтов. А в кино потом вместе с тобой сходим. Я не пойму, у тебя чего это в диспутах важнее, чем Долсом Фербергс? Ну, Коль, как ты вообще можешь сравнивать буржуазного артиста с деятелями культуры? Ну, извини, мы такие темные. Ну, извини. Чё? Я зайду вечером. Ну что, товарищ Сталин, вы теперь будете спрашивать, от кого вас охранять? Побойтесь Бога, Иван Францевич. Ну, эта женщина военную ждала. Ну, может быть, он ее любовник. Может, он бросил ее, и она хотела ему отомстить. Вы с вами-то верите в то, что говорите? А этот боец, здоровый бык, чуть меня по брусчатке не размазал. Он вам жизнь спас. А этой девке явно нужны болевые. Все равно, Юсис, я не буду за какой-то психопаткой увеличивать себе охрану. Она не психопатка. Здрасте, Иван Францевич. Иосиф, ты не видел мою книгу? Первое правило охраны — нужно всегда дверь закрывать. А что тут делают всякие татки, а? Почему в промоакадемии не грызем головой красной профессуре, а? Ну, я ж говорю, книгу забыла. Вот видишь, Юсис, это у нас семейная. Иван Францович, что случилось? Да какая-то курсистка-психопатка бросилась генеральному секретарю на грудь. Да, сообщила, что Троцкий хотел узурпировать власть. Что же мне, Америку открыла? Ну, курсисток, мы проходили сами из таких. Иван Францович, выручайте. Уговорите, мы же шинель новую заказать. Я вот по вашему совету шила два новых костюма замечательных, а он ходит старее. Ну, стыдно же, стыдно. Я вот что предлагаю, Иосиф, ты с Иваном Францовичем. Сейчас идешь на склад, за сукном. Татка, дорогая моя, разве ты не видишь, что мы с товарищем Юсисом говорим о серьезных вещах, а? Пойдемте, Францович, книжку я сам, наверное, туда и отнес. Да, вы знаете эту, фамилию эту? Я понял, хорошо. Халера. Я узнаю. Так, чего? Еще три выстрела, да? Да, еще три. О, вон как надо стрелять. Вячеслав Угольфович, ну, в общем, сам проявляет интерес. Так что, нужно исполнять, товарищ председателя ГУПУ. Ну, знаешь, ладно тебе, Иван Францович, председатель. Председатель Булзержинский, а я, я последователь. Ну, так как ваше мнение по поводу кандидатуры Власева? Зовут Николаем, бывший оперативник, смелый, толковый, преданный революционер, очень наблюдательный. Угу. Только знали суть, честно говоря, Иван, как бы тебе это сказать помягче, это все или... Неотесанный, Иван. Вот, вот это хорошее слово, неотесанный, именна. А Надежда Сергеевна, она уж больно, понимаете, понимаешь ли, весьма требовательна. Ну, у нее к тебе претензий нет. Ну, мне это стоило тяжких трудов. Ну, я знаю, как поступить в данной ситуации. Угу. Ага. Девочки, две точки берем, две точки закупаем. Два рубля есть. Да, у вас, свар! Цветы молодые, свар! Цветы. 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 Да, бабушка, вот эти вот, в наследники такие вот. Ну что ж, ты мало денег даешь-то мне. Да ладно, ну чё, ну, нормально. Чё творишь-то, а? Товарищ Сласик, прошу следовать за мной. А, ну поехали. Здоров. Ну что? Чё там пошёл следить? Я не знаю, вас вызываем. Давай, я, едем. Давай, а. Ну я тебе по праву подождите. Ну чего, Люд? Ничего, так. Сколько у своего выискиваешь? Глупость. С чего это он мой? Девчонки! Девчонки! Как вам диспут? Мне понравился. Не знаю, интересно. Ну, по-моему, как-то очень грубо и скучно. А мне в этот раз Маяковский понравился. Ладно, ребят, я пойду. Люд, погоди. Поздно уже. Я провожу. Да нет. Ничего, я сама. Спасибо. А что ты бегаешь за ней? Подумаешь. Слышь, я что, хуже Людки, что ли? А? Хуже Людки, говорю, что ли? Да. Да. Да ну тебя! Мы с товарищем Юсисом считаем, что ты, Николай, должен наисерьезнейшим образом отнестись к важнейшей задаче – охране товарища Сталина. Вы поняли суд сказанного товарища Минжинским? Так точно, товарищ Юсис. Юсис Иван Францевич, личная охранник Сталина. Так что вы поняли слов товарища… Ну, погоди его. А ты чего такой несобранный, Николай? Это на тебя не похоже. Да я, товарищ Минжинский, девушку надо встретить. Мы поссорились. Она живет в дурном районе у тетки. Вот. Что ж, поздно уже, трамваи не ходят. Ну да, понятно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А-а-а! Помогите! А-а-а! Все, все! Это же ее пререз! Шаг, перетекаем отсюда! Вы куда, товарищ? Товарищ, туда нельзя, там операционная! Стой! Стоять! Ну! Спокойно! Пойдем! Давай-давай! Садись! Садись давай! Пей! Че вам? Че с ней? Проникающее ранение брюшной полости. Мы сделаем все, что можем. Только боюсь, что детей у меня больше никогда не будет. Товарищ Мухин, операционная готова. Иду. Башка. Все это. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Приноли. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нету Бога, дед. Нету. Око за око... Это может и верно... Только... Тут как-то надо разумно подойти... Не переусердствовать... А то так ведь и самому без очей остаться можно... Да? Да... Ты от Мартына, что ли? Я? Принёшь? Я-то принёс. А? Следовал? Ну, покаживай. О! Что? Ну, чё, дергу? Мартын, говорю, у тебя ещё полушалок есть? Полушалок? Да это не полушалок. Целое полотно. Давай, покажи шрам. Да, нелегко фартовому пацанчику ваше желание исполнять. Дядя, ты чё? Ты чё, дядя? Оп! Ты чё? Ты чё? Ты чё, дядя? Оп! Стоять! Прекратите! 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 Молока нет? Плохо. А, вот и наша хозяюшка пришла. А скажи мне, Татка, мы когда-нибудь тут быт наладим? Я из этой чашки пить не могу. А я не могу и к академии готовиться, и быт налаживать. Детей я уложила. Нет, Николай, Троцкого надо давить единым фронт, но продумать всё тщательно. И с величайшей осторожностью, чтобы он ничего не заподудрил раньше, седьмого ноября. Коба, что ты на меня так смотришь? Не понимаю. Так смотрят на Болтунов. Ха-ха-ха. Можешь сохранить, дорогой? О чём ты говоришь? Что ты? О, а вот и наш кормилиц. Слушай, кушать очень хочется. А то от этих бутербродов уже тошнит. Коля, ты с нами? Нет. Статью хотел полистать. Завтра сдавать. Ну, как скажешь. Неволить никого не будем. Францевич, чем порадуешь? Чем? Огорчишь? Да, посоветовались мы с Межинским, подумали и решили. Поищем мы кого-нибудь другого. Товарищ Власик ещё не дорос до таких задач. А, чем тебе этот хулера не сгодился? Да понимаете, Иосиф Виссарионович, драку он устроил. Чуть ли не со смертельным исходом. Какая мамка, товарищ Власик? В официальных анкидах надо писать мать и отец, а не мамка и батя. Ничего. Пусть оставит. Батя. Вы ведь так написали, товарищ? Так точно. Власик и мы. Я очень рад, что вы присоединяетесь к нашей маленькой сестре. Семьей. Ведь мы тут все одна семья, правда, товарищ Юсис? Так точно, товарищ Сталин. А знаете, это, это очень правильно, что вы отомстили тем мерзавцам за свою женщину. Никому в этой жизни ничего спускать нельзя. Нельзя. Ну, работайте. Есть. Товарищ Юсис, извините. Я, я вам починю. Мы когда по двору шли, я там кучу выброшенной мебели видел. Ну, как так можно? Почти новые выбрасывают на помойку, а старе… Да идите уже, товарищ Власик. Да. А, товарищ Юсис, а что завтра? Служба. Решите исполнять? Идите. Есть. В общем, забрали его и увезли. Это он из-за меня. И я… Я вот что. Я сказать хотел, что… Раз Николая забрали… То может… Чего? Коль, ты что сбежал? Честно… Коль, ты что сбежал? Честно… А то, я когда узнала, я… Уже всё подумала, что с собой к тебе на каторгу брать. Ну, и пальто… Платок-то… Что ещё нужно? Лёд, так чего? Пойдёшь за меня? У меня детей не будет, Коль. Лёд! 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 Шмирцка! Хорошо. Только, колёса у вагона… Квадрата. А ты чего в такую рань? Да ещё из газеты! Да, Зиновьев тут! Опять чередное Откровение написал. Ай! Как надоели мне их с каменью. Чудачество! Пора прищучить! А? Ну, в будущем году что-нибудь придумаем. Мне надо укреплять ряды. Ну, где мы? Ростов. Люблю этот город. И он настоящий, мужской характер. Ростов. Ростов, папа. Что остальные? Крапят? Да, Будюно, после вчерашнего. Пускай не разбудишь. Все-таки налакался. Ну, разомнемся. Ну, это как Ющис скажет. А, а не слегка мост, Рок? Скоро у него в кальюн, надо будет отпрашиваться. Миронович, ну ты, в мостах пить. Иосиф Ясселенович, с добрым утром. И тебе, и хватать. Кон армия. Здравия желаю. Подъезжаем. Если есть желание, можно выйти на перрон. Ростовские товарищи обещали сохранить аспиративность. Спасибо. Пойдем прогуляемся. Алексей Максим. Дай, дай, дай сюда, дай. Распределись. Быстро, быстро. Быстрее, быстрее. Спасибо. Ставим. Можно? Иосиф Ясселенович. Аккуратно. Алексей Максимович. Вот так. Аккуратненько. Вот так. Аккуратненько. Эх. Молодость. Молодость. Где ты? Вы понимаете меня, товарищ Сталин? Я очень рад, что вы к нам присоединились, Алексей Максимович. А то и всё, и Италия, и Италия. А наше чёрное. Ничуть не хуже. Средиземного моря. Я очень хочу море улететь. Очень. Не, нужно с вами о многом поговорить, товарищ Горький. Ну, посоветоваться. Не, как оказалось, и посоветоваться низким. Казачки! Сталин живут! Казачки! Сталин живут! Чё вы мне в доме? Сталин! Сталин! Уходим. Давай ещё. Скажи. Спасибо. Показывай! Это и safely прик unreasonable. Вот... Это так.. Так, всем радостью. Иди сюда! Я тебя сообщаю, что застреляю! А ты между агентреганам! Да это ж все наши работники! Мы стали по телеграфу телеграфировали, что товарищ Сталин проездом будет! Я от твоего телеграфиста устреляю! Так, заходим. Я прошу вас. Давай сигнал к отправке! Я… Я готов уйти. Алексей Максимович. А мне кажется, вы не представляете, насколько кровавой это будет битва. Вполне представляю. Я с этими людьми революцию делал. Ни на что способны, защищая свои интересы, я знаю, не понаслышке. Ну, что ты тут скажешь? Здорово! Кто не с нами? Тот… Тот против нас. Тот, товарищ Сталин, там у капитана судна сомнения возникли. Относительно прочности его в скорлупке. Судно у нас крепкое. Сам товарищ Берия выбирал. Но надо выходить в море, чтобы успеть по графику с согласованной заставой. Но лучше нам возвращаться на машинах. Так безопаснее. Ну, я вижу, тут все перестраховщики. Юсис, мы с товарищем Горьким норим, а остальные как хотят? Крыть в платье. Алексей Максимович, как там у вас? Над седой равниной моря, в городе леет буревесики. Скажите, Власик, я уже вас спрашивал однажды, Вы в предчувствии верите? Так точно, товарищ Сталин? Что так точно? Верите или спрашивали? Спрашивали, товарищ Сталин? Не верю. По-прежнему. Давай ты, на настоящее. Старай тащи. Танец Степанович. Танец Степанович. Я, товарищ Власик. Почему у вас на даче генерального секретаря ни одного комплекта белья? Ни одного стакана с подстаканником? Связь правительственная где? Вы что-то тут застроили, товарищ комендант правительственного объекта. Заговор? Господи помилуй. Да что вы такое говорите, товарищ Власик? Товарищ Сталин, когда приезжают, все с собой привозят. Танец Степанович, что хочешь сказать? За товарища Сталина делать больше нечего? Так, только стакан с подстаканником и сам оттаскивай. Я сам подниму, товарищ Власик. Артамонов, хватит жопу греть. Ветров, зубы и за мной. Артамонов? Артамонов? Что? Опять плохо спала? Татка, ты когда у себя в Ускалопе была? Вчера. И что нам сказал? Сказал? Сказал, что надо чаще бывать на воздухе и что мои головные боли — плохая наследственность. То, что у тебя прекрасная наследственность, для этого необязательно быть доктора. Мила, особенно если вспомнить посылки моих родителей тебе в Турханскую ссылку. Знаешь ты, будь проще. Я пошутил. У тебя, у тебя дивная наследственность. Просто, просто дивная. А матушка твоя, она вообще душка. На, ешь. Ничего. Я уже привыкла к твоим так называемым шуткам. Иосиф, тебе надо поговорить со своим старшим сыном. Ну, о чем прикажешь мне с ним говорить, а? О жизни. Яша, твоя кровь. В том-то все и дело, что только кровь. А характер весь, сваницы, упрямый, разбросан. Ничем не интересуется. И говорит тут совсем не о чем. Девочка эти секунды. Тихо, иди mate audiences. все остальные, собственно, они все оmos outsider. – Товарищ Власик. – Свеоснователи? Так точно, товарищ Власик. Журнал «Учет звонков» заведен, прошит и проштампован. Смотри, проверю. Свободен. Слушаюсь. Забор. Хорошо стоите. Как у жениха? Ну, да, Гомарш? Есть. Евремов? Я. Свяжись в госпитале. Узнай, как там, товарищ учитель. Так точно. Поехали. В limite точно. А потом п Aust оружия. Я сшعаю ему уже чисто. Как у жениха? Поехали. Поехали. Взрев hass. Волоси. Рапомонов, Хавера. Положка не будет заяц. Прошу простить, товарищ Власик. Как? Волоси? Разжила, товарищ Сталин. С приятным. Власик, вы что себе позволяете, а? Эта, куда годится, а? Из моего ведомо тут все разворачили. А? Из моего ведомо тут все разворачили. За навесочки повесили, коврики постелили. Что? У мамки в деревне, да? Виноват, товарищ Сталин. Ну, не мог я допустить, чтоб женщины и дети в таком сраче. Хавера. Вообще, молодец, что тут все прибрали. Я давно уже хотел ей сказать, чтоб вы тут, ну, хоть немного. Хотя, некогда, да и некому. Спасибо, Власик. Жаль, лето заканчивается. Ну, ничего. До следующего доживем. Так точно, товарищ Сталин. Доживем. Вот. А чему-то вам я верю. 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 Держи. На ордымку. На ордымку. – Залезай. – Трогай. Сейчас быстренько туда доедем, а там посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ластя, вы что ты за человек? Все-то тебе надо по полочкам разложить, запротоколировать. Субтитрычки у нас, и на Франции. Ну вот, вам тут ребята разносолов всяких прислали. Сам бы сожрал, если б не совесть. Ну че, моя, говорит, вы прямо тут конкурцом? Угу. А ты думаешь, я сплю, ничего не слышу? Нет, Юся старый разведчик. Я все слышу, все вижу, все знаю. Я, например, знаю, что в прошлый вторник ты в управлении скандалил. Так, Иван Францович, ну а че мне делать-то, а? У меня же на руках целый генеральный секретарь. Жена его, прости господи, женщина требовательная, дети. Я вам говорю, ну кто так наружное наблюдение ставит, а? Да при таких татунах к нему кто угодно в любой момент может подойти. Я… Вот, Иван Францович, сейчас… Так, я сейчас… Вы гляньте, как я хочу людей расставить. Так, вот, это у нас пост один, да? Этот, осторожно, пост два. А, наоборот, один и два. Так? Так, это у нас дача, гараж. Здесь, вспомните, две таких елочки. Вот они здесь, да? А здесь я хочу пост три, пост четыре. А? Здорово. Русский общевоинский союз, возглавляемый в Париже генерал-лейтенантом Миллером Евгением Карловичем. А, ну старый знакомый. А кто их финансирует? В их распоряжении деньги фонда спасения России. А с нашей стороны кто им помогает? Это мы и пытаемся выяснить. Что вы хотите сказать? Что враг разгуливает у нас под носом, а вы все пытаетесь выяснить его имя и отчество? А? Войдите! – Работайте. – Разрешите. Работайте. Ярцев. Только без срывов и провалов. Не то я с вас шкуру спущу. Понятно? Ну, идите. Чего стоите-то? Есть. Так. Ну, а что? Товарищ Межинский, я считаю, что нужно запретить товарищу Сталину ходить пешком. Извести в гараж пять тонн бензина. Нет. Двадцать тонн. Проходите. – Знакомьтесь, это… – Мы знакомы. Да. Давайте я помогу. Что? Инга Александровна, не замордовали советы? Проедите, садитесь. Есть его расписание? Да, вот. Охрана много? Да. Что да. Человек сколько? Один. Вот что, любезный. Сгоняйте-ка в Лабас, возьмите водки и еды. Я плачу. Я устал. Я разорвал страницу. Не подскажете, где здесь можно купить немного клея? Порванных страниц следует вырывать, а не клеить. Здравствуйте. Мы уже заждались. садитесь. Садитесь. Да я ничего такого не делал, чтоб его могло насторожить, но он не пришел ночевать. Ну, может его пристукнул кто? Нет, по сути, по сводкам нет. Ладно, ладно, товарищ Крутько, разберемся. Что-что? Нет, вам за это ничего не будет, не волнуйтесь. Вы ждите, когда понадобите снова, с вами свяжется наш сотрудник. Все-все-все, спасибо, спасибо. Личность этой женщины установлена. Так точно, Инга Кутепова, дочь генерала. Да я понял, понял, чья это дочь. Давайте я вам объясню, кого вы упустили. Александр Пушкарев, псевдоним «Стрелок», один из самых ортодоксальных членов Российского Всевоинского Союза, был пойман за кражу из кассы Союза. К нам направлен с заданием, о котором мы ни черта не знаем, да? Знаете что, вот я уверен, что он во что бы то ни стало выполнит это задание. Ну, чтобы оправдаться перед руководством. Все сделай, все сделай то, чего мы не знаем. 1931 год был вторым годом с начала Великого Перелома, как назовут потом это время историки. Сталин и его команда торопились. «У нас нет времени», – твердили они со всех трибун. За Первой мировой войной обязательно последует вторая. Вооружаются Англия и Франция, Япония и США, в Германии и Италии поднимает голову фашизм, а крестьянский на 80% Советский Союз все 20-е годы продолжал зализывать раны, оставшиеся после гражданской. Жесточайшей рукой бросить страну в прорыв, в могучее индустриальное будущее. Именно это решили сделать большевики. Вам это не нравится? Это ваши проблемы. Такая позиция по отношению ко всем своим оппонентам вызывала ярость противников сталинского курса и внутри страны, и за рубежом. Рассматривали ли они вопрос физического устранения Сталина? Конечно. Понимал ли это до конца Сталин? Наверняка. Но он продолжал пешком ходить со Старой площади в Кремль и обратно, игнорируя все призывы начальника своей охраны Власика прекратить так рисковать. Только экстраординарные события могли изменить его поведение. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Всё-всё, милый, нам пора. Скоро девчонки вернутся. Мы сегодня идём в гости. Ой, а может, не надо? Надо. Ты ж моя жена. Ведь я ещё не развелась. Ну, ты ж собираешься. Мой отец человек широких взглядов, а я уже не мальчик. Поверить не могу. Я со Сталином, Яковом Иосифовичем. С Яшей Джугашвили. Из Тифлиса. Ах. Можешь не торопаться. Ах. Тихо. Тихо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В общем, поговаривают, Троцкий его подослал. Понятно. Но сам-то он жив, точно? Так точно, Сергей Миронович, не царапины. Его этот Власик в сторону оттолкнул, а ГПУшники потом вражину то и упустили. Не то, что попустили, но ушел, гад. Вы, товарищ Киров, не выдавайте меня, что я тут разболтался. Ладно. Давай, на дорогу смотри. Есть. Троцкий, а? Ха! Это он не на меня сегодня покушался. Хм. Это он в советскую власть стрелял. Целил в нее. Надя, Каролина, откройте, кто-нибудь. А что ты с этими женщинами делать будешь, а? Ну что, кто там, а? Здравия желаю, товарищ Сталин. Ироныч, откуда? Ну, мокрый какой. Привет Москве от Питера. Фу. Ну, как вы? Да что, как, мы, мы по старинке, надо, немножко приболел, а? Так, а ты быстро добрался, а? Да. Так сказали, стрелял. Троцкийст какой-то. А, какой-то Роцкийст. А, белый гвардеец ненавидный. Но Троцкого нужно, нужно давить, нужно. Держи, нога, глянь-ка еще раз. Хорошо, хоть такая карточка есть, а то иди туда, не знам, а куда, ищи то, не знам, а что. Это верно, Коль. Как иголку в стоге сняли, он на вокзал пойдет. Откуда ты знаешь? По объективке выходит, что он питерский. Значит, будет туда пробираться, значит, на вокзал пойдет. Ну, не знаю, я б сам так взял. Ну, или почти так. Сань, ты к кассам, слушай-ка, к пивнуху. Ага. Здравствуйте. 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 Давай. Да. Надежда Сергеевна. Яков и Осьефович пришли. Ага. Здрасте. Здравствуйте. Яша сказал, что еще не поздно, и мы… Это жена отца, Надежда Сергеевна. Надь, знакомься. Это… Анна Хохлова, студентка техникума. Да, я… Мы очень рады. Можно тебя на минутку? Вы нас извините, Яш? Я сейчас. Что? Садись. Яша, извини. Ты, наверное, не вовремя пришел. Сегодня на отца покушение было. Я сейчас. Что-то такое в конце концов происходит. Не квартира, а какой-то проходной двор. Здравствуйте. Вы кто? Анна Хохлова. На минуточку. Можно вас? Прошу. Садитесь. Я так понимаю, что вы замужем? Я так понимаю, что вы замужем? Вы замужем? Товарищ Сталин, я… Давайте называть вещи своими именами. Вы блудитесь с моим сыном. Яка. Ты ее выгнал? Ты ее выгнал? Не смей больше никогда приводить в мой дом шлюху. Она не шлюха. Шлюха. Она замужем. Оттаскается с тобой. Разведенным, кстати. Откуда тебе знать про ее замужество? Ты что, следишь за нами? Очень надо. Иосиф, пожалуйста, я прошу тебя, в доме посторонние. Они мне не посторонние. Они… Яша, ну я же тебе говорила, не самый лучший момент девушку приводить. На отца сегодня было покушение. Тут вообще кому-нибудь есть для меня дело? Ты по-прежнему будешь его защищать? А? П Datоверевскимиги! Утожен! Александр Прок remark zap? Подпишись с грешницей. Насorurop пр travels Commen That Day! Тихо, тихо. Тихо, тихо. Давай, спокойно иди. Тихо, тихо. Испугались. Дай сюда. Да, перестраховщики, Херальд. Нас с тобой, старую гвардию, каким-то долётным талатопогонником пугать. Иди, Миронович. Так. Подожди. Ходил. Хожу и буду ходить. Так, могучий, товарищ Киро. Так точно, великий вождь. Слушай, хороший коньяк, а? Ничего. Ироныч, дай минуту. Да. Это, ну, посмотри там, это, очаровательные глазки. Ага. Найди. Ага. Ну, и что? Да, да, сейчас. Сейчас. Ага. Так. Ага. 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 Да-да. Давай. Давай, давай. Очаровательные глазки, очаровалевы меня, востолка мнежности и ласки, И у вас столько страсти и огня… Лето, надо будет всю систему охраны наладить, чтоб работала, как часы. Ну, тебе это по плечу. А как же? А ты сам-то ни в какую. Мол, мы старая гвардия, нас не напугать. Ага. Да. Тихо. Ребёнка разбудишь. Я и говорю, нет системы, нет безопасности. Да. – Здрасьте, Николай Сергеевич. – Здрасьте. Давно вас не видел. Да, работа такая, вечная, всё в гараже, всё везде. Машина ломается. – Здрасьте. – Здрасьте. Чайку налить вам? Нет, спасибо. Я заберу и пойду. Он покушал и заснул. Ой, я даже не знаю, как вас благодарить, Людмилочка Викторовна. Иди ко мне, мой хороший. Ой, вы так присматриваете за ним, прям, как мать родная. А я… Ой, у нас там столько работы в издательстве. Ну, ничего. Он чудесный мальчик, мне совсем не в тягости. Спасибо. Возьми. Ой, сейчас. Тут рисунки. Смотрите уже, как рисует. Вот. Ой, спасибо. – До свидания. – До свидания. До свидания. Ой, забыли. Ну, хочешь? Клушай, я тебе кошку поймаю. О, ты вообще маленькая. Маленькая. Ты тоже был маленький когда-то. Нет, она прям маленькая. Мам, а правда парад красивый был, да? – Да. – И дядю Осипу такой, прям, как памятник, да? Дети, вы идите домой сами. Без меня. Я еще маленько подышу. Мама хворает. Быстро домой мыть руки. Пупок, не умничай, да? – Идите. – Угу. В этом случае на первый план выступают симптомы внутричерепной гипертензии. А если по-русски, доктор? По-русски? Головная боль, рвота, застойные явления на глазном дне. Общемозговые явления. Последствия самые непредсказуемые, вплоть до безумия. Причем, характерными признаками краниостеноза, а… Простите. Это врожденная у нее. Но поскольку при патологическом сращении швов не произошло деформации черепа, никто не подозревал о патологии. И что дальше? Простите. Всегда есть надежда? Надежда. Надежда. Всегда есть. И между нами? Надежда, я ничего не скажу Надежде Сергеевне о вашем визите, если вы об этом. А новые результаты анализов я пришлю вам лично, с пояснениями. Спасибо, доктор. Отличное! Нет за что. Спасибо. Отличный. 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 ГРУСТНАЯ МУЗЫКА А что все это значит, Власик? Товарищ Сталин, хотя бы две одинаковые машины с одинаковыми пассажирами нужны для вашей безопасности. А что ж? Я тут новую систему придумал. Тоже мне Америку открыл. Да так еще, царя по Петербургу возили. В одной машине он, в другой. Следом за ним и его двойник. Все это чушь собачья. Так точно, товарищ Сталин, чушь. Поэтому наши машины, они не дружо-дружко поедут, а по разным маршрутам. Умный ты, мужик-классик. Только скажи, чтобы твоему двойнику усы переклеили, а то ось больно длинный. Как у Будённого. Смирно! Равнение налево! Ань! Ань, нам надо поговорить. Ань! Ань, ну что случилось? Ну, давай поговорим. Ань, давай поговорим. Не о чем нам с вами разговаривать, Яков Иосифович. Все кончено. Ань, мы с тобой обо всем договорились. Ты не можешь вот так взять все и закончить. Прости, я тороплюсь. Ань, я говорил с отцом. Он не против, если мы с тобой будем вместе жить. Нет, Яша. Да и муж у меня. Забыл? Ты же обещал ему все рассказать. Эх ты. Такую фамилию носишь. Защитить меня и не смог. Меня отчислили. Вышвырнули. Как ненужную тряпку. Ань, ну я клянусь, что с ним еще раз поговорю. Ань! Я не могу. Паша, ты Кира уложила? Да, да. Она нормально уснула? Ну как нормально? Ты же знаешь, мама посидел с ней, она уснула… Она в последнее время так боится спать одна. Очень боится темноты. Пока Пашу ее не уложат. Ну, она не уснет. Мы ее там сводили в Германию к врачу, но они пока ничего абсолютно не нашли. А сказали, что все хорошо будет. Ничего себе. Прямо водили к врачу? Из-за этого? Ну, а как? Это же действительно проблема, когда дети не спят. Это серьезно, это не шутка. Угу. Спасибо, тоже. Ой, но много звёзд на небес веки, одна хрусталина, но готова на небесе у родного халина. Яблоко тебе почистить. Тебя спасибо. Ну хорошо, как скажешь. Не надо. Пронесите мне воды, пожалуйста. Пошел, собираешься. Пошел, собираешься. А глядит пастух и скажет, значит, Сталин закурил. Значит, Сталин стал пораньше, чем рожок мой протрубил. Очень как-то по-детски. Пожалуйста. Ты не находишь, да? Пастух, рожок, Сталин. Очень смешно. Только не надо делать вид, что ты первый раз это услышал. Татка. Татка. Когда ты вот так смотришь на меня и молчишь, мне почему-то кажется, что ты думаешь про меня. Какую ты гадость? Я и вслух могу подумать. Ты очень изменился, Иосиф. Когда я выходила замуж, ты был вообще другим человеком. Теперь ты, ты похож на всех этих… Заскнись! Прости меня! Прости! Тут ты как плебей. Только плебеи могут… Могут восхищаться чушью, которую им воздают другие плебеи. Кондата Сталину. Величавная здравница Сталину. Колхозная здравница Сталину. Иосиф, что с тобой случилось? Я сейчас смотрю на тебя и думаю, ты идиотка или умело притворяешься? Более чем у ста миллионов советских людей мы, твои родители и другие соратники, отобрали Бога. Им просто необходим кто-то, кому бы они могли прийти и просить милости, сочувствия, помощи. У меня нет другого выбора. Можешь считать, что я подписал договор и не смогу его нарушить до конца своих дней? Татка. Татка, скажи мне, ты, ты со мной? Я не знаю, Иосиф. Я боюсь. Ну и хрен с тобой, кукла. Кукла. Слушаю. Так точно? Ох, ядрёна. Да, всё понял. Сейчас ложу. Ох, холера. Я извиняюсь. Тебе чего? Тот же старин, Яков Иосифович стрелялся. Вам нельзя. Доктор, ну, пожалуйста. Надя. Наденька. Надь, я уеду. Я в Ленинград уеду. Ну, как только встану. Не могу его больше видеть. Яш, ты не разговаривай. Тебе нельзя разговаривать. Ты жив. Это самое главное. Надь, ты, ты передай отцу. Я передам. Ты, главное, выздоравливай. И? Ты передай ему, что я… То, что я не хотел. Я знаю, Яша. Я знаю, ты не хотел. И это случайность. Но я передам. Что машина? Через три минуты будет готова. Иосиф, он пришёл в себя. А, в этом никто не сомневался. Он очень ждёт тебя, Иосиф. Ты должен быть сейчас рядом с сыном. Товарищ Сталин, машина подана. Вы что, не видите, что мы разговариваем? Так точно, вижу. Надежда Сергеевна, но машина подана. Господи, кем ты себя окружил. Халуй. Одни халуй кругом. Татка, подойди сюда. Ты, помоги. Угу. Я к нему не поеду. Это точка. Всё. Он специально это сделал. Да зло мне. И вообще, я не хочу с ним иметь ничего общего. Так ему можешь это вередать. Если, конечно, ваше благородие, это не затруднит. Никогда. Никогда тебя нет рядом. Никогда. И что мне за дело до этих ста миллионов? Степан, кончей ковырец. Вот ты скажи мне, как сам думаешь, безопасно это? Какого человека на машине с открытым верхом возить? Ленина возили и ничего. Или почти ничего. Власик, а Власик, вы бы сказали своим сотрудникам, чтобы они поменьше чесноку дели перед дежурством? Я носом их присутствие завершу чувствую. Есть. Товарищ старин, может, всё-таки на другой? Нет, Власик, нет. Я как ездил на машине с открытым верхом, так и буду ездить. Мне ветра не хватает. Как там? У Джека, Лондона, морской волки. Надещаться можно только свежим ветром, а? Так что, вот, я буду ездить только на этой машине. Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер. Добрый. Алина, ты пока располагайся, я быстро сейчас. Угу. Давайте. Еще бы позвонить, еще бы позвонить. Так, ты ничего не найдешь прям. А мне, пожалуйста, это, приготовьте юбку и кофту такую простую. Ты же платье хотела. А, нет, не хочу. Угощайтесь, пожалуйста. Спасибо. Угу, ну, какой сяшеттый... Угу, ну, где что... Угу, ну, где что там? Что там? Угу... А, да... Угу. Угу... СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 После смерти Кирова в стране началось время, которое многие потом назовут временем большого террора. Эта потеря довершит перемены в характере Сталина, начатой самоубийством жены. Чувство одиночества, чувство враждебного окружения больше не покинет его до конца жизни. Лишь будет нарастать с каждым годом, и в конце концов он останется совсем один. События в Смольном заставят и самого Сталина по-другому взглянуть на собственную безопасность. Ведь стрелял Николаев не на улице, а в самом сердце Смольного, в зоне кабинетов высшего ленинградского руководства. А вдруг подобное может случиться в Кремле? Или во время поездки машины Сталина на ближнюю? Ведь ездили-то особо не скрываясь по одному и тому же маршруту. Для Власика вскоре наступят горячие дни. При этом никто с него не снимет заботы, связанные с детьми Сталина, оставшимися без матери. Особенно много хлопот доставлял Василий. А вот на собственную семью, на любимую когда-то жену, времени у начальника личной охраны Сталина почти не оставалось. Отставить! Свободен! Как ты прошел в Смольной? Я буду говорить только с товарищем Власика. Это не вам решать, Борисов. Комиссар, по особым вопросам, Борисов, с вашего позволения. Выйди отсюда. Ты, выйди. Садись. Ну, а что там случилось? Я даже не знаю, с чего начать. Как и все говорите, товарищ Старрен должен знать правду. А эту правду не должны знать все. Борисов, это не ваше дело, а чего говорить людям, а чего нет. Я вас слушаю. После того, как жену товарища Кирова парализовала, у Мироновича еще было много женщин. Мой муж знал о наших отношениях. Я не жалею ни о чем! Если бы не получилось вчера, то через месяц! Через месяц, через год, я все равно бы убил бы его. Я прошу, отпустите меня. Он что, идиот? Он этот, эпилепсик. Голосик, а кто еще, посвященную эту гнусность? Вот список главных свидетелей и лиц, присутствовавших на допросах. Всего 23 человека, товарищ Старрен. Разрешите, товарищ Старрен? Это документы из дома, товарища Кирова. А где постановление об изменениях Уголовно-процессуального кодекса? Все документы подготовлены. Дату нужно изменить на... на вчерашнюю. Есть. Что еще? Не надо тут игры разводить. Говорите, товарищ Игорь. Переписка между товарищами Кировым, Куйбышевым и Орженикидзе. Они нелицеприятно отзывались о вас. Эй, хватит. Я сам разберусь. Привезите ко мне этого убийцу. Я хочу с ним поговорить. Как вы думаете, товарищ, комиссар Борисов, причастен к этому заговору? КОНЕЦ. 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 На колени встань. Отдевайся. Субтитры сделал DimaTorzok Донвой! В машину! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Красный уголок там, товарищи, узнай мне всю правду, Басик, всю правду, и, и этого, ну, как его, это, ко мне. Николаев, он уже здесь. Да, какой Николаев, это, этого комиссара, ну, и сказал, что он к заговору не причастен, и его тоже. Борисов. Да, да, Борисов. А нету его товарища Сталина? Что ты сказал? Комиссар Борисов погиб, нечаянно. Ну, в общем, не довезли товарища Сталина. Комиссар Борисов при транспортировке со Шпалерной ударился головой. Насмерть. Комиссар Борисов. Комиссар Борисов. Этот? Так точно. А вы кто? Воспитанность какая, оброшенным на вопрос не отвечают. А хотя… Я Леонид Николаев. Пока меня сюда везли, вот эти назвали меня недобитым белогвардейцем. Я даже в армии не был. Смешно. Товарищ Сталин, мы обязательно разберемся в этом вопросе. И виновные поднесут наказание. Я лично проконтролирую… Я Года, не провожайте. Я уверен, что вы быстро раскроете преступный заговор, погубивший товарища Кирова. Так точно, товарищ Сталин? Необходимо получить показания основных фигурантов. Аменева, Диновьева и прочих подонков. И этого запорожца. Его Я Года рекомендовал, товарищ Сталин. Заму Медведеву. И вот еще что. Еще раз допросите эту женщину. Она тоже явно участвовала в заговоре. Работайте, товарищ Ижов. Работайте. Слушаюсь, товарищ Сталин. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты окончил свою хитрую систему? Так точно, товарищ Сталин. Первый этап готов. Вот и хорошо. Отправляйся к своим деревням. И племяшку свою привезешь. А ты что думал? Ты один только знаешь, как Васька лопышей в школе бьет. И как твоей жене с тобой живется? Привезет племяшку, я сказал. Торича Сталин, а как вы это узнали? Неделька у тебя есть. Так точно, товарищ Сталин? Да помни, Власик, я все про вас про всех знаю. Все. Цветы, откуда? Цветы, откуда? КОНЕЦ Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Нет, нет, нельзя «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Добрый день. Здравствуй, Каролина. Хозяюшка! Ах, хозяюшка! Вот она, моя хозяюшка. Колодный твой, секретаришка. Чем кормить будешь, а? Сегодня у нас свекольник и паровые беточки. Ва! Марш к столу. Слушаюсь. А, вот и маленькая Пешкова. Здрасте, дядя Иосиф. Как дедушка поживает? Марфа Максимовна. Хорошо. Сейчас пишет жизнь Клима Самгина. Только очень тяжело идет. Материал он простой. Светлана, а где Василий? У себя. Папа, это сюда. Постоянно обидно. Я точно не знаю. Не надо слушать себя, как дураков. Здравия желаю, бойцы. Здравствуйте, дядя Иосиф. Привет, пап. Я смотрю, мир изучаете, да? Можно и так сказать. Пойдемте. Сейчас обедать будем. Садитесь. Я не буду, спасибо. Почему, Томик? А я в сексу иду. Вот за Васькой пришел, а ему некогда. Хозяин-барин. Вот сюда поставь. О. Осторожно, вот молодец. Спасибо. Василий, у тебя в школе все в порядке, а? Да, все хорошо. Спасибо. А то, Паукер мне сказал, что ты сейчас стал возле моего кабинета. Почему не зашел, а? Да, живот болел. Пап, скажи, а мама правда от аппендицита умерла? Да. Хорошо. Это все потому, что у нас в больницах оборудование плохое очень. В наших больницах очень хорошее оборудование, синюнка. Просто вовремя не успели операцию сделать. Ладно, я с Томик сексу пойду. Приятного аппетита. Пока, пупок. Вот дурак. Угу. Светланка, не обращай внимания. Кушайте. Очень вкусный свекочник. Угу. Мерун, я тебя часто о чем-нибудь прошу? Нет. Ты мне друг или партянка? Я не хочу, чтоб Людка страдала. О, господи. Чего и страдать-то? Подумаешь, хороший артистский букет подарить? Один раз в жизни попросил. Сегодня же нельзя никому отключаться. Это ж нарушение. Главное, ты забыл, я тебя отпускаю. Мерун очень прошу. Ну ладно, хорошо. Где букет? У меня в машине, у Ангелине Витковской. Ну ты знаешь, сделай. Так, товарищи, минуточку. А ну, убрала машину отсюда. Быстро, давай, давай. Но больше, Коля. Все, все. Витка, ну ты была неподражаема. Это тебе. Даже лучше, чем Орлова? Ну что ты! Несравненно, впрочем, как всегда. А! Хорошо. Поздравляю. Ну хорошо. А скажи-ка мне по секрету. Кто занял сердце Миши Немировича после того, как Орлова ушла в кинематограф? А? А тебе что за дело? Ты что же решил занять тепленькое местечко? Ты же у нас вроде по другой части. Ах ты гадюка какая! Я тебе сейчас покажу, по какой я части. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда! Иди сюда! Прощенья просим. Тут цветы вам от Власика. Спасибо. Двери нужно закрывать, когда к октёркам в гримёрки входишь. Я буду знать. Ох, Володенька, вот вечно от тебя сплошные неприятности, а? А я, между прочим, ставила на этого мужлана. И, между прочим, большие ставки ставила. Должно же мне когда-нибудь повезти, а? Не всю жизнь же мне с такими деклассированными типами вроде тебя. Да. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Молчи. Молчи. Молчи, и когда ты молчишь, ты похожа на человека, а не на куклу. Иди сюда. Пока некоторые недобитые сволочи, каменем тянувью, я даже их поганые имена не хочу за этим столом произносить. Пока они пытались навредить, мы не дали врагам расповязаться. И среди нас, Лаврентий, ты занимаешь самое достойное место. И товарищ Сталин об этом очень хорошо знает. Сиди, сиди. Вот, что я хотел сказать, товарищ, Лаврентий, ты человек с моей малой родины. А у нас, как говорят, а? Патону, Лаврентий. Малая родина тебя никогда не предаст. Малая родина всегда тебя выручит. Когда человеку становится трудно, он всегда возвращается к своей земле. Так точно, товарищ Сталин. Наши с вами земляки вас… Извините. А вот то, что ты старших перебиваешь, за это на нашей с тобой малой родине старики уши драли, а? Да? А мы тебе уши драть не станем. Мы за тебя, Лаврентий, выпьем. Да? Большой у меня гелый. За твой… Оля, за твой вклад. И за твою преданность. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. Поздравляю, Лаврентий Павлович. Спасибо. Спасибо. Никто и никогда место покойного Кирова рядом с самим не займет. А я говорю, этот пролезет. Я его еще по Баку помню, когда он азербайджанский чекой командовал. Все чужими руками делал. Змея. Хитрая змея. И очень умная змея. Его Нестор Лакоба двигал. И додвигал. Я сам слышал, Нестор жаловался, Берия под него копает. Еще вчера кто о нем слышал? А сегодня орден Ленина в ЦИК исправим. А? Вот и думай. Попьешь таблеточки эти и все хорошо будет. Спасибо. Людочка, что-то в последнее время не вижу на прекрасном личике улыбки. Отлучилось что-нибудь? Скажешь, тоже прекрасное личико. С Колей все не очень хорошо. Я его не вижу совсем. Приезжает домой, падает спать, даже не взглянет. Я сижу целыми вечерами одна и жду его дома. Нервничает, раздражается. Работает по двадцать часов в сутки. Мне или не знать. Ага. Ну что, осушим бокалы и снова нальем. С грехопадением вас, товарищ командир. Ну какой-то у меня медведь. Ух ты, скалера. Коля. А? Скажи, а ты хотел бы увидеть меня на экране? А? Ух ты, а что? Тебя в кино пригласили сниматься? Пока нет. Но я надеюсь, что кое-кто мне сможет в этом помочь. А это хлеб. Как же отец? Так. Чекался. 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 Ну погоди. Ну ладно, ладно, ладно. Ладно. Отпускаю. Но только ненадолго. А я завтра после испытака приду. А? Угу. Ну вот. Чё это? Возьми верный муж. Пригодится. Дома. На встрече с обманутой супругой. А что это? Бери, бери. Я знаю, что говорю. Вы, верные мужья, так смущаетесь, когда в первый раз изменяете. Так что бери, потом мне спасибо скажешь. Так, всё-всё. Коля. А скажи мне, чем я хуже Орловой? Какой Орловой? Посмотри. Не знаю, не какой Орловой. Всё-всё. Всё-всё. Вот холера. Всё, пошёл. Коля. Папа… Ну зачем потратился? Красивый очень, но дорого ведь. Розы не по сезону, Коль. Готово. Всё затянул и не болтается. Я говорю, дорогие цветы. Ну, не дороже денег. Ну, родной жене не экономим. Да. Так точно, Торщижов? Да, готов с предложениями по организации. Есть. Ага. 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 Извини, начальство обзывает. Ну, извини. Иди свою новую буду защищать. Так что ты меня ругай. Так крепко ругай. Всё, пошёл. Божественные. Ангелине. Торщижов, кортеж всегда проходит по одним и тем же улицам. Всегда. И любой, кто хочет навредить, он должен просто некоторое время понаблюдать за кортежем и всё. Ну и что? Надо составить списки всех жильцов, живущих в фасадных квартирах по ходу следования правительственных машин. И будем знать, кто кого в гости приглашает, кто и когда уехал, кто въехал, кто выехал. Ты с ума сошёл? Никак нет. Так мы сможем контролировать всех жильцов, которые могут видеть правительственные машины. Ну? Ещё, товарищ Ижов, не нравится мне, какие разговоры в последнее время по Кремлю ходят. Ну ты поподробней. Сотрудники мои не раз докладывали, что обслуга сплетни распускает. Ягода в курсе? Не могу знать, товарищ Ижов. Прорешите? Прошу прощения, товарищи. Товарищ Власик, звонила ваша жена из дома, просила срочно приехать. Прорешите идти? Свободны. Ну, товарищ Власик, поезжайте. А по поводу жильцов фасадных домов, подумаем. Шутите. Свободны. Есть. Свободны. Чё, случилось? Люд, ты чё, Надюшка, что ли? Люд, чё случилось-то? Ты знаете, меня с работы вызвала? Ну… Этого мало, Коля? Я давно хотела тебе сказать, ты очень изменился. Я всё думала, работаешь много. Но, видно, дело не в работе. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот как. Ну, ничего, мы с Надюшей проживём. А я не навсегда ухожу. Просто мне с вами надо во всём разобраться. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я к тебе на пару дней. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Коль, из-за таких, как Витка, жён не бросают? Запутался я, Мирон. Порывами, верьёз. Запутался. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Есть успех, это есть решение использования. Так. Кیا, наке еще не пригодит! Куда оноison? – Здорово. – Здорово. 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 Когда шел сюда, не думал, что у вас встречу. Посмотри, не привел ли он засаду. Ага. Да, куда ж мы денемся? Как дела? Все хорошо. Вот только покурить бы. Идите. Херце. Чего, Херце? Герцеговина Флор. У меня папа такие курит. Он их трубку выкручивает. Вот в эту. А чё, коньяка слабо было спионерить? Понимаешь, коньяк он заметил, а папирос дома много. Слышь, Васька, ты чего в последнее время смурной-то такой? Да, надоелся. Школа, дисциплина. Что, змеюки всякие? Какие змеюки? Всякие. Мы построили огромные предприятия, гиганты. А управлять ими некому. Везде царит вольница, круговая порука, волюнтаризм. О безграмотности я вообще молчу. Лозунгами знания не заменить. В данном контексте времени нужно старой гвардии отойти в сторону. Может быть, старая гвардия и не умеет управлять танками и прокатными станами, но зато старая гвардия сумеет разжечь красный террор и залить кровью всю страну, если кто-то попытается отобрать у нее власть. Старая гвардия может разжечь террор. Террор? Что ты говоришь? Как страшно, а? Ты забыл, сукин сын, с кем ты говоришь? Ты забыл, откуда я? Я, по-твоему, не из старой гвардии? Ты мне украшаешь заговором? Качун ты, сырко, чумат. Но мы сейчас не будем об этом спорить. Нам нужны новые кадры. Управляют гигантами машиностроения, металлургией и энергетикой. Должны новые образованные люди. Кадры решают все. И запомните, товарищ, если раньше машины и станки решали все, то теперь кадры решают все. Я так решил. Шел 1935 год. Внешне все было вроде бы правильно. На фоне Великой Американской депрессии и победившего фашизм в ведущих странах Европы, Германии, Италии, Испании, западный мир с изумлением и страхом наблюдал, как на Востоке невиданными темпами создается новая мощная индустриальная держава. Создается очень жестко, почти по законам военного времени. Сталин и его окружение искренне считали, что так и надо. Что можно пожертвовать комфортной жизнью целого поколения ради так называемого «светлого будущего». Согласны ли с этим само поколение? Их мало интересовало. Они все были революционеры до мозга костей. После убийства Кирова Власика его подчиненные не могли не заметить перемен, произошедших в Сталине. Он еще больше замкнулся в себе, еще меньше стал доверять своему ближайшему окружению. Семья Надежда его предала. Так во всяком случае считал он сам. Дети он ими почти не занимался некогда. Все заботы лежали на Власике и учителях. Пройдет время и Сталин еще пожалеет об этом. Ну и, в общем-то, не совсем ушел. Так, на время. Ну это мы посмотрим. На, вот посмотри. Стэнберг наснимал. Стэнберг? Угу. Передержал сильно. Тут вообще печать говно. Зерно сплошное. Ох, говно, зерно. Фи. А мне нравится. Ну, посмотри. Как будто это афиша из кино. Витка. Ну сама подумай, ну я же не могу вот так к нему самому обратиться. Мол, так и так, товарищ Стэнберг, посодействуйте, чтоб моя любовница Ролькина получила. Власик, ну бог с тобой, ну зачем к самому-то, а? Ну зачем к самому? Ну ты же можешь надавить, ты можешь надавить на Александрова, на Эйзенштейна, ну в конце концов, на Пудовкина, а? Стэнберг говорит, что они все у тебя готовы лизать в сапоги. Что это, Стэнберг? Это холера с этим, с Стэнбергом. Вот вы меня ревнивые. Ну со Стэнбергом просто друзья. Не можем? Просто друзья, ну зачем мне? Мне незачем, мне же и стыд. Ну так что? Поговоришь с режиссерами? Это называется использование служебного положения в лишних целях. Ты че? Ты че? Вика! Ну ты че? Су-у-у. Со свойственным тебе изяществом ты только что намекнул на мое положение. Что, я намекнул? Да! Ты сказал, что я твоя любовница и прав ни на что не имею. Когда я сказал? Только что. Ну, я такое сказал… Практически. Алло. Тебя. Твой Верный Миронов. Отвяжись. Да, что случилось? Чего? Еду. Так, все пока. Что, Верная супруга обыскалась? Да. Из хама не выйдет, пана. Ну, что ж. Несравненный. Я его на полдороге спустыря нашел. Возможно, отравление никотиновое сильное. Как он к жил-то? Ну, примерно как. Ты сбегаешь. Незаметно. Кто-нибудь еще знает? Покер, Курси. Как? Ерофеева. Из обслуг сообщила. Стуканула. Она его акатор. Я слышал, как она звонила. Пошли. Светланка, деточка. А Вася где? Сбежал. Как сбежал? А еще он у папы и секретера табак воровал. Ну, это мы поняли. А куда сбежал? К Яше. В Ленинград. Он с зимних каникул говорил, что мы ему все враги и что он к Яше сбежит. Это он тебе говорил? Артема. Они же меня к себе не подпускают. Вот я и подслушиваю. А еще часы пропали. Он ими за поезд вместо денег заплатит. Ему так Артем посоветовал. Угу. Ну, что, спи. Теперь спи. За старшего. Угу. Пошли. 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 Это все. А, дурак не понравится, что вы знаете? Ой, она не понравится. Простите! Билет! Где мальчишка? В твоем огоне видели. Не советую отбираться. Да. Да. И вернешь то, чем он с тобой расплатился. Ну? Часы отдал. Ну, пошли-пошли. Пошли. 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 Пошли-пошли. Пошли-пошли-пошли. Да. И готовиться нужно с особой серьезностью. Я буду готовиться с особой серьезностью. Девчонки, хочешь на преем пайти? Хочу. А отец позволит? Будем надеяться. Давай, маш машину. Я тебе говорю, они, понимаешь, мешки-то принесли. Ну и чего. Паша, давай быстрее. – О чего? – Нет за что. Часы, давай. Ага. Ага. Извини. Нет. Из этого следует, что в моем доме у меня под носом люди, которых набирали вы, а вам я доверял. Распространяют гнусные сплетни о моей семье. А вы все! Мои дети вынуждены слушать клевету на своих родителей. А вы только жрёте, пьёте и баб куртите и ничего не делаете. Пойдите. Прошите, товарищ Сталин. Вот приказ о замене сотрудников Кремля. Всех, кто распространял сплетни обо мне и моей жене? Товарищ Сталин, сегодня же будут допрошены и уволены. Товарищ Сталин, а почему этим вопросом занимается Власик? Что вы стоите, как истуканы? Идите и работайте! Есть. Есть. Товарищ Павлокер. Я. Задержитесь. Письмо. Татки. Надеждина. Письмо последнее. Я о нём. Никому не говорили. Никогда в жизни, товарищ Сталин. Скажите, Карл Викторович, я могу вам доверять? Конечно, товарищ Сталин. Ага. Я очень на это надеюсь, товарищ Павлокер. Свободный. Есть. Немченая двина. ТАВСК,. ПОКАЛОДИСК, ТАВСК, ЕС. НЕВУК В ТЭЦЕРО. АКЛЕЙНОМИВАЮЮЩЕМОНЫЕ ПРОКЕ. НЕВУК В СИГНАЛ, ВЗДОР, ОТВИК. НЕВУКОВ В СИГНАЛ, ВЗДОР. СИГНАЛ, ВЗДОР. ОТВИКРЫВАЮЮЩЕМОНЫЕ, Смирновна! Товарищ генеральный секретарь Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков, выпускники Академии Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флота по случаю успешного завершения учебы собраны! Народный комиссар обороны Ворошилов! Вольно! Вольно! Время! Товарищи выпускники, я уверен, что из всех ценных капиталов, имеющихся во всем мире, самым ценным и самым решающим капитаном являются люди! Кадры! Гражданин Филатов? Да! Пройдемте! Ага! Ага! Тюк-тюк! Тюк-тюк-тюк! Пошла вперед! Тюк-тюк-тюк! Тюк-тюк! Тюк-тюк-тюк! – Гражданка Ерофеева! – Да? Можно ваши документы? Пожалуйста. Пройдемте. Пошли! Вот, вечно она делает все по-своему. Ему не нужно было петь эту песню. Ничего, не волнуйтесь. Смотрите, там все едят, пьют, беседуют. Так что никто и не заметит, кто там и что поет. Любочка, Любочка, ну я же вас просил не петь. Тюк-тюк-тюк! Я думала, классика соответствует данному мероприятию. Но, слава Богу, у нас у всех разное представление о классике. Ах, да. Вы, наверное, будете исполнять оловья, дорогая. В который раз? Он меня почти совсем не слушал. И слава Богу, слава Богу. Добрый вечер. Значит, у вас три номера. Вальс ожидания, танго и песня о стрелке. Так точно? Да. Держи. Быстрее, быстрее, быстрее. Чуть-чуть. Ну конечно, тебе не тратят, не торопится. Ну конечно, тебе не тратят, не торопится. А ведь сло, бою! Заводит хор, по цепи Фrebан. А кичман, знаешь ли? Есть, товарищ Штаринцов. И хочет, 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 хочет счастьем угодно, власть. Садидского кичмана. Ни за что меня уволят, вы что? Я сказал, садидского кичмана. Я лично обещал товарищу Храпченко, меня арестуют. Сам просят. Давай-давай. Садидского кичмана. Садидского кичмана. Дашу? Раз, два, три. И… Садецкого кичмана Садецкого кичмана Свет тонкою в другою И с песняю веселой на пуке Садецкого кичин Садецкого кичин Садецкого кичин Чё случилось? Тестя моего взяли. Ты же знаешь, если бы он врагом был, я бы его своими руками. Он же воевал, реку брал, Туркестан прошёл, понимаешь? Сейчас я стопняком работал в бане для прислуги. И вот где он? И где эти заговорщики? Любонька, когда ты поёшь про утюг, я верю… в непобедимость русского народа. Спасибо. Давай, Любонька, за тебя. Спасибо. Спасибо большое, да. М-м-м! Вам понравилось? Спасибо большое, спасибо. Мне очень приятно. Ты сам тебе веришь? То, что говоришь, и делаешь? Очень приятно. Ну, и не кукшись. Вон, иди. Лучше выпей. Солодка с Тенберга помирись. Чего тебе с ним делить? И кого? Уж не знаю, как её можно назвать. Володя! Бендер! Володя! Бендер! Володя! Бендер! Иду, 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 иду. Ребята, ребята, оставлю ненадолго, ненадолго. Иди, моя хорошая. Иду, иду, иду. Иди. О-о-о! Ну, что? Рад тебя видеть! Что такое смурной? Да, друга потерял. Да что? Это надо отметить. Нормально. Прошу. Неужели друга убили? Да нет. В тяжёлой классовой борьбе. Поехали. За друга. Да-да, он присутствовал на первом просмотре. А у нас гости? Гости у нас. Только не забываем закусывать. Ну, что, Коля, я рад, что наше недоразумение счастливо разрешилось. Заходите, заходите. А его, кстати, мне не жалко. Ну, располагайтесь. Ладно. Здрасте. Здрасте, здрасте. Добрый вечер, товарищи. Ага. Друзья, друзья, веселимся. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Чего? Ну, плохо. Да ладно, не переживай. Не тебя первая Увидка бросила. Да я не об этом. Плохо, что я и буду сейчас. Увидка, как я, вместо работы с вами, тот, форхлаждающий, сука, сдаст. Гласик, какими это судьбами? Вот, товарищ Гласик, чертежи. Зря только вы сами приехали. Я бы завтра привез. Да, спасибо. Спасибо, товарищ Миржанов. Да. Они мне сейчас очень нужны. Ну, что же, спасибо вам. Да. Всего хорошего, товарищи. Не буду отвлекать. Отдыхайте, пока мы работаем. Всего доброго вам. Товарищ Власик, настоящий служивый человек. Там Сталин чего-то ему приказал переделать. Приехал сам за чертежами. Ну, пойдемте. Добрый вечер. Прошу вас. Добрый, добрый. Ну, что же. Не надоело. Давайте. Надо полное. Выпьем. Замол, спи. Что провести тебя. А ты не слишком летуешь? Вот, вот, смотри сюда. Вот. Когда будет сделано? За что ты Костелянов сгорел, а? Он исполнитель. А здесь все находится в ведении. Янукидзе. Мирон, вот ты умный человек. А я за свое ответил. У нас с тобой своя ответственность. Вон, Петерсон. Сколько лет комбинантом Кремля был? И что, где он сейчас? В Харькове. Считай ссылки. Вот тут и же. То, что хочешь. Нет? Я тоже не хочу. А еще меньше я хочу. Если что-нибудь с самим случится, не дай Бог. Я смотрю, что это еще тот коммунист. Христом не врезгуешь. Мангарины! А? Знаешь, что? Когда за такого человека и отвечаешь, любая защита годится. Вот, спасибо. Мирон, ты это, давай сегодня сам как-нибудь доберешься. Мне еще в одно место нужно съесть. Знаешь что, Коля, возвращался ты в свою семью? Я тебе как друг говорю. Слушай, не лезь в душу. Мирон! Да меня дома-то не ждут, наверное. Опять свет не выключили, Надь. А почему идет дождь? Так сентябрь, дочь. А почему так сентябрь? Сентябрь. Просто сентябрь. Так почему же дождь? Потому что осень. Папа! Ну че, девчонки, плохо, местопись-то? Плохо! А ну бегом, в комнату я там мандарин принес. Ты надолго? Если не выгонишь, то навсегда. Пап, там мандарин вкусно пахнет и в глазки пшикает. Почистишь? Поймите меня правильно, товарищ Сталин. Моей семье хорошо там, где я. При всем уважении ни Серго, ни Нино не захотят переехать из Тифлисов. Ну пока я… Павлентий, давай мы с тобой об этом летом поговорим. Хорошо. Я приеду к тебе в Гагру. Будем дышать морским воздухом. Может быть, солнышко выйдет и погреемся на камушках. Да. Ну, товарищ Сталин, всегда рады вас видеть. Вы же знаете. В любое время. А ну-ка, стой. Иди сюда. Здравствуйте. Здрасте. Это откуда у тебя? С Типлицы. А, Огурчиков, почему не набрала? Так рано еще, товарищ Сталин. И дозреть надо бы. Откуда знаешь, а? Батя-аграном, товарищ Сталин. Ну хорошо, иди. Красивая женщина, товарищ Сталин. У нас тут все красивые, Лаврентий. Вот. Строил, строил дачу. Только комнату напланировали. А Ваську сюда калачом не заманишь. У него в городе все дружки и приятели. Угу. И Светланка тоже здесь. Жить не любит. Все больше у Стваниндзе, Зубалова. Кирову вот комнату сделал, и она пустая стоит. Кого бы поселить в ней, а? Товарищ Сталин, для меня была бы большая честь, если… Товарищ Сталин, а в какую школу ваши дети ходят? Кажется, в двадцать пятую. Да. Надо будет в комнате Кирова мебель поменять. – Лаврентий. – Да. Я тут вино одно приготовил. Хочешь попробовать? Не откажусь, товарищ Сталин. Пойдем. Ну-ка, руки подними. Не жмет тебе здесь? Да… Да с какого такого перепугу? Там жать-то будет. Тут еще три таких, как он влезет. Мой-то на бой не работал. Ого, какой был. Да чего ж продаешься в костюм? А с того напарник на рынке захотел своего сынка вместо моего устроить, вот и продаю. Хорошо, хорошо. Слышь, а хочешь макинтош придачу? Я за полцены отдам. Коль, а что, давай возьмем? Ты бери. Ну, померяем. Дом померяем. Ага, спасибо. Ну, чего это, Коль? Я считаю, хорошо, что мы взяли макинтош. Не все ж в шинельки ходить. Да нулю, зря затеялся. Денег кучей жили. Ничего не зря. Не жалей. Ты же все-таки в должности. Смотри-ка. Все сведи вообще считают, что ты с «Авгаром» работаешь. На своей работе, ради Бога, ходи в казены. Но жизни не надо. От людей совестно. А это ваша работа? Да нет. Вот так. Посмотрите. Очень хорошая вещь. Не пожалеете, недорого я отдам. Ну. Посмотрите. Конечно, договоримся. Вы проследите, пожалуйста, чтобы вещи все в порядок привели. Так точно. Не сомневайтесь, Людмила Викторовна. Патрюна Власина все отпарит, это тюжесть. Коль, когда ты с семьей побольше побудешь? Скоро, скоро. Все, позвоню. Надо бы с водой питьевой все проверить. Коль, посты в карауле проверены. Система безопасности проверена. Товарищи сотрудники, приступаем к плану проверки зданий на территории Кремля. Первая группа, проверка подвальных помещений первого этажа. Направо. Шагом марш. Вторая группа, второй и третий этажи. Направо. Шагом марш. Третья группа, чердачное помещение и крыша налево. Шагом марш. Дальше комендант. Я, товарищ Власик. Когда менялись замки помещений для резервных баков? В прошлом месяце. Точнее. Третьего числа. Пора усменить. Есть. Действуйте. Мирона, гараж. Да вы что? Это же Марфуша Пешкова. Подруга моя. В то раз уже у нас была. Не положено. Вот сейчас папа вам покажет. Дядя Иосиф. А? Что за шум? А драйки нету. К нам Марфушу не пускают. Как? Почему? Я сегодня на тренировке физкультурной была. И пропуск в кармане шароваров забыла. Ну, ничего, ничего. В чем дело, а? Товарищ Сталин, девочка забыла пропуск. Ну и что? Товарищ Сталин, согласно прямому приказу товарища Власика запрещено пускать без пропуска. Особенно к вам, товарищ Сталин. А что, если мы потихоньку нарушим приказ страшного товарища Власика? Пойдем. Он отдаст меня под трибунал, товарищ Сталин. Ничего, не отдаст. Я за вас попрошу. Как ваша фамилия? Глухов. Товарищ Сталин. Товарищ Глухов, давайте пропустим сегодня товарища Марфу. Она больше никогда не будет забывать свой пропуск в шароваров. Верно? Так точно, товарищ Сталин. Товарищ Кузнецов, когда вы говорите, последний раз делали техосмотр машинам, я аккурат к вашему приезду, товарищ Власик. Чего ж ты врешь? Рожа твоя наглая. Я же сам только что проверил. Ну, пошли. Пошли, я тебе сейчас морду в твою потычу. Вольно! Чего это с ним? Волнуется. С чего бы это? А с того, дорогой мой товарищ, что они каждый день в стране новую конституцию обсуждают. Да еще и всенародно. Святие Волнуется! Волнуется! Поехали! 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 Ну что, товарищ, всех врагов отметили или ещё остались, а? Ещё остались, товарищ Сталин, но мы вас в обиду этой контре и недобитой ни в жизнь не дадим. Верно, товарищ? Поехали! 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 Новый день, товарищ Сталин. Добрый! Добрый Николай. Знаю, в Париж собираешься. Да? А что, отменяем? Нет. Зачем отменяем? Архивы Карла Маркса нам очень нужны. Тем более, что французы их нам сатёшево отдают. Ведь сатёшево. Ну, может, дешевле, чем немцам предлагали. Молодцы, французы. Николай, вот что хотел тебе сказать. А бери с собой в Париж. Париж. И жену свою, а? А что? Она у тебя молодая. Прокатится. Европу посмотрит. Париж, не обеднеет от одного лишнего билета за твою, Аня. Зачем мне в Париже жена? Боба, в Париж лучше без жены ехать. Париж. Париж, не обеднеет от одного жены ехать. Париж, не обеднает от одного жены ехать. Понимаю, понимать, разучился. Ну, не хочешь, ты, ну, не надо. Идем, классик ругаться будет. Готовы? Так точно, натопили по первому разряду. Я там Дубинину велел венчиков новых запылить, так что красота. Ну, ты опленен был? Так точно, товарищ Сталин. Ты видел этих хорьков, они уверены, что я буду плясать под их тудку. Ну, похоже… Товарищ Сталин, шахматы брать? Ну, я не знаю, что я буду плясать под их тудку. Ну, похоже… Шахматы? Да. Я все забываю тебе сказать. Надо бы тебе культуру свою отнять. Походить по музеям, по галереям, лекции профессоров умных послушать. А? А то Лаврентий обижается, что-то у него в доме похозяйничал и все картины вынес. Мол, как ненужные. А ведь у него там Айвазовский был. И Шишкин висел тоже. Савтра зайди к Паскребышеву. Берия для тебя путеводитель по музеям оставил. Да. Ну и… И сотрудников своих привлеки тоже. Есть, товарищ Сталин, привлечь сотрудников к культуре. А, хорошо. Будет вам праздник. Вы мои решения отменили. А, хорошо. Будет вам праздник. Вы мои решения отменили. А я вас отменю, когда срок придет. Придет. Да. Да. Товарищи, данная экспозиция, безусловно, заслуживает вашего внимания, но к ней мы вернемся чуть позже. Пока прошу в следующий зал. Пожалуйста. Женочка. Да, в чем дело? Мне спросить, это он кого нарисовал? Ой, господи, картины пишут, они рисуют. Да мне это как-то… Вы мне скажите, это кто вообще? Вот там. Что там? Там внизу у входа вы, товарищ, можете записаться на экскурсию, и опытный экскурсовод вам все расскажет. А я не могу мне никогда на экскурсию записываться. У меня работа. Ну так бросайте работу. Грустнее, грустнее. Это Юдивь. Она только что освободила свой народ от завоевателя. Юдивь – иудейская героиня-патриотка. Когда в ее родной город вторглась войско ассирийского полководца Алаферна, она нарядная вышла к шатрам своих врагов. Давайте отойдем. Картины нужно смотреть издалека. Так виднее. Когда она вышла к шатрам, Алаферн обратил на нее внимание. Он пригласил ее в свой шатер. Там она напоила его любовью, ласками, вином да пьяном. И когда он уснул, она отрубила ему голову. И принесла ее в свой родной город. Чем город и спасла. Пойдемте, я еще вам кое-что покажу. Раз вы этим интересуетесь, и никто не хочет вам помочь. Пойдемте. Что у тебя там? Списки от товарищей партийных секретарей на местах готовы? Так точно, товарищ Теллин. Это от товарища Эйхи, из Сибири, четыреста семь человек. Ага. Это от товарища Кассиора, с Украины. Николай, я помню, кто из них и откуда. Ага. Это Хрущев составил? Так точно. Колька в Москве. Еще контры не забиты. У тебя тройки на местах готовы? Так точно. Товарищ Теллин, по первому вашему слову. А где ваши списки, товарищ Ижов? Где твои личные списки, Николай? Нет ни одного уважающего себя художника, который не хотел бы рассказать о Юдифе своими словами, своими красками. Ну, вы меня понимаете, да? Ну, да. Есть удивительное полотно Сандра Боттичелли, где Юдифе изображена беременной. О, прям так и забеременел сразу. Ну, это дело не хитрое, а у австрийского художника Густава Климта вообще есть несколько полотен на тему Юдифе. Вы знаете, она у него настолько чувственная, такая прозрачная, волшебная, ну, прям куртизанка. А позировала ему Адель Блокбауэр, жена венского банкира. Позировала все время обнаженной. И, в конце концов, у них случился роман. О, сверло банкира. Шокирующе, откровенно и реалистично, в части изображения убийства после интимных отношений, полотно немецкого художника Франца фон Штука. Ась, извините, плохо не будет вам? В смысле? Ну, в смысле. Не, вы не подумайте, что мне жалко, просто столько сладкого слопали, чтобы живот потом не получила. Простите. Не волнуйтесь, у меня очень хороший метаболизм. А, ну, тогда, тогда да. 1937-й. Именно этот год станет одним из самых страшных в истории Советского Союза. Маховик репрессий, запущенный из Кремля, докатится до самых дальних уголков огромной страны. А началось все с войны в самом ближайшем окружении Сталина. Так всегда бывает в любой революции. Вначале соратники вместе устраивают государственный переворот, а потом начинают делить власть, уничтожая под корень проигравших. Троцкий, Ухарин, Каменев, Зиновьев, Духачевский, Блюхер. Кто-то знал Сталина с Гражданской, а кто-то еще по подпольной борьбе в царской России. И Сталин хорошо понимал, что для них он так и останется навсегда кобой, соратником, первым из равных, но только не вождем, о смене которого нельзя допустить и мыслей. Судя по всему, они допускали. И Сталин это прекрасно знал. Они хотели обыграть его, а он, как всегда, сыграл на опережение. Страшно, жестоко, не пощадив никого. Они до конца надеялись на то, что он остановится, даже когда прозвенел первый звонок. В Москве появился Лаврентий Берия, а Генриха Ягоду на посту шефа НКВД сменил Николай Ежов. Продолжение следует... Продолжение следует... Вася, давай! Вася! 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 Играть надо! А, сейчас ж ты, игрок хренов в свои вороны закатил, а! Я случайно. Давай, давай, давай! Простите. Ладно. На себя завтра утром, в зарядке. Три круга. Давай! 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 Вася защита! Все разова! Давай! Вася! 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 Вдали, Вед! Вдали! Вперед пошли! Тебе чего? Глава плодовольщица глянулась, что ли? А, чего такое? Ну, ничего. Пострану тебе еще на девку засмотреться. Да ладно, дядя Власик. Вы лучше мне скажите, где мое духовое ружье. Какой год жду. Не заслужил еще? Вон, Светку доводишь. В уроки прогуливаешь, сам себе оценки в табе ставишь. Вон, свои ворота галой забиваешь. Тебе за это ружье не жирно будет? Не, не жирно. В самый раз. И хватит мне в нос с табелем да уроками тыкать. Не маленькие уже. И скоро я вам всем это докажу. Товарищ Привод, значит так, ты за старшего доиграете и сразу бегаете. Понял? Эх, дорогая, какая у нас впереди здесь жизнь. Я не хочу в Москву, Лара. Почему? Там холодно и печально. Зато там весело и интересно. Ничего не ну, дорогая, привыкнешь. Грязь. Прогресс. А. Вонь. Культура. Суета. Кремль. Страх. Сила. Опасность. Власть. А вот мы сейчас у кого спросим. А ну, Серго, иди-ка, сынок дорогой. А скажи, пожалуйста, что для тебя самое важное в Москве? Ну? Марфа Пешкала. Угу. Кушай. Эх, не туда смотришь, сынок, не туда. Да. Ну, ничего, ничего. Времени вагон, а взрослеть поумнеет. Но ведь еще не скоро, Лара. Как сказать, дорогая. Как сказать. Давай, кушай. Разрешите? Разрешите? Извини. Тургенев? Ася? Коль. А ты еще стихов не пишешь? Вот, Мирон, представляешь, любовь какая бывает, когда вот тебе довольны, что она посмотрела на тебя, и ты ей ходишь счастливой. Ася. И в кого это ты, кобель такой, а, Коль? Ты же сам мне говорил. Батяне хорошим человеком был. В Бога верил. Ну, хороший, что ли? Ну, понимаешь, я гляжу. Он бы только по углам, титки-титки. Уберите это говно отсюда. Я ж тебе про другое говорю. Чувства есть. Высокие. Называются еще. Как они называются? Флатонические. Вальс, ну, увидит кто. Да пускай. Ну, тебе пускай, а вот товарищ Власик увидит и уволит меня. Я сам уволить могу, если захочу. Руки убери. Уйди. Иди, иди давай. Чего это он выбежал, как ошпаренный? Ты же хочешь, чтоб твой батя продолжал небо коптить? Поласкай будь как-нибудь. Ну, поласкай. Поласкай. Не могу я так, по указке. Он вон мальчонка совсем. Вдруг он за правду на мне жениться захочет. Ты дура или как? Боюсь я. Ну, если товарищ Власик увидит, беда будет. Ну, пожалуйста, товарищ Мохов, отпустите меня домой в деревню. Я век за вас буду Бога молить. Товарищ Мохов. А вот Бога мы, большевики, отменили давно. Слыхала? Тебе ясно всё? А? Понятно? Пошла отсюда, дремя. Чего за холера? Сейчас посмотрю. Чё, подожди, я сам. Чего? Чего такое? Ну, иди, я посмотрю. Есть. А юбку новую порвали и подбили правый глаз. Не ругай меня, маманя. Это был первый раз. Чего? Чего? Проживаю. Я ж за Василия Любову порвал. А за товарища Сталина… Похвально, Николай. Похвально. Ты уверен, что Ягода там отметился? Ну, я ж не мальчик. Я ж поговорил с Моховым. Ты хорошо так до утра поговорил. Он мне всё и выложил. Как его Ягода вызывал, он что обещал. Как Моху потом Клавку эту Вася подсовывал. А девка-то хорошая? Чего? Девка хорошая? А… Да чёрт её знает. Я до кучи её тоже уволил. Ну, в общем так. Идите, товарищ Ласик. Работайте. Ждите. И годи недолго осталось. Сейчас новая задача у партии. Ей нужны новые люди. Как говорит товарищ Сталин, кадры решают всё. Не, Мирон. Если бы он не принял их правила, перенести тайные выборы в Верховный Совет на год, они бы объявили его аппаратуристам и в расход. А потом бы они погубили бы всю страну. Так что он всё это сделал не по своей воле. Как бы я хотел… Мирон, я и сам сомневаюсь. Ну,наче я к тебе не пришёл бы. Видишь, Лим? Мирон. Сегодня он… уничтожит страну. Завтра он восстановит страну. Но это уже не важно. Важно, что я знаю, что он заключил договор. Какой договор? Мирон. Мирон. Вот ключи. Остаёшь из-за главного, я поехал. Шкатулка фарфоровая. С бриллиантами. Давай, бери новый лист. А то писать негде будет. Угу. Вилки серебряные. Штук двадцать. Да подожди, не успеваю. Алексей Дмитриевич, ещё шкатулка. Свободен. Чесы золотые. О, Боже. Ого. А ты всё неприлично да неприлично. Стыд-то какой. Ты чего суда-то принёс? Ну, так это же доказательство разложения наркома Ягоды. Да нет, тебе мало что ли? Виноват. Браслет с чем-то. Дай, кидай, разберёмся. Ещё шкатулка. Что-то не открывается. Давай. Вот, смотри. Кольца бриллиантовые. Сто восемьдесят три штуки. Место примы свободно. Можете не благодарить. Игода матёр и враг. К тому же разложенец. Там такое нашли, что тебе лучше и не знать, Коля, что такое вообще бывает. Барахла — горы, духов — море, а спиртного — океан. Идёт большая битва. Жестокая и беспощадная. Я хочу спросить тебя, Коля. Ты с нами? Я… С товарищем Сталином. И так, к 1652 году, от Рождества Христова, прошу прощения, в общем, стычки государственной власти с силами недовольных приобрели регулярный характер. Так фронда в очередной раз оправдала свои названия. Ведь фронда с французского переводится как «проща». «Проща». Кто вырос на улице, тот знает, что это такое. За всем на сегодня всё. До свидания. Спасибо большое. Николай. Николай. Как ты мог уснуть на лекции самого академика Ленки? Какой позор. Ну, прости, прости. Я тебе обещаю, это больше не понравится. Сейчас я тебя просил. Мама, мама, смотри, папа! Держишь свой край? Или наш папа! Мамаш, почем? Четыре копейки. Да, я вижу. Мам, куда? Там же папа! Спасибо. Ну, идем. Надюша, домой идти, обедать! Надюша. Одеколоном не забудь пшикнуться. А ты куда такой нарядный? А этот откуда? Я тебя спрашиваю, куда ты нарядился. Люд, зачем тебе две шубы? Чё за мещанство? Я спрашиваю, куда ты нарядился? Чё, разложенка, что ли? Ты тему не переводи! Я эти шубы на свои купила, на толпучки. Надев приданное. К лярве своей худосочной собрался. Чёрт. Я вас видела. И дочка тоже видела. Хоть бы ребенка постеснялся, кабель. Ты чё творишь, а? Ты же мне обещал. Ты же клялся. Мировой революции клялся. Сволочь. Вы просто неправильно поняли, что мой папа имел в виду. Очень я хорошо всё поняла. За тобой присматривать и врача дожидать. Он сказал, чтобы вы сходили в школу и узнали мне домашнее задание. А то я троек в табельно хватаю. А позвонить в школу нельзя, задание спросить. Они мне по телефону передадут контурные карты? Смешно, честное слово. Ну, хорошо. Я схожу. А ты залезай под одеяло. Давай-давай. 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 Дай-давай. Алло, алло. Да, Светочка, Светочка. Ленинград, дайте, пожалуйста. Да, квартиру Якова Джугашвили. Да, квартиру Якова Джугашвили. Нет, Яша, нет. Меня никто не обижает. Я просто, я просто, я просто скучаю по маме. Ну, как вам венцо? Это из Грузии, прямиком. Жаль, что так мало посидели и так мало выпили. Но я же понимаю, на вашей службе, при таком человеке, так редко удается выбраться в театр. Секундочку. Папочка, ты нас не задерживай. Мы и так уже на увертюру опоздали. Давай, пока. Быстрее. Спасибо, профессор. Очень благодарен вам за гостеприимство и за вашу удивительную дочь. Угу. До свидания. Пока. Я повторяю вопрос. О чем рассказывал Власик вам во время интимной близости? в начале годы? Молотая своя собственные параметры, все, ребята. Во время интимной близости он в основном запел. А вот в паузах… В паузы он очень много говорил. О чём? В своём безрадостном детстве, в далёком хуторе, в эпоху царизма. Что общего было у одного вашего любовника, Власика? С другим вашим любовником, Кендрихом Ягодой! Страсть ко мне, горячая, как бутбель. Сука! Сука! Раскинулась в море широко, а волны пушуют вдали. Почему часы стоят? Без них лучше. А я думала, ты другую музыку любишь. Козин, Лемеш. Ну, они, конечно, замечательные, но такие голоса вопносы ещё есть. Авертинский и он один. А что ж ты мне не сказала, что профессор Ленке – твой отец? Ну, у женщины должны быть секреты. Так моя мама говорила. Ну, папа, будет искренне рад, я пусть и грязнен, шага… После смерти мамы, папка мой – самый главный человечище в жизни. Он же тебе понравился. Да? Очень. Тем более, вы с ним так до друга любите. А я люблю тебя. Надо будет так твой портрет снять. Каза такая. Прекрасная и смущенная. Музыка. 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 Дача моего друга. Красиво. Так эстетски. Правда красиво. Картину вон я даже вижу. Голос пахнут. Кажется, ты в себя пахнешь. Голос. Наверное, так пахло индище. Ну, что ты глупости говоришь? А я ведь никогда не говорил, где я работаю. Боль! Господи! Кто? Кто тебя подослал? Скажешь, твой папка спокойно уйдет на пенсию, а не по этапу. Ты же знаешь, что с такими как он на зоне делает? Ну, кто тебе доверял? Я жду. Берия. Мама работала на дядю Лару. Берия. Мама работала на дядю Лару. Дядю Лару. Дядя Лару. Мне надо там он. Иди. Раздевайся. Иди. Раздевайся. Иди. Раздевайся. Иди. Иди. Спасибо. Прошу. Благодарю. Прошу. Может, к нам? Нет. Спасибо. Позвольте. Что? Это сын самого? Ты не ошибаешься? Нет, я никогда не ошибаюсь. Я в академии у них вступительный экзамен принимал. Так вот, Яков Джугашвили был одним из поступающих, получивших отлично. Ты знаком? Я что, идиот? Такую конфетку другому в рот вложить. Тебе надо, сама и знакомься. Припудриносит, преподожаю. Припудриносит, преподожаю. Да. Будьте добры, Новгород. – Простите. – Простите. Но это мужская комната. Боже, я такая ворона, вечно попадаю не туда. Простите. Что вы? Это вы меня простите. Позвольте вас проводить. Сделайте одолжение. А то я опять попаду не туда. Здравствуйте. Здравствуйте. Аркадий Петрович, вы старик? А, я догоню тоже. Вероника Ивановна, пойдем. Э, вот вы познакомитесь с Николаем Черкасовым. Такой симпатичный. Ему тридцать пять и сыграл старика. Тридцать пять? Да он и есть старик. Профессор Полежаев из дворя. А дворяне были, были оплотом тирании. И чем-то тирания отличается от этой. У меня есть ключи от квартиры брата. А он дома? Да, но в Ленинграде. Но заходить надо тихо, а то соседи услышат. Сейчас еще транспорт, так понял? Данил, мы в рабочий подсюду. Прошел. Двигайся. Прошел. Двигайся. Вы что, следите за мной? Ага. Вась, давай извините перед друзьями и садись в машину, я тебя домой отвезу. Выйди будем. Я скажу отцу, что вы мне угрожаете. В чем дело? Да ни в чем. Ну ладно, гости отменяются. Там это, ремонт. А это вот, бригадир Штукатуров. Давайте, давайте, ребят. Бригадир Штукатуров? Хамер! Что вы себе позволяете? Это ты чего себе позволяешь? Школу прогуливаешь. Четверть он. Три двойки. Отец днем и ночью работает. Спит по три часа в сутки. У тебя страна вон социализм строит. А ты чего? Черт выгоняет, черт твою мать? Да и пусть выгоняет. Я в летчик пойду, как Чкалов. Чего? С твоей мать дистанта. А при чем у тебя вообще мой дистанта? Им что, каждый день с инстанта поступает, а? Ну, в чем-то ты, конечно, прав. Но отца позорить своими двойками я тебе не дам. Так и знай. Давай так договоримся. Ты не прогуливаешь школу, исправляешь все отметки, а я тебя на выходные буду в город возить сам в увольнении. В увольнении? Как в армии, что ли? Да, как в армии. А без привычки к дисциплине ты в кочим мигом на губу загремишь. А там уж ты и командир в комбуре Кованов. О, мужик лютый. А… Давай, давай, иди. Ты ничего сделать не можешь, Николай? Или не хочешь? Володь, я не собираюсь ставить путь ударскую жизнь. Оно у меня неплохо сложилось. Тебе не кажется? Да… Из-за какой-то… Разжумляюсь не хочу. Мирон, кстати, привет тебе передавал. Как он? О, отлично. Пицунди, солнце, воздух, море. Идей полно. Проектируют какое-то очередное уютное гнездышко для отдыхающих. Нрава за него. Когда возвращаться-то планируют? Ничего не сказал. Ну, привет передавали. М-м, обязательно. Ладно, Володь. Прости. Пора мне. Давай. Давай. Значит, не хочешь. Что батя пишет? Пишет, чтобы я шла на агрономы учиться. Лидия Настя. А что, он не знает, чем ты занимаешь? Конечно, нет. Он даже не знает, кто его дочка по званию. Пора идти. Ты ищел грамотку забрать, заточенную стрельбу. Слушай, Валя, ты сильно устаешь, а? Ай, нисколечко. Он за всю ночь не даже ни разу ни чай не попросил, ни воды, ни селёдочки. Я даже умудрилась по собке поспать. Только Власику не говори. Да что ты. Слушай, я вот чего. Ты как свою грамотку заберёшь, ты дуй к самому на квартиру. У нас там сегодня по плану приборка, а самоха, сучка, ногу подвернула. Не иначе, как на танцы с водителями шлёндрала. До скорыха. Вот, другое дело ты, Валентина. Ни танцулик, ни кавалеров, только одни грамоточки по точной стрельбе. Ну так что, заскочишь? Там, если лясы не точить, так можно и до ночи управиться. Да мне и трёх часов хватит. Я же стахановка. Давай инвентарь. Там есть. Новый давай. Ты что, забыла? Власик после каждой уборки велел менять. Чтоб микробов не плодить. Угу, ещё что? Вот. Угу. 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 От сушки письмо пришло. Привет тебе передаёт. Спрашивает, как Людмила, Надюха, как ты? Угу. 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 Мишку перевели. Ты хоть раз в семье у них был? Вижу. Хоть раз звонил ему? Скажи, чтоб подчиню этот замок. Да, Мирон, сходи в шправленный отдел. Пускай сделают копию, а то я тороплюсь. Они очень вкусные. Чурчхела называются. Тетя с Грузии привозит. М-м, это? Да. Раневская, чудо-актриса. Да, чудо. Одна дура, из наших балетных, как-то говорит. А Фаина Георгиевна, вы представляете, меня никто, кроме моего жениха, никогда не целовал. А Фаина так медленно разворачивается и говорит, «Милочка, вы жалуетесь? Или хвастаетесь?» Юля, выходи за меня. Я тебе не требую ответа прямо вот сейчас. Становись на колени. Ползи. Ползи, 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 ползи. Ну, это как положено. Я, я, как в Джугашвиле, беру в жены Юлию Мельцеру. Навсегда. До самой смерти. Угу. А так положено. Я не знаю, как положено. Я согласна. Бери меня. И в жены тоже. Я одного не понимаю, товарищ. Как добрестная охрана товарища Сталин могла пропустить это мимо? Хорошо, что заговорщики оказались весьма болтливы. И мои люди, когда вся эта кухня была со Сталином в Сочи, взяли некоторых в разработку. Товарищ Берия, вам не кажется, что… Николай, помолчи. Валентий, продолжай. По данным оперативных сотрудников Закавказского округа… Так, эти подробности опусти и по существу. Прошу прощения, товарищ Сталин. По существу. Уфинчица Виноградова, обманом женив на себе коменданта здания правительства Врюханова, завербовала его в трансцисско-террористическую группу. Сообща, преступники номеровались отправлять пищу на кухне товарища Сталина. Ну что, Александр Николаевич, готово? Здравия желаю. Вот, Коля, передашь лично комдиву Жукову. Он сейчас как раз лагерем стоит возле Барановичей. Заодно с ним и познакомишься. Жор, он отличный мужик, хоть и с характером. Хорошо, что с характером. Без характера плохо. Хорошо, Александр Николаевич, сегодня временно передам. Спасибо. С тобой оно быстрее будет, нежели неделю ждать, пока курьерским доставят. Да, кстати, вас там в отдел товарища Маленкова просили зайти. Конечно. А вы не возражаете пройти в наш бусет? Там очень вкусный компот. Да, и булочки. Она двоюродная сестра Берии, не нота ему разовна. Александра Накашидзе. Будет детей самого водить по театрам и про культуру рассказывать. Ну, может, оно и правильно. Извини, какой театрал. Я вроде как бригадир штукатуров. Ну, ладно, Александр Николаевич. Побежал. Мне до аэродрома еще нужно будет в одно место заехать. Ага. Ты надолго улетаешь? Ну, попытаюсь все быстрее обернуться. А то ведь как, на неделю уедешь, а вернешься. А кругом одни родственники Лаврентия Павловича. Типун тебе на язык, Коля. Враг окопался практически в каждом подразделении обслуги, товарищи. Ну, это же бред, товарищ Сталин. Подожди, Коля. Пусть договорились. Далее. Помощник коменданта Кремля, также самый член троцкистской террористической группы, в которую был втянут бывшим комендантом Кремля Петерси, имел задание — отравить водопроводную воду. Воля ваша, товарищ Сталин, но воду в водопроводе отравить невозможно. Я могу предположить, что можно отравить воду в накопительных баках, что на чердаке, но и это невозможно. Товарищ Власик распорядился менять замки каждые семь дней. Ну, 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 ну. На третий день можно ключики к новым замкам подобрать. Так? Валентий. Так точно, товарищ Сталин. Товарищ Сталин, мы выявляем и уничтожаем врагов народа днем и ночью. Наши люди — опытные, проверенные делом сотрудники. Мимо них и муха не пролетит. Они работают на износ. Ну, ты же говоришь, что работают на износ. Может, уже поизносились? Ладно, все. Все, хватит. Хватит. У меня еще полно дел. А вы прислушайтесь к товарищу Берия. У него глаз не замылен кремлевскими привилегиями. Он многое видит правильно. Все, свободны. Слушаюсь. Товарищ Сталин. Что еще, Валентий? Я по поводу Александра Накашицы. Она интересуется, когда может выйти на работу. А. Да хоть сейчас. Пусть она… С Васькой в оперу ходит. Посмотрим, какой она… Идогог. Драм-кружок, кружок по фото, хор-кружок, мне петь охота. За кружок по рисованию тоже все голосовали. А Марья Марковна сказала, когда я шла вчера из зала, драм-кружок, кружок по фото – это слишком много что-то. Забыла. Выбирай себе, дружок… Один… Какой-нибудь… Кружок! Мое солнышко! Хорошо прочитала, правда, Надя? Да, почти. Умничка моя! С днем рождения, Наташ! Прости большое, слушайся, мама с папой. Держи. Люд, держи. Наташа! С твоим первым в жизни юбилеем! Личной пятилеткой! Чекнемся, чекнемся! Мы во дворе обязательства взяли. Все стихи огня во рту из книжки выучить. У нас стакановское соревнование. Какие молодцы! Надя, идите поиграйте в комнате немного. Я сейчас чаек заварю и коренделя проверю. Пойду покурю. Давай. Пойду. Да. Тяжело лилике одной. Как отца арестовали, Сушков перевели, совсем сдала. Люд, ты чего-нибудь слышала? Что там происходит? Я боюсь жутко. Снова опять аресты. Люд, совсем забыла. Спасибо огромное за куклу. За куклу? Твой привез сегодня утром. Сам спешил, его сотрудник поднялся. Натаха с ней не расстается. Я чуть-чуть. Спасибо. Не за что. Написал? Молодец. И последняя фраза. Все засмеялись, а Ваня заплакал. А почему? Ну, потому что его поймали на поступке. Ну, дурак раз поймали. Закончил? Да. Хорошо. Ты готов? Ну, да. Какой взлохмач. Василий, мы же в оперу идем, а не на стадион. И даже если бы на стадион, то в таком виде, фу. Я сейчас. А вы уверены, что пап велел нам, ну, это, в оперу идти? Дословно. Если Василий хочет стать летчиком, он обязан знать русскую классическую оперу. Васька, не так. Садись. У тебя волк жесткий, поэтому надо вот так у корней смачивать и расправлять, а не по верху. О, картинка. Василий, опаздываем. Светлана, мы ушли. Не скучай. Забыть и за нами дверь. Ага. Спасибо. О, какая красивая. Это, это, это мамина. И ты это все хранишь? Да. Папа не знает, что я ее спрятала. Не советую вам докладывать, папе. Вам он не поверит. А я отопрусь. Хорошо. Сказать, что у Сталина в конце тридцатых было много врагов, это значит ничего не сказать. Да, многие люди Сталина боготворили, но многие ненавидели, как мало кого в те годы. Потерявшие родину белые миграции, родные и близкие репрессированы, политические противники почти по всему миру. Возникала ли у них мысль ликвидировать Сталина? Естественно, возникало. Смогли бы они тогда повернуть ход мировой истории? Скорее всего, да. Именно поэтому Власик получил своеобразный карт-бланш. Его возвышение многим очень не нравилось, в том числе Лаврентию Берию. Но в тот момент Власик был ему еще не по зубам. Сталин Власику доверил свою личную безопасность, а это говорил о многом. Впрочем, Берия умела ждать. Он это впоследствии докажет не раз. А Власик продолжал фанатично совершенствовать систему госохраны. Настал момент, когда его люди стали контролировать всех жителей домов, стоящих на основных путях движения сталинского кортежа. Когда агентурная сеть достигла невиданных ранее масштабов. И все же без проколов не обошлось. Причем таких, что чуть не стоили Власику карьеры. СМЕХ Стоп. Живо выходите! Есть! Так, в подъезд! Ты в подъезд! Есть! Давай-давай, в подъезд! Ты около подъезда. У этого подъезда… Ага. КОНЕЦ КОНЕЦ Тома! Тома! Проверь Да ведь, а? Да ведь уже остались они. Куда-сюда? Наскали что-то. А сейчас притаились. Спасибо, гражданка Колыванова. Теперь мы уж сами. Идите к себе. Да как же это? Я ж хотела глянуть, как вы этих упырей-то в чайку заберете. Тебе чего здесь, цирк с конями? А ну-ка, марш себе в комнату. Мама! Посторонние есть? Нет. Ваши документы. А сейчас. Посторонние есть? Нет. Пошли, здесь никого нет. КОНЕЦ Галла Иванова. Регулярно НКВД сообщает о жильцах в нашем подъезде. А зачем это она делает? Как же? Мимо наших окон, самого возят. Нам теперь нельзя ни жильцов пускать, ни родственников в гости принимать. Геннадия Тихоновна, открывайте. Родственники приехали. Да пошел ты. Мои родственники давно уже на кладбище. Стоять! Сделай быстро, ну! Документы давай! Что такое? Что происходит? Так, что у нас здесь? Документы. Вы не имеете права, я служу в планетарии. Да хоть в колумбарии. Так, что это у нас здесь? Гражданин. Отлично. Так. Да не ори ты, а! Ух ты! Так, на рынке, значит, за килограмм по семь с полтиной. Нечего тут театр устраивать. А здесь примерно четыре килограмма. Гражданин Фролов. Да? Гражданка Контанович, проедете. Да это он попросился не орать. Мы это с Калуги своим торгуем. Да хоть с Рязани. Одевайся. Вкусно. Дайте хоть перекурить. Я тебе сейчас в зубы дам. Одевайся давай. А это мы конфискуем. Ну, в пользу левушек. Да. Отворим. Итак, живее во втул. Есть. Давай, давай, живее. Поехали. Давай, давай. Все. Тоже знал-то, что они облаву устраивать будут. Ничего у нас не выйдет. Надо уходить и придумывать другой план. Да ладно. Снаряд два раза в одно место не падает. Отче наш ежей, сено небесе, это светится. Имя твое, да и приедет царствие твое, да будет воля твоя, якум небесе, и на земле хлеб наш засучен. Теперь все поместится. Ты когда Негласников закончишь? К среде. Черт. От теснотища не развернешься. Я могу и в общей комнате поработать. А? А я про другую. А это ты правильно заметил, кстати. Надо бы что-нибудь придумать, чтобы и хозяевам не мешать, и рядышком быть. Так. Где у нас сведения о неблагонадежных за прошлой неделю? С той стороны. Где? Вторая сверху. А вот мы знаем, например, как себя ведут выселенные с улицы Куйбышева, а? А сам-то как думаешь? Жил ты около Кремля, не то жил. И вдруг в один прекрасный день просыпаешься, а ты уже за Свиболова коз пасешь. Мирон, надо постоянно с агентами работать. Постоянно. Пусть сообщают любые сведения о переселенных. Бывают ли они по старым адресам, поддерживают ли отношения с прежними соседями. Вот. Ну что я тебе сейчас объясняю? Сам все понимаешь. Аминь. Возьмай, Венасы Тугового. Аминь. Возьмай, Венасы Тугового. Аминь. Кх-кх-кх! Здравствуйте, соседи! Переезжаете куда? Здравствуйте, бабуля! Бабуля, это у тебя в деревне. А я товарищ Колыванова, старший по подъезду. Куда собрались-то? А вам не кажется, уважаемая, что вас это… Мы с братом переезжаем. В деревню. К бабуле. К бабуле. Разрешите? Да. Колыванов докладывает. Из второго подъезда дома номер 13 Бис по улице Куйбышева сам съехал жилец из четвертой квартиры. Агеев Кирилл Афанасьевич. И много там еще съезжающих, отъезжающих. Я и сам удивляюсь, товарищ Миронов, таким подробностям, но тут заковыка. Где? В этом самом Агееве. Он и двух недель в этой комнате не прожил, как сам съехал. Аккурат после того, как мы там выселение проводили, съехал вместе с братом. Ну и что? А то, что я этого Агеева проверил, никакого брата у Агеева нет. НКВД этого Агеева вместе с так называемым братом уже ищет. И нам надо искать. Доложить лично мне и товарищу Власику, когда вернется. Ну что, Николай, рад был познакомиться. Я, я. Слушай, а правда говорят, что ты георгиевский крест имеешь за пленение немецкого офицера? Даже два. Ну, обошел ты меня, Георгий. У меня один за взятие высоты под Ревелем в пятнадцатом. Ну, ладно. Спасибо вам, товарищи, за все. Пора. Патрульщики такие, они ждать не любят. Жаль, что так мало смог побыть у нас, Николай Сидорович. А мы тут для товарища Старина лучшие бульбы на выбирали. Давай. Наши бульбы, на, всем бульбам. Эх, тоси-то. Давай, грузи. Ха, еще бы, конечно. А мамашу-то? Могилку мамашу собирайся посетить. Ну, в другой раз. Если их найду, конечно. Ну. Слышишь, Штавский? Да. Ты покажешь мне место, где мамка его лежит. Мы порядок там наведем. Это ж рядом? Так точно, Марий Жуков. Кладбище деревенское там, за речью. Я покажу. А хороший мужик это. Ну, Вася, из нашей. Из бульбашей. Угу. Виктор, ты чего все время пишешь? Имена. Чьи? Имена всех тех, кто погиб от голода тогда, в 32-м году. Я хочу, чтобы он поименно знал каждого из них. Не понимаю, как ты теперь собираешься с ним говорить? Сейчас закончу, расскажу. У меня есть план. Тихо. Налево. Проверь следующий. Пошли. Нет здесь никого. Пошли отсюда. Они за нами пришли. У тебя паранойя. Они просто проверяют заброшенные дома. Все же рядом Кремль. Нигде от них покоя нет. Ничего. Ничего. Скоро будет. Иван Демьянович, давай помолимся. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий. Всего доброго. До свидания. Иван Демьянович, машину нашу угнали. Как угнали? Это что тебе, Америка, что машину гонить? Да я о чем знаю. Я ж только на миночку отошел в ведро воды набрать, чтобы фары протереть. Прихожу не от ее. Я уж весь квартал оббегал. Думаю, может, она сама с тормозов снялась и по нагонечку уехала. Так нет же, нет, я нигде. Что делал? Не гони, говорю. Заметят. Да ладно тебе, никак. Что, на ближнюю? Не, сначала в Кремль. Я на свою машину. Пересяду. Плохо едем? Да не, почему. Хорошо едем. Но мне как-то самому за рулем сподручнее. На выставке били? Ну да. Ну и как тебе? Да никак. Ну футбол лучше. Футбол. Я завтра к одному умельцу-изобретателю еду. Вон в машинах чистый ас. Надо будет один фокус попробовать. Давай. Хочешь, вместе поедем? Хорошо бы. Хорошо бы, Николай Сидорович. А, работать-то кто будет? Ну ладно, прям, не подчинуть тебе самому-то гайки убить. Я тебе как командир командиру говорю. Я понял. Ну давай, спасибо. Понял. А что, Василий? Я слышал, ты ласиком не ладишь. Ну а чего он за мной следит? Я ему не мальчик. Что ты говоришь? А кто же ты, сынок, а? Уже мужчина? Тогда покажи мне мозоли на руках, а? Райко, Вичор, а? Ух, щеный. Ладно, я поговорю с ласиком. А то, в последнее время он что-то стал на себя много брать. Здравия желаю, товарищ Сталинов. Ласик. Позвольте-ка. Мне кажется, Глухов. Так точно, товарищ Сталин. Здравствуйте, товарищ Глухов. Ну как, товарищ Марфа Пешкова, Польша без пропуска не проходит? А вы что, не припоминаете, как я лично распорядился? А, ну в качестве исключения пропустить Марфу Пешкову без пропуска в гости с моей дочерью. Никак нет, товарищ Сталин. Не было такого случая. Ласик. Товарищ Сталин. Товарищ Сталин. Братья они. Близнецы. А ты что, близнецы, да? Так точно, товарищ Сталин. Он Печка, я Пашка. Оба глуховы. Скажите, это Ласик вам посоветовал устроиться на службу в охрану? Так точно, товарищ Сталин. Сказал пообтесаться. Он потом наше сходство в другом важном и нужном деле использует. А. Ну тогда, служите. И привет брату от Сталина, и товарища Марфы Пешковой. Близнецы, а? Сталь! Куда?! Стителей! Стой! Стой,angel! Зовите! Вперед! Быстрее! Стой! Стой! Стоять! Ласик, я вот что хотел вам сказать. В последнее время, когда мы с вами встречаемся, вы как-то не так смотрели. Быстро сюда! Тихо! При обыске убитых Агеева и Гришкова оружия обнаружено не было. Также оружия не было и в машине. В руках убитого Гришкова было письмо, адресованное товарищу Сталину лично в руки. Кто унес службу во время покушения? Службу несли товарищи Бардаков, Рагулин, Евшуков и еще товарищ Чернявский. Что вы сейчас сказали? Вам что, помочь? Вы назвали их товарищами? Этих… Эту контуру недобитую! Этих недоносков, предателей! Так, кто еще считает, что они товарищи? Садитесь! Я вас спрашиваю, товарищ Ласик. Слушаю, товарищ комиссар. Где вы были во время покушения? Я только вернулся в командировки, был в Кремле, когда все случилось. В какой командировке? В Баранович, товарищ комиссар. Почему в Баранович? Ездил по продовольственному вопросу. Товарищ Власик, ваша задача заключается в том, что вы должны охранять товарища Сталина и его окружение. А продовольственные вопросы оставьте своим сотрудникам из вашего управления. И как получилось, что в момент прорыва через так называемое КПП, товарищ Сталина остался на открытом пространстве? Причем не один, а со своим сыном! Вы хоть понимаете последствия вашей халатности и безответственности, и разгильдяйства? Я по-другому никак не могу это назвать. Товарищ комиссар, как я понял, ни при покушавшихся, ни в их машине не было обнаружено оружие. Да при чем тут оружие? Когда какая-то машина может ездить по Кремлю, когда их вздумается? Куда их вздумается? И как вздумается? Да, товарищ Сталин. Слушаюсь. Сейчас буду. Свободные все. Ваше мать-то. Ваше мать-то. Ваше мать-то. Покайся, брат мой Иосиф. Пока не поздно. Вот смотри, Слава. Сотни соратников. Профессиональных революционеров. А мы с тобой знаем, что это значит. Они могли. Да что могли. Они должны были питаться, добраться до моего горла. Да ну тебе. И у них у всех были на это веские причины и основания. А добрался до меня какой-то блаженный, которого я и в глаза никогда не видел. Что это? Знак. Вызывали, товарищ Сталин? Всех, всех, кто повинен в произошедшем, немедленно под арест. И провести самое серьезное расследование, как в Кремле могло случиться подобное. Васька в тот момент был рядом со мной. Мой сын был там. Это просто недопустимо, товарищ Ижов. Я понял, товарищ Сталин. Выполните и доложите. Слушаюсь. Ну же, Яша, Яша, ответь. Мне плохо тут одной. А я думаю, кто этот тот свет жжет? Всю брату звонишь. Нет его. Гуляет, видно. Вам что за дело? А мне никакого дела нет. Что вы мне тут сказки рассказываете? Я, по-вашему, не вижу, как вы ко мне присматриваетесь? Как на отца моего смотрите? Что ты говоришь, Света? Где я и где твой отец? А что смотрю, так жалко мне его. И тебя жалко. Одинокий вы с ним. Себя пожалейте лучше. Это вы у меня помаду в столе нашли и забрали. Я по тяжим столам не лазаю. Так я вам и поверила. Держитесь от меня и от моего отца подальше. А то я брату расскажу. Ну, давай! Ты! Нет! Давай, Сочи, угадывай! Ну, давай-давай-давай! Подождите! А ты откуда-то здесь? Нет! Давай-давай, поворачивайся! Давай-давай-давай, еще раз! Ну, теперь точно ты! Нет! Ну, что ты не угадаешь? Давай-давай! Готов! Ну, что ты? Давай шалаву угадим! Давай-давай-давай! Добрый вечер! Товарищи, я бы попросила вас впредь не употреблять подобных слов и выражений. Я понимаю, что ваше начальство не обращает внимания на ваш культурный уровень, но… Ошибаетесь, товарища воспитательница. Я очень даже обращаю внимание на культурный уровень своих сотрудников. Так, вы двое там в машине мешок с бульвой закиньте на кухню. Есть, есть. Остальные разбежались? Есть. Мирон, подожди. А вам гражданский совет. Не ходите без теплых в талон. Желательно с начесом. А то в это время года, знаете ли, прохладно за городом. По вечерам. Хам! А-а-а! 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 Вот я и говорю. Надо матери на вещи девочке отдать. Ну да ладно. Не в нашей-то власти. Да кто ему про то сказать посмелит? Дорогу. А если Николая Сидоровича попросить? Ох, не знаю. Ты пока молчи про это. Очень он меня не приветствует, когда ему пропагонницу кто напоминает. Приветствует или нет, а дети матери каждый день вспоминают. Душой. Ты болтай меньше, Валентина. А то я гляжу, у нас тут неучтенных ушей поприбавилось. Так, сейчас. Так что, считай, что это мы их упустили. Спасибо. Жилев, проверяй вам в доме, и мы их не вычислили. А ты как? А-а-а! Твоё! А вы, кстати, права эта княжна грузинская. Надо нам культурный уровень поднимать. Чего ты вылупился? Я за вас серьезно возьмусь. Вот достроим клуб. Попрошу Стенберга помочь, чтоб профессора какой-нибудь по культуре найти. Да-да-да, да этот может. Этот нам такую культуру обеспечит. А-а-а! Век потом лечиться будем! Слушай, начинай. Ладно-ладно, дело как знаешь. Я это, Коль, хотел прощения у тебя попросить, что нападал на тебя из-за сушки. Кукла твоя очень понравилась Надюхе. Лиля тебе привет передавала. Там у меня сахар еще есть. Все это сантименты, Исачек. Нет, Лар, боюсь, это не просто сантименты. Это тонкая игра Власика и его рязанских баб. Так что поговори с хозяином. Как-нибудь незначай попросишь отдать вещи Надежды дочери, скажешь, что… А не слишком мне рано ты самохвост разбушила, дорогая? Рано еще об этом говорить. Ласик, это ваша компетенция. Зачем мне знать, что вы там строите для своих людей? Просто хотелось на праздник пригласить, товарищ Сталин, так сказать, по случаю. Мне Каролина тут на днях говорила, что пора вещи моей покойной жены куда-то деть. А я и сам не знаю, куда. Иосиф Виссарионович, разрешите часть памятных вещей дочери вашей передать. Она вам шляпку, Надежда Сергеевна, тоже у себя припрятала. Валя Истомина, которая убиралась у вас в доме, видела. Что? Это какая Валя? Агрономовая дочка? Да, так точно, товарищ Старин. Истомина Валя, батя у нее, агроном отличный. Ну что ж, раз так, пилите Таткины вещи, цветанки отдать. Все. Она сама решит, что оставить. Она у меня уже большая. Валя, раз материной шляпки примеряет. Власик, оставьте открытый. Есть. Светочка, детка, тебе очень идет этот цвет. Но если хочешь моего мнения, то тебе еще рано думать о таких взрослых фасону. Это я тебе как мама говорю. А вы мне не мама. Моя мама умерла от аппендицита. А другой мамы мне не надо. Ты неправильно меня поняла. Я хотела только посоветовать, как мама. Больше ничего я не имела в виду. Вот и хорошо. Вот и воспитывайте своих детей. А меня оставьте в покое. Товарищ Ижов, как такое могло получиться, что сотрудник НКВД такого ранга, как комиссар Лешков, перешел на сторону нашего яростного врага и капкает на нас со страниц японских газетинок. А Гитлер все это читает и радуется, а? Я слышал, он был у вас на хорошем счету. Так точно, товарищ Сталин. Это моя оплошность. Вот бывший советский комиссар Лешков в своем интервью нашему корреспонденту откровенно заявляет, что до последнего времени он совершал большие преступления перед народом, так как активно сотрудничал со Сталином в проведении его политики обмана и терроризма. Небольшая неточность, товарищ Ижов, у меня такого сотрудника не было. Далее, дьявольские методы Сталина приводили к падению весьма искушенных и сильных людей. Вы все правильно перевели? Мы старались, товарищ Сталин. Это происходило из-за истерической подозрительности Сталина, и от его решимости избавиться от всех троцкистов и правых, которые являются его политическими оппонентами, могут представлять для него опасность. А ведь, ведь прав, мерзавец. А? Пора, наконец, уже избавиться от всей этой троцкистской и прочей мрази, пока Гитлер их не прикормил. Я правильно говорю, товарищ Бире? Так точно, товарищ Сталин. Разрешите предложить вашему вниманию ряд мер по устранению предателя Лешкова на вражеской территории? Конечно, Лаврентий. Так, все свободны. Товарищ Ижов. Я. Не отлучайтесь. Из своего кабинета пока. Есть. Садись. Чем для нас еще чреват его переход к японцам? Ну, кроме этого говна, которым он поливает меня в газете. Чем-нибудь серьезным? Серьезным, товарищ Сталин. Очень серьезным. Будучи агентом нашей разведки под прикрытием, Лешков добрался до второго отдела штаба Квантунской армии. Хорошим разведчиком был, сволочь. Товарищ, он ведь высокие посты занимал еще в разное время. Если не закроем ему рот, он сдаст не только планы наших оборонительных сооружений на Дальнем Востоке, Сибири, на Украине, к которым этот пес имел доступ в последнее время. Сиди. Он раскроет им наши радиокоды. Также он может сдать японцам важнейших агентов НКВД на Дальнем Востоке. В частности, генерала Семенова, товарищ Сталин. Ну и это еще не самое страшное. Этот подонок в свое время был начальником НКВД по Азово-Черноморскому краю. А в его епархию входили Сочи и Мацеста. Так вот, Личкову известны расположение корпусов, где вы принимаете ванны в Мацесте. Вся система вашей охраны. Спасибо еще раз Ижову и Власику. Ну, с Ижовым все понятно. А Власик тут ни при чем. Личкова брал на работу и рекомендовал лично Ижов. Это я хорошо помню. Остынь. Валентий, остынь. Иди отдохни. Иди. Слушаюсь. А я все думаю, с кем бы мне щепотку соли съесть. Не понял вас, товарищ Берия. Лаврентий Павлович, зачем нам с вами официоз? Говорят, чтобы узнать человека, надо с ним путь соли съесть. Вот я и смотрю… А, с кого бы начать, да? Голодный я, как волк. Сегодня зарплату получил. Айдай в ресторацию. Я угощаю. Ну, я тоже не за так работаю. Так что пополам, товарищ Берия. Вот, вот вредный вот, товарищ Вась. Ну, согласен. Куда поедем? Ну, знаю я одно местечко. Сцену к завтрашнему дню доделают. Угу. Так, а бань когда? Бань готова. Отлично. А пора кружке. И барак скоро будет. Главное не нарушать стройность ансамбля. Да что тебе. Слушайте, мужики, а кто мне скажет, когда этот товарищ Миронов архитектурную академию закончил, а? Так незачем ее заканчивать. Я у архитектора Миржанова под Масселем год работал. Ага. Тогда он дачу Сталину делал. Здесь, да? Да, еще раз. Чайку? Эть! Хватит чай пить, а? Седов, ты должен был доски привезти. Привез? Так вон, стоят. Да вон там, под лапкой. Кутияров, где инвентарь? Вот это, да? Разгружаем. Ну, Мухин, матрасы. Спасибо. Вон, спят. Молодцы. Николай Сидорович, я вот что подумал. Не гоже вам самому за боль поймотаться. Давай вам пару проверенных товарищей. Пускай они продукты к столу товарища Сталина привозят. А ваше время надо использовать сборщим КПД. С чем? Не важно. В общем, там на ближнюю придут товарищи. Товарищ Берия, приятно было с вами побеседовать. Прошу прощения, но службу ждет. Ну, если служба ждет, не смею вас задерживать. А вы все-таки насчет академии подумайте. Представляете, два года за то, какое образование получите. Ну да, два года я пробуду в Ленинграде. Это вы хорошо придумали, товарищ Берия. Что? Уже испелись? Молодцы. Хвалю. Павреньки, пойдем со мной. Я хотел с тобой кое-что обсудить. Слушаюсь, товарищ Сталин. Зачем ты меня под дождь вытащил? Пойдем, Жень. Я тебе покажу, чего Колька сделал. Вон, смотри. Оранжерею строит. Ничего себе. Колька и оранжерея. Ай, молодца. Хозяйственный наш Колян, сил нет. Да это уж точно. Сил от его проектов уже ни у кого нет. Вон, смотри. Бойцы с ног валятся. Он все гоняет и гоняет их. Строит и строит. И правильно, что строит. Места всем хватит. И рядом с самим будете. Младший лейтенант госбезопасности Борисов. Майор госбезопасности Захарчик. Капитан госбезопасности Парулава. Пройдемте. Как там? Харьков? Мадрид. Да уж. А Лилька твоя, а? Лилька, а? Ни словом, ни взглядом не повела, что ты был не в Харькове, а в Испании. Ну, так и настоящая боевая подруга, ладно. Айда пока в баньку, коль самого нет. А Колька приедет за стол сядем, ну и все расскажу, что смогу. Товарищ Миронок, тут это, товарищи. Майор госбезопасности Захарченко, Олег. Капитан госбезопасности Парулава, Георгий. Прибыли по распоряжению товарища Берии. Обеспечивать продовольственные поставки. И решать некоторые оргвопросы. Так где у вас тут банька? Извините, товарищи, но пока лично, товарищ Власяк, не отдаст распоряжение о зачислении вас. В штат охраны ближней вам придется посидеть в здании. И по территории не ходить, в избежание недоразумений. Ясно. Ну что, попарился? Попарился. Тухачевский и же с ним были пятая колонна, Лаврентий. Предатели, заговорщики. Ты посмотри, что происходит, господи. Пятая колонна погубила республиканцев. И я. Я не могу допустить, чтобы у нас случилось что-либо подобное. Какая Хитлер хитрая собака, а? А? Да, вы абсолютно правы, товарищ Сталин. Уничтожив предателя и маршала, во главе с Тухачевским и прочими мерзавцами, мы обезопасили страну от возможных будущих потрясений. Да. Так, теперь давай о наших кремлевских делах. Безусловно, что товарищи Косюр, Эйхве, Рудзутак, Остышев, это все верные и заслуженные большевики. Соратники-ленинцы. Именно эти товарищи предотвратили большую ошибку, которую мы, правительство, чуть не совершили. Да, Лаврентий, да. Правительство чуть не совершило ошибку, разрешив эти тайные альтернативные выборы в Верховный Совет. А названные товарищи вовремя предостерегли нас. Назвали скрытых врагов. Но у меня такое чувство, что они не договаривают чего-то, что-то таят. вовремя. Ну, конечно, списки врагов народа приходят от них мест полные и помогают нам уничтожить контрреволюцию повсеместно. Но поверните, надо аккуратно разобраться, что у них на уме, а? Подробно, изучив этот вопрос, так сказать. А Ежов? Ха! Ежов! А? А! Слишком занят своими тройками. Товарищ Ежов очень популярный в народе. А товарищ Акин Джамбу про товарища Ежова песню сочинил. Вот. В сверкальни молнии ты стал нам знаком, Ежов, циркоглазый и умный нарком. Великого Ленина мудрое слово взрастила героя для битвы Ежова. Ласик. Скажи, Лаврентий. Да. Ты Ласику дал людей? Так точно, товарищ Сталин. Они уже на ближней. Товарищ Ласик, вы их там загружайте по самой, не балуйся. Это проверенный товарищ. Поехали, поехали. 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 Можно? Можно? Что тут моя хозяюшка делает, а? Сотаилась, как мишка в крупе. Да так, из старого платья кукле одежду шью. Я хочу своих кукол в младшие классы раздать. Ну а как же без приданного? Некрасиво. Пап, ну я же все понимаю. Мама, она ушла, умерла, а о нас совсем не подумала. Это ни хорошо, ни плохо. Просто так вышло. Но нам же никто другой больше не нужен. Что ты, дочка? Дочка, ну кто нам еще нужен, а? Почему тебе в голову эти мысли пришли? Да так, я же вижу это Александру Максимилиановну и Вальку-подавальщицу. Как они на меня смотрят, будто хотят у меня что-то спросить, но им страшно. Боятся, мою святану. Правильно делают, что боятся. Обидят ее. А ее секретаришка, как узнает об этом, как рассердится и всех, всех разорвет. Что ты? Ты, ты эти мысли гони от себя. Нам никто не нужен. Мы друг у друга есть. Нам и довольно. Есно? Да, папка, а ты не сердишься на то, что я мамино платье порезала? Что ты? Что ты, Светланка? Что ты? Она уже старая была. Мама сама хотела его порезать. Не успела. Режь. Режь, режь. Секретаришка, твой устал? А и то, это так. В общем, порядки у нас здесь строгие. Но, я так понимаю, вам не привыкать? Да, товарищи? Так точно, товарищ Вась. Ну вот, товарищи Мухин, Седов, они первое время с вами неотлучно рядом будут. Ну, чтоб вам побыстрее освоиться. Все вопросы по разнеобеспечению, по режиму, распорядку, все к ним. Ставлю задачи я. Все ясно? Так точно, товарищ Вась. Ну, проводите товарищи Захарченко по уралам в домик. И товарищи, оружие-то сдайте. Пока вы не оформлены, такой порядок. Ура! СТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Верон, глаз с них не спускать, Якутиярова ко мне срочно, он же у нас разведчик. Так точно, еще какой. Ну, пускай займется любимым делом. Ну, пускай займется любимым делом. Ну что, Сушка где? Здесь, в поселке, в баньке ждет. А помнишь, как ты на меня думал, что я его тестью не поймал? Да, прости, был неправ. Оказывается, все про Испанию знали, кроме меня. Ну, не все. С какого-то момента жизнь Сталина можно назвать жизнью в осажденной крепости. Он все меньше и меньше доверял своим соратникам. Считал, что в спину может ударить каждый из них. Он запугал их чистками 37-го три года. Но доверять до конца не будет уже никогда и никому. Одиночество власти. Он читал об этом у Макеавелли, у Кармзина. Но ничего поделать уже не мог. Как правило, так и бывает с абсолютной властью. Она берет тебя в заложники и не отпускает до конца, частенько отбирая еще и личную жизнь. Тень надежды Аллилуевой, ее самоубийство, не оставит его дом до самого конца. О новой женитьбе Сталин не думал. Дети росли быстро. Светлана на глазах превращалась в своенравную, с очень непростым характером юную девушку. Василий же в этот момент уехал учиться в Крым, знаменитое Качинское летное училище. Устраивал его туда Власик. Он же периодически справлялся об успехах, докладывая все, как есть Сталину. Что касается самого Власика, то по мере усиления его позиции вокруг все больше и больше стало появляться людей, клянущихся в безмерном уважении и личной дружбе. А на самом деле желающих совсем другого. Того, что и может дать знакомство с всесильным начальником личной охраны Сталина. Володя! О, а че двери нараслажка? О, какие люди! Привет! Слушай, я только что из Ростова делал там постановку спортивного праздника. Ну давай! Не-не-не-не. Чего? Чего? Ой, не узнаю. Ну, а че, ну а мы достраиваем поселочек для охраны рядом с хозяйской дачей. Ну, чтобы все как было в нормальных условиях, в плане чесноти. Ну, жалко, что он не ровно занят сейчас. Не хватает нам его? Ну что? Ну, ничего, как-нибудь, честно. Строимся без него, а я пошел. Вечером приходи, будут девочки из кардебалета Большого. Не знаю, Володь, не знаю. Ну, а что? Погоди, а ты чего приходил-то? А, Баловик, у тебя, например, тебе это какого-нибудь… Ну, профессора культуры. Надо, срочно. Дорогой мой, чтобы у меня на примете не было профессора по культуре, вот, вечером придешь, дам адресок. Хавер… А ты чего, решил культурой заняться? В общем, я Миронову поручу. Прошу. Спасибо. Сначала Володя Стэнберг, а потом ваш начальник, Власик, говорили, что ко мне какое-то важное дело. Так точно. Вы сможете с нами культурой позаниматься? Прошу. Ой, простите. Еще раз простите. За культурой. Ну, хорошо. Так. Вас и Власика я уже видела. Но мне надо посмотреть на других товарищей, которые нуждаются в культуре. Это запросто. Поехали. У меня есть пять минут. Спасибо. Да. Ну, ты, Котя Кобель, чего ты эту проститутку глазами сверлишь, а? Слушай, я по делу сверлю. А почему ты решила, что она проститутка? По-моему, порядочная женщина. Ах ты, Котя, какой же ты лягавый, если проститутку от порядочной отличить не можешь? Духи Клеопатра. Такими только эти пользуются. Вы скучали? Букетик, пожалуйста. Сдачу себе оставь. Спасибо. Поскучай-ка секунд двадцать, милая. Любезный, да? А что вам сказал вот тот человек за тем столиком? А, это меня гости часто просят, так совем вызывать. Можно адрес посмотреть? Я очень-очень исполнительный официант. Французский переулок, семнадцать, третий подъезд. Молодец. Вот иди дальше, исполняй. Исполнительный. Только пикнешь кому, будешь мертвый исполнительный официант. Понял? Товарищ, я очень-очень исполнительный официант. Давай-давай, гуляй, Вася. Прости. Давай выпьем за тебя. За меня? Варвара Григорьевна, проходите. Проходите. Садитесь. Погодите немного, я сейчас своих позову, хорошо? Угу. Угу. Я не могу. Варвара Григорьевна, позвольте преподнести. Ребята! Заходим! Давай! 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 Ой-ой-ой! Варвара Григорьевна. Это из нашей оранжереи Сами вращаются. Поздравляю, Варвара Григорьевна. – Спасибо вам. – Молодые люди. Благодарю. Без уважения к вашим заслугам. Благодарю. Вы очень тронута. Благодарю. Значит, вот вас культуре учить, да? Ну-ну. Здравия желаю. Разрешите в воде? Давай заходи. Ну, чего они там? Ну чего? До утра под окнами торчал. Замерз как собака. Чайку там возьми. О, спасибо. А пирожком угощусь? Угощусь, угощусь. Спасибо. Так. Так. Ну? Чего? Да садись ты. Ну, чего? Порулал, вышел. В три часа. А этот бобер там до восьми торчал. Дамочка до сих пор не выходила. Спит. Уработался, наверное. Да. А вот тебе еще материальчик. Знакомый фотограф дал. Он дамочек из спецквартир на заказ снимает. Ну, как-то у них там называется, рекламация, что ли? Хорошо. Проверим квартирку. М-м-м. Так может, я это… Я съезжу, проверю. Пока дамочка нежится в кроватке. Слава, спать иди. Отдыхай. Так от чего получается? Эти гаврики от Берии, они свою агентурную сеть типа через проституток вербуют? Проверим, Славик. Проверим. Проверим и доложим, куда надо. Ну, отдыхай. Угу. Есть. Я еще пирожок возьму. На. Возьму. Угу. Истака потом привези. Угу. Я еще помою потом. Угу. Прошу. Благодарю. Здрасте, Варвара Григорьевна. Здрасте, товарищ. Как доехали? Ой, я вообще удивляюсь, как классик вас до сих пор не выгнал. Ну, ехали еле-еле, как черепахи. А еще великий русский классик сказал, да какой же русский не любит быстрой езды. Ну-ка, ответьте мне, кто из великих русских писателей автор этих слов? Толстой. Ты не хочешься закружиться, загуляться, сказать иногда, а-а-а, черт побери, все! Ему ли душе не любить ее? Гоголь — поэма «Мертвые души». Браво, Эйсона! Ну, давайте, все, пошли. Да. Молодец. Умница, умница. А я хотел сказать Гоголь. А чего не сказал? Сказал Пушкин. А что это за Баба-Яга? Кто Баба-Яга? Так это ж режиссер наш, Мордовцева, Варвара Григорьевна. Она самого Станиславского учила. О как! Из бывших бабулька. А это не генерал или Мордовцева вдова? Театр делать будем. Ее к нам Власик одобрил. Ее еле уговорили, болит она сильно. Строгая, но очень, очень справедливая. Остановись! Остановись! Один удар! Один смертельный удар! Быть снова покинутой? Обнажись в свой меч и сжалься надо мной! О, ради Бога! Ради божественной милости! Я ведь больше не прошу любви! Я знаю, что там, в Ашине, наши созвездия враждебно бегут друг от друга. И прошу лишь смерти. Оставлена! Оставлена! Ты пойми весь смысл этого слова! Оставлена! Оставлена! Мне этого не пережить. Ты ведь знаешь, ни одной женщине этого не пережить. Смертина! Вот моя мольба! Взгляни! Мои руки дрожат! Я не смогу нанести себе этот смертельный удар! Я, я боюсь! Это блестящее острие, юноша! А ты? Тебе это так легко! Ведь тебе это так легко! А ты ведь мастер убивать! А? Ну! Ну! А в ножи свой меч! Я счастлива! И он раз! Мой Карл! Мой любимый Карл! Валька! Страх-то какой! Ой! Ну ты артистка! Как ты это? Беленькая! Ну! Дочь агронома! Вались, Томина! Так она это… Женитая! Ну как! Чай потом! Все потом! Пойду! Пойду! Пройдусь! А! Матрёна! Да! И это дай! Что они-то? Что они-то? Да! Итак, товарищи! Это финал великой трагедии Шильдера! В наших силах утопить зал в слезах! Ну! Готовы? Постараемся, Варвара Григорьевна! А можно я сегодня падать не буду? А что такое? Я баки таскала и спину сорвала! Какие баки? Товарищ Миронов, ну что такое? Почему у вас артистки таскают какие-то баки? Какие баки? Ну, баки! Я не знаю, какие-то баки! Потому что наши артистки на кухне работают! Свободное от сцены время! При всем уважении, Варвара Григорьевна! А что, у вас нет мужчин? Угу! Это непростительно! У вас жена есть? Она тоже баки таскает! Амалия с подорванной спиной! Да это вообще… Ну, конечно, это режиссерская находка! Странный выбор пьесы! Не находите? А что за пьеса? Разбойники! А, тихо-тихо! А то эта слава старуха, она сейчас выгонит! Угу! Начали! Разве великий грешник не может вернуться на путь истинный? Нет! Нет! Великому грешнику не обратиться! Все кончено! Все кончено! Я хотел повернуть время вспять! И вернуть свою… Бессмертную душу! Но тот… Рассудил иначе! Я не откликнулся, когда Господь призвал меня! И вот теперь, когда я ищу его! Он забыл про меня! Истомина! Неужели ты не видишь? Я готова даже на смертную только… от твоей руки! Истомина! Где страсть? Ну, страсть! Страсть! Тебя заколю через несколько минут! Сейчас! Ну, как? Да! С талантами здесь не очень! А я смотрю, вы тонкий ценитель, да? Давай! Реплику дай! Ой, я глупец! Ой, я глупец! Мечтавший! Исправить свет злодеяниями и блюсти! Закон беззаконием! Один удар! Один смертельный удар! А в наши свои мечи… Жалься надо мной! Прочь! 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 Я не убиваю женщин! Морозитель! Какая искренность! Какой тонко подметили! Так вот, чем она! Занята в свободное время! Артистка иди! Товарищи! Мы вам не мешаем! Нет! Извините! Извините! Что ты? Пойдем! Варвара Григорьевна! Еще раз? Да-да! Ой, я глупец! Ну-ну-ну-ну-ну-ну! Ой, я глупец! Да! Не ожидал я такого классика! Чего, Иосиф Виссарионович? Того, что он такой поселок для своих отстроит? Не для своих! Товарищ Накашицы! А для моей охраны! Меня удивило то, что он театр организовал! Так и я о том же! Искусство в массы! Это очень мудро, товарищ Сталин! Тут другой вопрос! Почему русскую пьесу не взяли? Я вот об этом как раз хотела поговорить! Выбор пьесы более чем странный! Хотя я считаю, что Шиллер очень сильный писатель! И эта пьеса вполне современная сейчас! Товарищ Сталин, вы совершенно правы! Шиллер — это просто гордость мировой драматургии! Я прошу прощения! Александра Максима Ильяновна! Я очень люблю Атинь по коридору ходить! Хе-хе-хе! Ой, какая мудрая женщина, аж страшно становится. Как ваша спина, Валентина Васильевна? Не слышу. Прошла. Ну и хорошо. Только вы не поднимайте тяжелых баков. Не надо. Для этого есть мужчины на кухне. Не буду, товарищ Сталин. А? Что у вас там происходит? Валентина Васильевна. Где, товарищ Сталин? На кухне? Нет. В красном уголке. А мы… у нас… Пьесу ставите? Да. Шиллера. Братья-разбойники. Власик решил всех привлечь. У нас даже банщик Дубинин разбойника играет. Культуру надо повышать. А что, русскую, если не взяли? Хотели ревизора. Но там декорации, сложные костюмы. А потом товарищ Мордовцева предложила Шиллера. Мордовцева? Да, это режиссер наш. Очень строгая, заслуженная и серьезная, товарищ Сталин. Ну, это я понял. Ну что, театр — дело хорошее, полезное и в культурном образовании очень нужное, очень. Только я вас попрошу по вечерам своими обязанностями не манкировать и чай все же мне отдавать. Не буду манкировать. Разрешите идти. Валентина, ну что, у нас праздник какой, а? Ну, я же это все не съем, никогда. Давай это все убери и оставь только суп и вино. Да? Угу. К сожалению, я ничего не смогу сделать. Нет. НКВД имеет право и ко мне с обыском прийти, товарищ Элидлуев. Ничего, звони, Паша. Да. Если что действительно будет в моих силах, я сделаю. Сергею Яковлевичу привет. Всего доброго. Вот что, Власик, я хотел у вас спросить. Как вы там? Сперия? Поладили? В целом, товарищ Берри — отличный работник, товарищ Сталин. Ага. Знаешь, нужно качу съездить. Так, навещать Василия — это обязанность товарища Беррия, как я понял. Угу. Ясно. Я забыл Ваське кое-какие книги передать. Ну, не в службу. Слетаешь на денёк? Есть, товарищ Сталин. Слетать на денёк в Качинске. Ну, это хорошо. Спасибо. Я сейчас письмо чуть кану Ваське, а ты через полчаса можешь отправляться. Есть, товарищ Сталин. Слышни, офис. Да, еще одно, товарищ Сталин. Надо бы мне в Качу съездить. Давно там не было. Там сейчас Власик. Ваську проверяй. Завтра здесь будет. Отлично, товарищ Сталин. Очень мудрое решение, как всегда. К присутствию моих сотрудников в Качу уже привыкли, а Власик — человек внимательный, обстоятельный, доточный. Он все как надо увидит и доложит по существу. Раз уж мы о Власике, товарищ Сталин, так как теперь я его непосредственно начальник, считаю необходимым требовать от Власика, чтобы он лично мне докладывал обо всех своих командировках, куда бы то ни было. Да, Валентий. Что? Я тебе уже говорил недавно. Остынь. Васика не трогать. Слушаюсь. 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 Ну, я понял. Ну, ничего. Берию пережили и Власика как-нибудь переживем. Да, войдите. Приветствую, товарищ Иванов. Товарищ старший майор государственной безопасности. Ну, не будем терять время. Как успехи курсанта Василия Сталина? Имел ряд нарушений в начале обучения, опоздание в учебно-летное отделение, пререкание со старшиной группы. Вот раньше был, да? Так точно, товарищ старший майор государственной безопасности. Раньше было… А сейчас как? В последнее время резко улучшилась дисциплина. Курсант Сталин Василий откровенно признает и охотно изживает недостатки. Осмотрительность в полете отличная. Пилотирует энергично, свободно. Отлично выполняет полеты на высоте с кислородом. Усвоение по элементам. Взлет – отлично. Набор высоты – отлично. Посадка на колеса. Войдите. Товарищ начальник училища, курсант Сталин по вашему приказанию прибыл. Вольно. Я на минуту. Ну, ну, садись. Дядя Власик. Папа не смог, да, приехать. Папа тебя на каникулы дома ждет. Ну, здорово. Ну, че, как ты? Как ребята? Да все хорошо. Тимур Фрунзе осваивается. Лешка Хрущев вчера двойку по географии отхватил. А вы, главное, сгущенку-то привезли? Да привез я все. И Чурхеллу привез, и Кизиллу, и книжки там тебе папа передал. Товарищ Иванович, мы прогуляемся? Конечно. Не прощаюсь. За мной. Дежурного по училищу ко мне. Срочно. Доброе утро, Валентина Васильевна. Доброе утро, товарищ Сталин. А, нет, я сам. Угу. Валентина. Да? А не хотите с нами прокатиться? Пап, мы опаздываем. Ничего, Британка, не опоздай. Я вот пытаюсь уговорить Валентину Васильевну с нами прокатиться, а она… У нас нет мест. Мы еще обещали Марфушу и Серго захватить. Поймаю. Хозяйка. Ха-ха, обижаешь, Коля. Я тебе таких девушек предоставлю. Привет. Привет, привет. Алик, нам как всегда. Здравствуйте. Слушай, ни один знакомый парикмахер сказал, что в городе организовано несколько квартир, ну, для солидных, ты понимаешь, ищущих мужчин. Так вот там такие конфетки, один раз увидишь, все на свете забудешь. Адресок. Стоп, Коля. Только давай договоримся с тобой. Без всяких инкведешнных штучек я тебе даю адрес, чтобы удовольствие получать, а не облаву устраивать. Ну, ладно, ладно, Володь. Я же тебе говорю, беру исключительно для себя. Ну, может, еще я порой, проверю, товарищи. Ну, отлично. Алик. Только я тебя прошу, пароль не забудь. Да не забуду, что ж, не подведу. Вот замечательно. На кухне Роберт. Да. Значит, ужин удался. Понимаю, вчера ночью к нам кто-то пришел и поговорил с матерью Евсенях. А потом она вбежала к нам как сумасшедшая и начала нас целовать. Надя, милая, подожди, не торопись. Давай помедленнее. А я слышала, как она рассказывала бабушке о каком-то одноруком человеке, который принес вести об отце. Но тут раздались громкие голоса, играющие. И оба мальчика присоединились… Надюш, солнышко, спроси, иди кто там. А если папа, то про чего врать? Про командировку? Ну… Алло. Да, Лиля. Что? Что, Сушка? Как забрали? Когда? Алло. Погоди, не плачь, Лиля. Тебя? Лиля, успокойся. Придет Коля и я… Алло. Алло, Лиля. Доча милая, принеси, пожалуйста, маме капли. Валерьяновые? Да. Сейчас, сейчас. Девушка, два, семь, девять. Срочно. Лиля. Коля родной, возьми трубку. Ну, где ты, Коля? День добрый. Милости просим. Давай. Семьдесят два десять. Нет его. Жена? Давай. Да, Люд. Ты чего, Люда? Оставляя чаевые, вы оскорбляете достоинство советского парикмахера. Обожаю оскорблять достоинство советского парикмахера. Надеюсь, я его достаточно оскорбил. Премного благодарны. Позвольте. Вообще-то я от Володи. Секундочку. Секундочку. Вторую часть пароля вы можете оставить себе. Вас кто-то конкретно интересует? Вот. У вас отменный вкус. Это наш золотой фонд. Ну, раз вы выбор свой сделали, я вам адресочек подправлю. Да-да, конечно. Прошу. Прошу. Спасибо. Всего доброго. Угу. Что! Что? То? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Твердый сука Твердый сука Как шанка Ну давай Ванька встань-ка Я повторяю вопрос Когда тебя завербовали С кем из троцкистской банды ты должен был выйти на связь в Испании? Какое задание тебе дал Ласик? Ласик Вот он-то тебя и гончит Тогда узнает Слышь За женушки твои взялись Да А то глядишь Дочуркина очередь подойдет Вдохнешь! Вздохни, Пабло! Вдохни! Хорьба! Хорьба! Сиди! Хорьба! В расход! Давай, давай! А? Ты мне сука Власика с потрохами сдашь Эй, там! Хватит орать! Уже не нужно! Хватит! Много! Не провожайте! Дорогу найду! ПОДПИШИСЬ! Спасибо. Ну что, девочка, пошли. Я Наташа Сушкова, Сергеевна. Ой, пошли, Сергеевна. Давай руку. Куда ж девчонку-то? В детдом, наверное. Ох, жалко Лильку-то. Она мне уколы ставила. Селедку таскала. А муж оказался врагом народа. Девчонку жалко. Пойдём. По репродуктору Лемешева передавать будут. Жалко ей. Узнала? Не надо на меня так смотреть. Тем более, что с тех пор, как Юдиев не смогла обезглавить Ила Ферна… Ну, ты тогда молодая была, зелёная. Дядя Лара мог бы и простить для первого раза. А он и простил. Даже работу дал. Послушай, меня не было, чтобы я не думала о тебе. Это хорошо. Это хорошо. Хорошо, что ты теперь на таком хорошем счету у нашего дяди. Дура. Ты должна кое-что для меня сделать. Дура. Вот это я дура. Дура. Дня не проходила, чтобы я о тебе не думал. Я тебя вытащу. Мы будем с тобой вместе. Веришь мне? А теперь слушай меня внимательно. А теперь слушай меня внимательно. А? Утро какое? Мирон! Видал, какое утро? Мирон! Ты чё? Мирон? Сушко арестовали. И Лилю тоже. А Натаха пропала. А Натаха пропала. Люда сказала. Просила позвонить. Натаха ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 25 ноября 1938 года у Николая Власика формально сменился начальник. В этот день Народный комиссариат внутренних дел возглавил его злейший враг – Лаврентий Берия. И хотя без согласия Сталина Берия тронуть Власика не мог, сам факт этого назначения стал шоком для Власика. Как ни странно, с приходом Берия уровень репрессии в стране резко пошел на убыль. И понятно, что заслуги Берия тут было немного, на то была высочайшая воля. Мол, чистку произвели, этих нет, а те далече. К началу 1939 года Сталин отбил у своих противников желание даже думать о заговоре против него. То, что во время этой войны верхов пострадали десятки тысяч невинных людей, попавших под маховик арестов в 1937-38 годах, его, похоже, мало волновало. Он все больше превращался в сектант-одиночку, если можно так выразиться, о руководителе великой страны. Власик своего хозяина, как он стал называть Сталина с некоторых пор, во всем оправдывал. Задумываться он начал лишь тогда, когда были арестованы несколько человек из его ближайшего окружения. Коля! Картошечка – лучшая закуска! О! Мирон говорил, что это ты его просил скопировать юдив. Давай, Коль, садись, садись. Коль, я слышал, у вас в ведомстве кое-какие перемены грядут. Ну, я к тому, что, может, старые дела, которые еще, ну, этот, Ежов заварил, может, как-то, ну, пересматриваться будут. Ну, ты понимаешь. Ты все про Витковскую, что ли, хлопочешь? Нахлопотаться не можешь. Володь, я же тебе говорил, я другу своему помочь не могу. А ты хочешь, чтобы я из-за какой-то дамочки свою жизнь и жизнь своей семьи на кон поставил? Я понимаю, Коль. Понимаю, понимаю. Я, я все понимаю, прости. Давай, Коль, за наших друзей нет. Давай-ка лучше за подругу, а? Давай, картошечка закусывай. Ай! Обжегся, Коль. Давай, картошечка закусывай. Ай! Обжегся, Коль. Что? Пара? Продолжение следует... Ирия. 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 Что вы все заладили? Ирия. Ирия. Скажите, Ласик, я что, идет? А может, я какой? Слабоумный? Никак нет, товарищ старин. А почему вы все считаете, что я не замечаю, что вокруг творится? А ну, иди сюда. Иди. Вот. Вот. Начальник северо-кавказской железной дороги. Ор. Товарищу Сталину сообщение лично. От заместителя этого Никотя. А вот директор дворца культуры красных моряков, поезженец. От главного бухгалтера. Да не Синь. Что тут у нас еще? А! Вот, Ласик. Вот. Синь, настоятельно рекомендую присмотреться к деятельности своего отца. Да. Там наркома водных путей сообщений. Полстраны друг на друга пишут. И мне. Веселяют. Ласик. 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 Ласик, я все знаю. Все. А если я не требую арестовать этих людей, значит они мне зачем-то нужны. И беременный тоже нужен, такой, какой он есть. Хитрый, умный, расчетливый, жесткий и жадный. И этот большой мельгель. Хотите, товарищ Лукин? Доклады товарищей Парулава и Захарченко с ближней неутешительны. Что, все так плохо? Что, все так плохо? Лукин, где? У Берии. Да, то, что мне нужно. Ну все, забрал. Николай Сидорович. Маша, не беспокойся. Блиндажи с использованием естественного рельефа местности восемь штук. В квадратах девять и двенадцать. Ай, молодца, Власик. Молодца. А вот тут, не доглядел, мы тебя вот тут и обойдем. Вот какие мы молодцы, а? Да, чуть не забыл, товарищ нарком. Да. Водилка Матвеева доставили друга Власика, некоего Сушкова. Это который с Власиком еще первые мировые воевал. Потом в охране товарища Сталина служил. Из Испании вернулся этот герой. Так точно, товарищ нарком. Так вот, вернулся он из той Испании и оказался врагом народа. Хотя на допросах… Ничего не показал. Так точно. Понятно. А как Власик среагировал на арест своего закадычного друга? Да никак. Понятно. А вы ведь с Власиком когда-то вместе у товарища Меньшинского начинали. Или я ошибаюсь? Так точно. А вы ведь с Власиком когда-то вместе у товарища Меньшинского начинали. Было дело, но пути наши давно разошлись. Хорошо, товарищ Лукин. Спасибо. Свободен. Миша! Миша! Я слышал, у тебя жена художница? Да, из художественной академии взял. А какие цветы она любит? Лилии. А что? Нет, ничего. Свободен. Есть. Ну, здорово, Лука. Давно не виделись. Здорово, а. Да, действительно давно. С момента твоего ухода в охрану. Ну да, точно. Я чего хотел. Спасибо тебе. За что? За документы. Откуда? Как откуда? Ты же сам мне их дал посмотреть. Сука! Я же всем расскажу, что ты у меня их выкрал. Ну, подожди. Что ты? Подожди. А я скажу, что ты мне их сам дал. Поковой проверять, пока то да сё. В общем, Лукин засада. Куда ни кинь, везде клин. Чё тебе надо? Надо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуй, Лют. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Чего ты смотришь? Чего ты смотришь? Так. Считай, с прошлого года не виделись. Как вы тут? Спасибо. Все хорошо. Как ты? Ничего, все в порядке. Спасибо. Я вот вам с Надюшкой принес. Спасибо, очень кстати. Надюша чулки и ботиночки просит. Совсем барышня уже. Лют, я спросить хотел. У тебя есть кто? Ну, давай. А вот, курицу. А вот и я. А вот, курицы. Ну, курицы. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Тебе, наверное, пора. Гืопоя. Продолжение следует... Добрый вечер, Николай Сидорович. Как романтично, а? Не знал бы вас, думал, с ума сошел. Наш бравый комиссар госбезопасности. Вечером мужине встречу назначить. Что случилось? Добрый вечер. Вот здесь, безусловно. Добрый вечер! Васяк, зато теперь я знаю, на что вы способны ради дружбы. Ладно, я помогу вашему товарищу. Завтра. Сегодня. Сегодня. Да, так точно, товарищ Берия. Нет, пока молчит, сучок. Да, но мы его разговорим. И не такие пели. Да. Будет сделано, товарищ нарком. Жена Сушкова отбыла по этапу. Малолетняя дочь. Отправлена в приют. Так точно. Хорошо, товарищ. До свидания. Давай, давай. Вперёд. Встал. Встал, давай. Да что вы, давай, давай. Встал. Да встань ты. Встал, давай. Налее. Во! На линии огня. Шагом марш! Налее. Во! Готовься. За Сталина. За Родину! За Родину! За Родину! За Сталина! За Сталина! За Родину! За Родину! За Сталина! За Родину! Субтитры сделал DimaTorzok Если обосрался, вымыть из шланга и ко мне в кабинет Надеюсь, что не поддох Лукин у себя? Да Кто там? Гражданин Лукин, вы арестованы Сдайте оружие Не трогай там ничего Выводите Есть Стоять, сядь Лукин, сядь Миша, чего тебе не хватало? Выводы Есть Вперед Здравия желаю, товарищ комиссар По поводу Сушкова Приказ об освобождении Вперед Опоздали вы Опоздали вы Не понял Документы в порядке Подписан товарищем Берии Он умер Сушков ваш От сердечного приступа Вчера ночью в кабере Что он сделал? Что он сделал? Умер от сердечного приступа Тихо, 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 все, все, продолжаю Последняя попытка Кто сфальшивый, сразу к стенке Все Да? И Ой, мороз, мороз Не морозь меня Не морозь меня Моего коня Моего коня Спасибо, что позвонили Ну да, никогда его таким не веду Коля, Коля, да Коля, Коля, это я, Мирон Да Что? Мирон Ты что, Саня, я вижу, кто ты Пойдем Пойдем, выйдем Я вижу Я же с ума сижу У меня жена На Сушкова Инфаркт Ой Вот ты знал, что у него сердце не к черту Нет? И я тоже не знал А они знали И Берей его убил А? Вы Слышали вы? А? Ой, мороз, морозь Все Все запомните это имя Вы Берей Пойдем Пойдем Я потом за все заплачу Ласик велел Докладывать мне Обо всех проверках Его объектах Назначаемых товарищем Бери Зайди Разрешите войти Молодец, Нодар Хорошо поработали До поры пускай у меня полечить А с ним что? Пускай сидит За халатность Потом посмотрим, что с ним делать Свободен Есть Коль, я понимаю, как тебе тяжело Слышишь? Ты все правильно делал И друга хотел спасти И к Сталину ходил Правильно? Просто жизнь Стерва такая Она ж всегда бьет по морде тех, кто от нее не прячется Коль Давай Не чокайся Сейчас Сейчас За тебя боюсь Пора тебя оттуда вытаскивать Ну, глупости, Коль Глупости Слышишь? Ну 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 Во-первых, Берия никогда не додумается, что это я скопировала документы А во-вторых, я осторожная Я хорошая артистка Слышишь? Никому тебе не отдам Глоткой всем перегрызу Только ты со мной была всегда Я буду с тобой Я всегда буду с тобой, Коль Слышишь? Коль Колечка Коль Я передам своим коллегам ваше приглашение, господин посол Я передам своим коллегам ваше приглашение И смею заверить, мы с радостью посетим ваш прием Германия – надежный друк для СССР Мы безусловно пришлем каждому члену правительства персональное приглашение И ваше слово, господин Молотов, для нас значит очень много И если, господин, простите, товарищ Сталин Посетит наш прием, для всей германии это будет большая честь Я передам товарищу Сталину ваши слова Я передам товарищу Сталину ваши слова Какие эти большевики, милые, скромные, воспитанные люди Когда спят зубами к стенке Кажется так Ты и привез то, что я просил, Вилли? Да, можем сейчас посмотреть На обиду русской земли, Сталин Я люблю их русское кино Оно такое наивное, в нем столько еврейского А моя бабка, как ни печально, была из семитов Ах, ты говоришь чушь Вилли, если тебе кто-нибудь скажет, что русские не готовятся к войне, не верь Они вполне готовы воевать Товарищи У нас нет иного выхода Как только заключить в Германии Пакт о ненапатине Нам просто необходимо закончить эту пятилетку Ревооружимся и тогда Я… Я надеюсь, что все присутствующие понимают это Вот и хорошо Славно Тогда я не буду вас задерживать Идите и работайте Каждый по своему направлению, но в контексте общей цели Пока Так, товарищ Лаврентий, задержись, поговорить надо Давай 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 Здравствуйте Здравствуйте, Аркадий Борисович Ну что, Анастасия Евгеньевна Ну Очень рада вас видеть Вот немецкий Контрабандный товар, так сказать Спасибо большое Господи, а какое счастье Что вы у меня есть Потому что хорошую контрацепцию в наше время днем с огнем не сыщешь Ну, знаете Что? Что? Будьте аккуратны Ну, вы же знаете, не больше одной таблеточки Да-да-да, я все знаю, конечно До новых встреч Всего доброго Очень вам благодарна Ага Боже мой Куда катится этот мир, когда такие женщины идут на панели Боже мой Здравствуйте 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 Молодец Хорошо играешь Спасибо Ммм, какие хорошие копии Врубель безумно, в Кандинске вообще болезненно, Бенуа женственно, Греков помпезно, в Лавицке божественно. О, Каменев, а ты мне не говорил, что любишь Каменева. Я не все тебе говорю, дорогая. К тому же слова. Это так скучно. Правда ведь? Ну, перестань, Лар, ну, перестань. Ты такая ревнилая. Перестань. Ух ты, лилии. Откуда ты знаешь, что я люблю лилии? Я тебе тоже не говорила? Спросил у одного товарища. Говорю, какие цветы любит художественные натуры. Он мне сказал, лилии. Лара, Ларочка, Ларочка. Что? Хочу кататься. Правда, очень. Ну, покатай. Ну, Лара. Можно сто лет знать человека и не знать его совершенно. Ты же ненавидела, начну езду. Ну, слушай, я шампанское тоже не любила. И что? Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, Ларочка. Ну, Лара. Ну, хорошо, хорошо. Пойду насчет машины распоряжусь. Ура. Только ты никуда не уходи. Жди меня здесь. Лара, ты бог. А вот оно как. Наш нарком, оказывается, устаивает по какие доходы, идущие из грузии. Ловко. А это дела, а? Ну, ладно. Как же ты все это запомнила? Я искусствовед, Коль. Я дочка академика-искусствоведа. У меня отличная память. Ты забыл. Дай мне водички, пожалуйста. А ты чё? Приболела? Это от нежелательных неприятностей, Коль. Ну-ка, дай гадость эту. И больше не пей. Я хочу, чтоб ты у меня сына родила, а ты… А если дочку? Ну и похрен. Значит, следующего сына. А потом еще дочку. Зайди ко мне. Разрешите войти? С этого дня, глаз Анастасии Эмилины не спускать. Докладывать лично мне все встречи. Все контакты. Вплоть до маникюрщей и массажистки. Включая дворников и клиентов. Всех. Есть. Товарищ народный комиссар. Разрешите доложить? Что у тебя? Я давно уже присматриваюсь за Анастасией Эмилиевной. С тех пор, как она к вам на дачу зачастила. Представил к ней своего человечка. Молодец. Свободен. Есть. Серго, слышишь меня? Да, да. Вот мне не нравится, например, как ты Марфу называешь. Почему? Ну какая она Мара? Она Марфа. Это как папа меня святанка, а Васька вообще пупок. А я, между прочим, Светлана. Привет. Ну что, я опоздала. Как всегда. Ерунда. Хочу мороженого. Пойдем, но у тебя шнурки развязаны. А к нам скоро в гости Яша приедет. С женой приедет и дочкой. Она балерина. Дочка? Уже? Вот глупый. Да жена. Жена Яшина – балерина. А отец обещал меня вместе с Яшей и Яшиной семьей отправить на все лето к ним на дачу. В ход Петергоф. Здорово. Ну все, Лаврентий, иди отдыхай. Угу. Я еще поработаю. Я тоже еще кое-что доделаю, товарищ Сталин. Слушай, а как твой сынок? Сергота? Да. Спасибо, что спросили. Очень хорошо, товарищ Сталин. Обзавелся уже парочкой друзей. Ну и про врагов не забыл. Мужчина. Этого верно сказали, товарищ Сталин. Действительно мужчина. Уже подружку себе присмотрел. Марфу Першикову. А мы с Ниной не против. Хорошая семья, хорошая девочка. Это вы молодцы, что не противитесь свободному выбору сына. Молодцы. Скажи, Лаврентий, говорят, что ты из Грузии каждый месяц посылку получаешь. И там чучхела, тклапи, очика, хурма. Ну, еще что-то. Смотри, Лаврентий, за что, соратнички, что ты за что-то борзими щенками берешь? Товарищ Сталин, какими щенками? За какое что-то? Шучу. Шучу. Иди, Лаврентий. Слушаюсь. Какие вы молодцы? Почти. Нам Лаврентий Павлович сказал. Ну, как настроение хозяина? Да, дядя Лара сказал, что и нам будет полезно в свежем воздухе поработать. И тебе приятно на нас, работающих, смотреть. Аккуратно, девочки. Куда блин? Пап, а можно мы вечером с ребятами в кино сходим? Давай, до вечера. Доживем. Шветланка. А, молодцы. Хороший. Давай сюда. Сожениться. Хороший. Давай его сюда. Ага. Да. А этот Сожениц, Яши назовем. Дай лопату. А? Смотри, Серго. Вот. С этой стороны. Потом. Немного с этой стороны. И так. По кругу. А? А? Угу. Потом. Полей и притопчи. Хороший. Красивая. Яблонько вырастил. Якоб. Хороший. Шветланка, я тебя умоляю. Краблями, аккуратно. Все хорошо, пап. Папа. И что думаете? Одними усилиями Господа Бога и товарища Молотова факс Гитлером подписан? А? Чтобы для всех вас санаторно-курортный режим устроить? Если вы не знаете, что творится у вас в наркоматах, зачем вы тогда такие нужны советскому народу? Не надо. Сам еще могу. Пока. Да. Почему не может подойти? Я понял. Разрешите? Принес. Давай. Об исполнении сразу же доложите. Передать лично в руки. Вот адрес. Дай веревку там. Перевжи. Сровнять. Есть. Значит, это и есть. Кертежи. Ракетных установок, которые вы заработали. Так точно, товарищ Сталин. Поторопитесь. Очень поторопитесь, товарищ Костиков. И вообще, почаще общайтесь с военными. Вот. Товарищ Жуков. Он вам, товарищи конструкторы, про ваш поворотный механизм все, все расскажет. Как вы его на Халкинголе подвели? Я уже ознакомился с отчетом о производстве фороха и снаряда. Производство идет плановым темпом. А вот, а вот производство Кильц отстает почти что в два раза. Как это здорово получается, а? Приходит, что нет у нас боеприпасов в нужном количестве. И что? Думаете, что товарищ Сталин попросит Китлера и тот вам даст передышку? Пару лет, а? Вот вам всем передышка! Вот она! Привыкли, что товарищ Сталин делает за всех всю работу. Вы что думаете? Это будет продолжаться вечно? А вот мы с товарищем Белия так не думаем. Верно, Валентий Павлович? Так точно, товарищ Сталин! Сядь! Все силы, все наши силы нужно собрать вот так! Кулак! Кулак! Товарищи наркомы и красные командиры! Товарищи наркомы и красный командиры! Заключенные, один восемьсот… Сижу! Свободен! Есть! Садись! Переводим тебя сегодня, на поселение, заменили тебе меру. Только ты там особо-то не болтай. Вот и они так захотят. Сходи. Разрешите войти. Наташа Сушкова из приюта доставлена. Дочь тебе возвращаем. Так, документы мне на подпись. Срочно. Есть. Наташа Сушкова прибыла. Вижу. А можно мне кусочек? Не плачьте. Возьми. Мама. Не плачьте. Возьми. Мама. В 1941 год страна встречала, как обычно, с шампанским, новогодними тостами, пожеланиями счастья и добра друг другу. Пожалуй, никто из жителей огромной великой страны, занимающей одну шестую часть света, не догадывался, что 1941 разделит их жизнь на до и после. Хотя в Европе воевали уже полтора года, многим казалось, что нас это не коснется. Не решится Гитлер напасть на СССР. Так считали простые люди. В Кремле настроения были совсем другие. Донесения разведки становились все тревожнее и тревожнее. Называлась даже точная дата нападения – июнь 1941 года. Но Сталин этим донесением не поверил. Мол, Гитлер не сумасшедший и понимает, что не сможет воевать на два фронта. Прежде чем напасть на СССР, он обязан разобраться с англичанами. Это была роковая ошибка Сталина. За эту ошибку вскоре страна заплатит огромную, непомерную цену – 27 миллионов жизней своих лучших сынов и дочерей. Но все это будет потом. А пока жизнь в стране, в Кремле, на ближней даче в Кунцево текла своим чередом. Встречаются они уже полгода звать Галина Бурдонская. Фамилия ей от француза досталась, от прадеда. Так. А откуда эта правнучка французская у Васьки велась? Так он ее у Меньшиков отбил, у хоккеиста. Утруга? Ну, да. Вот мерзавец, а! Ух, жени! Полгода, говоришь? Давай, с кей-то срок. Вот. Семья полная. Отец чекист, мать домохозяйка. Единственная дочь, ну, серьезная девушка. Собирается, собирается поступать на редакционно-издательский факультет Московского полиграфического института. Ночевать у него еще ни разу не оставалось. А, что-то на Василия это не похоже, да? Ну, дайте бог, нашему теляте волка сожрать. Ощущение. Только не спрашивайте меня, Власик, кто тут волк, а кто телятий. Пойдем, вина выпьем красного. Пойдем. Володь, Володь, ну у тебя совесть есть, почему ты не готов? Ты знаешь, Асечка, я почти понял, как можно ты только представь себе, триста головей заставить вылететь трубу, созданную из девушек-спортсменок. Я гений! Игорь Северянин, своей победой упоен, Я постоградно уэкранен и постосердно утвержден. Аська, слушай, Аська, я им такую ноябрьскую демонстрацию придумаю. Ах, даже в Германии такого не видели. Ты даже не представляешь. Вот он будет. Настоящий. Настоящий треумволе. Понимаешь, даже эта ублюдочная Реня Лифеншталь никогда такого не видела. Во-первых, Игорь Северянин запрещен. Во-вторых, ты не одет. А в-третьих, очень опасно соперничать с любимицей фюрера. Я гений. Ты забыла. А она баба. Бабы дуры. А фюрер вообще психопат. Поехали. Прошу. Лара, ну может не стоит дразнить гусей бриллиантами? Дорогая, иногда даже нужно подразнить. Ну-ка. Кто может сравниться с Матильдой моей, сверкающей исками темных ночей? Бриллианты носить — это тоже искусство. Не каждый это умеет. Вот так. Давай, опаздывай. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Да, пили много. Будьте здоровы. Спасибо. В кое-веки решил порядок навести. О, нашел. Приглашаю вас обоих на экскурсию во время. Пошли на воздух, чахоточные. Ах, да что ли! Эх, Клим, пустая голова. Все в ней в кучу свалено. А лучше быть хвостом у льва, чем расти, Валя, жопую у Сталина. А хорошо, он тогда Климушку припечатал, а? Это, это еще Ижов при обыске у Радека нашел и мне принес. Посмеяться. Посмеялись. Зачем храню? Под львом он, Лейву Троцкого, имея в виду. Вернее был его прихвостень, Карл Радек. Так, талантлив был, черт, очень талантлив. Насколько анекдотов от него осталось. Трудно разговаривать с товарищем Сталином. Ты ему в цитату, а он тебе в ссылку, не в профи, а в класс. Давно нет его. А мы все смеемся над шутками. Сонятно. А как образован был. Вот. Моя борьба. Адольф Гитлер. Перевод Карла Радека. Издание 33-го года. Мы и стали это дерьмо малым тиражом для наших политработников. Ну, до внутреннего пользования, так сказать. Чтобы они ознакомились и приняли к сведению. Приняли. Ознакомились. Всем спасибо. Прекрасное начало, Лара. Ну? Добрый вечер. Добрый. Боже, какая приятная и неожиданная встреча, Лаврентий Павлович. Не нотай, Муразовна. Вы меня помните? Узнала, Ася. Ну, какая ты стала. Была такая худенькая, глазастая девочка. А теперь… Спасибо. Да-да. Ну, как вам, пиковая дома? Восхитительно. Ну, Левишев хорош. Действительно, согласна с вами. А мне, знаете ли, Козловский лучше. Добрый вечер. Добрый. Разрешите вам представить, это мой будущий супруг Владимир Стэнберг. Он у нас знатый козловитянин. А я, знаете ли, лемешистка со стажем. Да-да. Единство и борьба. Такая же музыкальная история в нашей семье. Да, Лар? Да, дорогая. Стэнберг. Знакомая фамилия, где мог ее услышать? В комитете по делам искусств при наркомпросе. Вероятно, товарищ Белия. Лаврентий Павлович. Да-да, конечно, Лаврентий Павлович. Мне товарищ Храбченко поручил оформить ноябрьскую демонстрацию. Ну, конечно же, конечно. Да, он мне еще говорил, что начал талантливого и тонкого художника. Кто-то ему посоветовал, а вот кто, не припоминаю. Прошу прощения. Я вынуждена откланяться, и мы должны идти, потому что у моей бабушки сегодня юбилей. Спасибо вам большое. Всего доброго. Наши поздравления, бабушки. Приятно, Ася. Всего доброго. Пойдем. Надо же. Такая серая мышка была, теперь просто дама с камилеями. Эта серая мышка была моим лучшим агентом. Попадешь ты замуж соблазь. Я очень в этом сомневаюсь, мой друг. Мне тебя к себе в ведомство надо брать. Ты всех насквозь видишь. Тебя тоже. «Тихо, тихо, тихо». А, Оля. Спасибо, Валентина. Ласик, как вы думаете, какое расстояние между этими деревьями? Метров полтора, товарищ тренд. А я думаю, что метр шестьдесят. Надо будет завтра проверить, чей голос острее, мой или ваш. Странные люди были, мои соратники. Им надо было объединиться и ударить, как говорится, единым фронтом. И все, и добились бы. Вместо этого каждый из них пытался доказать, что он умнее, хитрее и лучше других. Дураки. Сами себя и… Идите, Власик, я хочу побыть один. Кстати, какой сегодня день? Двадцатый июня, товарищ Сталин, пятница. Да, завтра будет новый день и новые саботы. Ласик, я на полигон не поеду. А вы поезжайте и доложите мне лично, так ли хороша эта ракетная установка. И еще, лично проверьте. Оправляющие должны быть семь тысяч миллиметров. Так точно, товарищ Сталин. Вот список. И еще Люда просила, чтоб ты по дороге домой вот это вот лекарство купил. Затуши, Костюр. Есть. Как вы только что картошку назвали? Бульбы. О, как. У нас так дома картошку называют. А вы откуда? С Белоруссии. А, мой тоже белорус. Бульбаш. Так что, давайте-ка еще мне килограмм бульбы. Хорошо. Сделаем. Асенька. Здравствуйте, тетя Нино. Здравствуй. Какая ты хозяйственная. За покупками сама ходишь? Да. Я очень рада вас видеть. И я рада. Очень красиво. Нет. Ну, как ты, Асенька? Хорошо. Как твой будущий муж? Хорошо. Стендерка, кажется. Да. Ваша бульба. Сколько за все? 48,50. Пожалуйста, сдачи не надо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Я вам с Надюшкой дачу корму обеспечу. Пускай подышат соснами. Морем. Вообще это не дело. Каждую весну кашлять болеть. У нее аллергия, Коль, на цветение. А это что сейчас холера? Давно я не слышала от тебя этого любимого словца. Холера. Аллергия, а это извращенная реакция организма. Ну, в общем, долго объяснять. Серьезная болезнь. Я надеюсь, мы ее вылечим. А от дачи в Крыму спасибо. Это очень хорошо. Хорошо. Тебя может постелить на диване? Да нет, спасибо. Вставать я сегодня не заре, так что. Поеду. О. Спасибо. Смотри, если хочешь, оставайся. Ты тут хозяин. Здравствуй, Ася. Здравствуй. Тебе можно? Не стоит. Я здесь не за этим. Мне бы раньше с тобой встретиться. Наставить на путь истинный, так сказать. Ну, все дела. Дела государственные. Да и не верилось. Ну, ладно, Власик. Бульбаш. Что с него взять? Ну, ты-то. Ты. Неужели ты такая дура дорогая? Вы с этим сторожем, правда, думали меня перехитрить? Меня? Что ты ему рассказывала? Быстро. А что я знала-то? У тебя теперь два пути. Первый. Ты докладываешь мне о каждом его вздохе. В склипе. А ему передаешь информацию, нужные мне. Второй. И вон и расстреляем. А ты, милая, в лагере долго не протянешь. Мужском я имею в виду. И брось ты эти все свои замущества. Возвращайся в дело. Вон. В постели. Вот это у тебя лучше всего получается. Уж поверь опытному дяде Ларе. Сколько же в тебе нежностей? Как я правильно тебя когда-то угадал, а? А тебе сколько лет? Семнадцатой было? Да. Я рад, что ты меня правильно поняла. Поверь мне, зона не для таких, как ты. Ну, мне пора. Ну, ладно. В другой раз. А в другой раз? Обслужи-ка себя сам дядя Ларе. А стучать на коле я не буду. И зоны меня пугать не надо. Пуганная. Центральная. Алло. Алло. Найди мне камдива Жукова. Ну, я ж не прошу тебя с Луной меня связать. Да? Одно и то же? Ну, это как усмотреть. Давай, жду. Давай, иди. А-а-а. Бэй, бэй... Тихо. 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 Да, чё ты забыл. Со зном твоей звонила ночью. Чё хотела? Просила позвонить. Тихо. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Коля, это выгнал сделал. Коля. Война. Это Берей её убил. Поехали, а минута к нему. Поехали быстро. Мирон, помоги мне. Надо её забрать. Мирон, ну, ну, давай, Мирон, помоги. Мирон, нельзя её остановить. Мирон! Коля! Война! Мирон! Война, Коля! Мирон! 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 Мирон... Мирон. Изучаю обстановку, товарищ Сталин. Ну, и если вы изучаете обстановку? Поделитесь с нами, а? Если она вам известна. А если она не известна. Что вы там, изучаете? Успокоились, товарищ Жуков? Сядьте! Да! А, подрешите, товарищ старый. Потом садитесь, Тимошенко. Слушаюсь. Я за четыре дня до начала дал вам директиву о приведении войск к полной боевой готовности. А вы не проверили исполнение. А в западном округе ваши вояки вообще на директиву положили большой с прибором. Сталин, вам не нянька! Все свободны. Васяк, то с семи утра меня не будите, если ничего серьезного не произойдет. История старого. Оля. Да. Горячего чая приготовь мне с мёдом и лимоном. Сразу, с утра. А сейчас? Может… Идти. Ну… Моя. Тяга. Тяга. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Извините, товарищи, машинистка сегодня как сонная муха! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать! Добро пожаловать в Казахстан! Чейте! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Одни все, кто выйдет в дошло в бал RB! Говорит тот факт, что уже в июне 1941-го было принято решение об эвакуации вглубь страны всех кремлевских сокровищ, секретного архива и даже тело Ленина из мавзолея. Отвечал за эвакуацию в том числе и Николай Власик. Москва еще не стала прифронтовым городом, работали парки, кинотеатры, кафе, рестораны. Но с каждым днем настроение людей менялось. В столице, в частности, и в стране в общем нарастали страх и тревога перед неизвестностью. С фронта начали прибывать первые эшелоны с ранеными. В то же время в военкоматах не было отбоя от добровольцев. Как и всегда бывало в нашей истории, всю тяжесть ошибок своего руководства взвалил на свои плечи советский народ. Не случайно в первом своем обращении к нации 3 июля Сталин произнесет знаменитое «Братья и сестры». В первые дни войны ушел на фронт Яков. Рвался туда и Василий, закончивший Качинское летное училище. Перед отправкой на передовую Яков заехал к отцу. Расставание получилось не очень теплым, скомканным. Сталину в эти дни было не до детей. Если бы он знал, что больше Яшу не увидит. «Братья и сестры, бойцы нашей армии и фото, к вам обращаюсь я, друзья мои. Переломное военное нападение Кинзаровской германии на нашу родину, начатое 22 июня, продолжается. Несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты. И нашли себе могилу на полях сражения в Рад, продолжают лезть вперед, бросая на фронт новые силы. От нашей Родины нависла серьезная опасность. Силу навязанной нам войны наша страна вступила в смертельную схватку со своим злейшим и коварным родом. Германские фашизы. Наши войска героически сражаются с врагом, вооруженным до зубов, танками, авиацией, «Красная армия» и «Красный флот» преодолевая многочисленные трудности. Там утвержденно бьются за каждую пьянь советской земли. Строй машины. Техника выехала своим ходом. Будут к 18 часам. Место для бункера геодезиста определили вот в этом районе. Рапсила. Комендатура Кремля выслала два отделения молодых. Вот списки. В размещении провиант готовы. Калькуляцию предоставимы. Связь. Шифровальщики связи работают. Вот список кодов. Обновление ежедневно. Так, маскировка. Строение маскируем в соответствии с протоколом. Триста по полста метров маскировочной сетки доставлены. При вас. Витамины, поддерживающие питание, предоставлены вот с расчета. Вода в сотохранилищах пополнена. Все, по коням. Тащик. Тащик. Здравия желаю, Тащик Талинус. У тебя секатор есть? Так точно. Найдем. Никому это чего нет тела, а. Венин оставил нам великую страну, а мы ее просрали. Расрали. Юрий Фессурионович. Так, и последнее. Товарищи Спиридонов. Марченко, Скрыльник, Голубев, Власик, Астарис. Остальные свободны. Значит так, товарищи, это постановление Политбюро ВКПБ об эвакуации. Прошу вас ознакомиться и подписать здесь и сейчас. Тоже расписывайтесь и свободны. Отвечаете каждый на своих местах лично. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да. Разрешите, товарищ народный комиссар? Пойдем. Свободен. Есть. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да. Понял. Хорошо. Товарищ Власик, вам что-то не ясно? Все ясно, товарищ нарком. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА – Решите идти? – Да. Есть. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это что за холяра? Я говорю, товарищ Сталин, давайте лучше я сам. А он уйди, Дубинин. Ты сам уже тут джунгли американские развел. Мне, говорит, надо отвлечься, подумать, вот и отвлекся. Подумал. Ну а что сидишь? Давай убирай. Так я ж так точно. Давай-давай-давай. Реши-реши-давай. Первый раз Москву бомбили 21-го июля, всего через месяц после начала войны. Происходящее не хотелось верить, но немецкие самолеты все чаще появлялись в московском небе, и вот уже первые бомбы упали на территории Кремля. Прямым попаданием была разрушена часть арсенала и погибло 20 бойцов кремлевского полка. Это стало толчком к принятию ведомством Власика экстраординарных мер. Далее окрашиваем кремлевскую стену по всему периметру, света, городские кварталы. А зубцы закрываем сеткой. Товарищи специалисты, нельзя ли сначала вот по этому объекту, а уже потом? Нельзя. Категорически нельзя. Поскольку основными ориентирами для немецких летчиков служат излучина Москвы-реки, стрелка, обводной канал. Мы должны закрыть, замаскировать их под улицы, а реку заставить старыми баржами и разрисовать под крышей домашнюю. Да, не ошибся в нем. Как его? Академик Борис Иоффан, охудожник Федоровский. Товарищи, у меня под мавзолеем стоит кремлевский полк и саперы. Они ждут. Щиты с внутренней металлической конструкцией легко крепятся, легко монтируются и легко демонтируются. Простите, вот вам, пожалуйста, по мавзолею, товарищ комендант, он маскируется щитами под дом с мезонином. Щусь уже там, он вам все подробненько… Вот, а на крышу арсенала наносится рисунок дорожной перекрестки. Все колокольни и купола красятся в серый цвет. Да-да, и кресты надо снять. Да. Ну, Власик, знал я, что ты хитрый мужик, но чтоб до такого, дом с мезонином, говоришь? Да я что, вот. Товарищ, спасибо, вы свободны. Надо еще успеть тело погрузить. Коль, а кто будет сопровождать товарища Ленина? Медики-бальзоминатора. Товарищ Молотов уже написал приказ, надо самому все проверить. Коль, все-таки я не понимаю, зачем было это все городить? Ну, почему не отдать каждому ответственному по пакету с задачей? Нерон, ну хоть ты уже начни сам башкой думать. Времени нет на копировку, а здесь все наглядно, все ясно, понятно. Давай, Иль, на ближнюю смотри, чтобы через два дня бункер был готов. Есть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот так, дед, я и потерял. В любовь своей жизни. А ты, вон, говоришь, ее даже и помянуть-то нельзя. А ты ведь служой, значит, воинский устав ты понимаешь. А его жизненный устав такой, что такие подарочки, как жизнь, обратно, не возвращают. А она, не возвращают. Особенно, вот, с обидой и злобой. Тебя как величать? Николай. О! А ты о ней... И не заб… не забывай. Это и будет ей поминание. Ну, не утешил. Хоть и разъяснил. Ну, вот и хорошо. Прощай, дед. Прощай. Николай угодничек за твоей душой присмотрит. Присмотрит. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Как меня нашёл? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Где ж тебя ещё искать, когда ты спрятаться хочешь? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Тебя срочно в Кремль вызывают. Ищи сыр. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Да, Мирова Мася ждал ребенка. Моего ребенка. Поехали. Что случилось? Поехали. Это откуда взялось? Жданов прислал егерской почтой. Он знает? Пока никто не знает. Я к нему. Пойдем. Там, где она даст? Твор開始, дорогая. Вася, Вася, в чём дело? Вася, Вася, Вася. Вася, Вася, Вася. Иосиф Виссарионович. Лучше. Извините, я не знаю, как ему это сказать. Ну говори, что? Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Прости, а! Не вижу. Яков Джугашвили, старший сын Сталина, командир батареи 14-го гаубничного ательсийского полка 14-го гаубернитанковой дивизии, 16-го июля сдался в плен под Витебском. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Скорее выводи ее! Без паники! Без паники! Скорее под полетом! Быстрее, Серега! Быстрее! Без паники! Товарищ старын, я прошу, пожалуйста, я умоляю, зовите, Том. В конце концов, это решение Политбюро. А то, что арестуешь меня и погреб посадишь, да? Это потому, что тебе самому поздно. Если наша с тобой бомба существует, Пласик, она обязательно прилетит в Казахстан. Пойдем, пойдем, пойдем. Соединяйте. Да. Совершенно верно. Капитан Василий Сталин должен летать и бить врага. Но под присмотром. Вы все очень верно поняли. Желаю вам четных полос. Дарья Сталин, я прошу прощения. Может, за Яковым диверсионную группу выслать? Может, найдут? Стоит! 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 Морец! Капитан! Морец! 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 Огни, сюда! Бегом! 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 Бегом, бегом, живой! Равняй! Равняй! Бегом! Правым пацаном в машину! Бегом! 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 Бегом, бегом, бегом! Поехали! Поехали! Все, закрывайте! Взяли! За мной! Держи! Быстрее! Поставьте здесь! Готовится приказ на минирование промышленных объектов и культурных тоже. Да, после того, как бомба в арсенал угодила, тут очень небезопасно, Александра Максимилиановна. Так, ты записываешь? Да, точно. Смотри, не обсчитайся. Я пойду вниз, машину проверю. Здрасте. Светочка. Есть. Ну, слава Богу. Детка, давай быстро пойдем. Вещи нужно собирать. И надо бы Марфе позвонить. Пусть они тоже. Не заходите ко мне. Я хочу отдохнуть. Аккуратно. Левее бери, а. Если. Аккуратно. 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 Вещество. Въезд. Вот, соскучился по своей хозяюшке. Папа, а ты маму любил? Папа, я шо, блин немцы взяли, дочка. Тебе нужно собираться и уезжать. Завтра же. Папа, а что теперь будет? Скажи, Светланка, от Васики тебе давно ничего не приходило. Пап, что с Яшей теперь будет? Да, что-то давно от этого Пещенова ничего не было. Пап. Вот, вроде, все тебе рассказал. Поеду я. А ты собирайся, дочка, собирайся и завтра вы уезжаете. Завтра, Светланка, завтра. Врачи пришли? Папа, Мама, может архитмический российский язык? Нет, крoru. Адюша. Да. Есть! Вас там встретит, развесят? Я как смогу приеду. Угу. Люта, ты меня прости, если ещё. Ты, главное, оставайся живой. Вот всё, чего я хочу. Медовой, ко мне. Курс, товарищ сержант. Благодаря тому, что мы не отдались в Смоленск, а также за счёт отвлечения сил немецкой армии на Ленинградское и Киевское направления, первоначальный план Гитлера — закончить войну за три-четыре месяца — провалился. Ну, что? Ну, что, Жука, отдадим в Москву? Никак нет, товарищ Сталин. Тринадцатого октября. Пала Калуга. Что дальше? Можайск, Боровск, Малоярославец. Что? Валентий. Надо продолжать минирование предприятия, товарищ Сталин. Тринадцатого октября. Продолжение следует... 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 Мать моя... Женщина... Никто ж... Не поверит... Кобу сказать... А ты...!!!! Не говори никому... А, Га. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Товарищ Власик, только вы можете к нему подойти. Умоляю, надо ехать. Через час начнут бомбить. Мы не успеем проскочить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Товарищ Власик, товарищ Власик. Товарищ Власик. Товарищ Власик. Товарищ Власик. Товарищ Власик, это ОМОИ. Есть. Какшенков. – Я! – Отбой! Есть! Налее! Товарищ Верховный Главнокомандующий, полковник Сталин прибыл! Ты что, прямо вот так и успел? Так точно! Вот за это я хвалю! Молодец, Синёк! Садись! А где поскрёбишь? А он сказал, что вышел по делам… А! Пойдём ко мне! Пойдём! Пойдём! Иди, проходи! Вот то, что Нино не удержал, это… Да, папа, она сама! Ага! Знаю! Как она сама! Садись! Знаю! Ты… Этой актрисулькой у всех на глазах любовь крутил! Хм! Она же ведь замужем! Они разводятся! А я тебе предупреждал, что тебе рано ещё жениться! А ты меня не послушал! Ладно! Что у меня отец мало? Взрослого здорового мужика ум и разум учить! Вот что! Ласик тебя познакомит с одним писакой! Каплер! Знаешь такого? Ну, то, что Ленин в октябре написал! Хорошее кино? Да, хорошее! Так вот! Ему поручено пролётчиков написать! Ну, а раз ты у нас такой крупный специалист по кино! Пап! Ну, хоть какая-то от тебя польза будет! Будешь у него… У писателя! Главным консультантом! Пап, а как там Еша? Не знаю, сынок! Не знаю! Не знаю! Весть о том, что в плен сдался старший сын Сталина летом 41-го года, быстро облетела страну. Немцы торжествовали и, разбрасывая на длине фронта листовки с фотографией Якова на допросе, призывали других советских солдат последовать примеру сына Верховного, главнокомандующего. От такого удара Сталин направился не сразу, хотя внешне виду не подавал. А вскоре к нему на доклад пришёл Власик с почти фантастической версией, что на листовках не Яша, а какое-то другое лицо, загримированное под сына вождя. На фото и в самом деле были явные признаки монтажа. Китель застёгнутый наоборот. Неправильное направление теней. Вывод. Яков погиб или до, или во время пленения. А обнаружившие его документы немцы решили разыграть пропагандистский блеф, создав фальшивые листовки с изображением двойника. В пользу этой версии говорило и то, что искушённая немецкая пропагандистская машина почему-то не сделала ни одной киносъёмки пленного Якова. Предложение Власика заключалось в следующем. Надо послать несколько разведгрупп в район концлагеря, где содержался Яков или его двойник, и выяснить, наконец, правду. Эти разведгруппы будут отправляться в тыл немцев вплоть до гибели Якова во время попытки бегства в апреле 1943 года. Эта странная смерть почему-то случилась сразу после предложения жены пленённого под Сталинградом Паулюса обменять фельдмаршала на сына Сталина. Незадолго до гибели мнимого или настоящего Якова в составе одной из разведгрупп погиб друг Николая Власика – Александр Миронов. Ой, батюшки мои! А выросла-то как? А красавица какая стала? Здрасьте. Ой, здрасьте. Цветочек ты наш. Проходим за мной. Зоя Федосевна, вы как-то уж слишком меня хвалите. Плохие новости есть. Да ну ты что, у нас всё хорошо. У меня уже всё готово, всё горячее. Давайте сначала покушайте, потом отдохнёте. А товарищ Сталин жив-здоров. Покушал очень хорошо. Ну, конечно, придёт домой, оглянется. Поохает, повздыхает. Мол, где же моя хозяюшка? Воды принесите, пожалуйста. А, хорошо. Олжи. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Братец ваш приезжал, Василий Осипович. Ух, орел стал. Всем девкам на загляденье. Зоя Федосиновна, ну какие девки? У него жена и дети. Так, где Галя? Да что-то Галя, господи, была да сплыла. Больно ревнючая оказалась. До мамки своей уехала. Какие еще новости? Новости какие еще? А, этот грузин приезжал, Серго. Все до вашей подружки цветы таскал. По-моему, даже замуж звал. Спасибо, я к себе. А блинчики? Сыта. Да. Что? Ну да, нормально. На, одумчиво. Ну, конечно, все понятно. Кажется, я перепутала. Я редко была. Кто у прекрасного дитя? Вась! Василий! Опачки! Опапулечки! Пупочек мой! Пупочек! Пришла! Мяси! Си-си-си-си-си-си-си. Еще раз. Си-си-си-си-си. Ну, ты чего? Благодарю. Ну, прости меня! Простите, это сестра моя, роднолечка-красоточка Цветланочка. А это Люся… Вась, ну кто Люся из них? Ты Люся! Я не Люся. Ну, сейчас, а я Люся. Люся. Это он, драматург мой друг. Мы пишем сейчас с тобой, Что будет писать там? Сценарий. Сценарий мы пережимаем. А его консультант. Люська! Просто талант! Алексей Каплер. Друзья называют меня Люся. А я? Светлана. Красивое имя. Впрочем, такое же красивое, как и его обладательница. О-о-о, я вижу тут все! Му-у-у! А мы пойдем с собой. Страх не надо! Бессонница, Гомер, тугие паруса. Я список кораблей прочел до половины. Все длинный выводок, сей пояс журавлиный, что он был ладую, когда-то поделся. Минуска. А пойдем домой, а? Пусти, Кармен. Пойдем. Баська — моя первая любовь. Пусти, Кармен. Домой пойдем. Ни за что. Василек мой, Василек. Дура ты! С кем ты связалась? Он же бросит тебя. Вы, Кармен, хам. Все хамы. Пусть бросят. Нин, а иди домой, а? Правда? Послушай всего. Мужу надо слушаться. Иди домой. Дурак ты, Вася. В море и Гомер все движутся в поле, кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, и море черное, и тислое шумит. Всяшким грохотом обходит к изголовникам. Как проликновенно. Света! К сожалению, эти великолепные стихи не мои. Спасибо. Товарищ Сталин, прошу прощения, вот тут еще одна бумага. Руковник Сталин уводит у меня жену. Прошу воздействовать. Что это такое? Вот, товарищ Ярославский, цвекор режиссера Кармена, лично принес. Очень просит воздействовать на Васю. Дай, вернуть эту дуру уже полковнику Сталину трое суток. А? Десять. А? Нет. Пятнадцать. Добавить потом еще пять. На руководящие должности. Письма любого ведома не назначать. Да. Продолжай. Все ясно? Угу. Да. Это правильно. Жди меня, я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводит грусть желтые дожди. Что такое, Светик? Да так. Показалось. Что показалось, Свет? Что тебе показалось, а? Светочка, я старше тебе. Мне даже страшно подумать, насколько. Люся, вы старше мне на двадцать четыре года. А папа был старше мамы на двенадцать лет. Ровно в половину. Но мама умерла первой. О ее смерти один поэт вот что написал. У смерти есть одно жестокое коварство. Щадя нередко тех, кто старый, слабый хил, она разит того, кто полон юных сил. Света, то, что мы делаем неправильно и очень, очень опасно. А что мы с вами такое делаем? И то верно. А давайте к планетарии сходим. Это та яблоня, которую Яков посадил. Скажите, Власик, вы по-прежнему не верите предчувствиям? А вот у меня сердце чует. И да, с Яшей будет. Никогда, ни при каких обстоятельствах не теряйте семью. Человек без дома, словно собака. Без хозяина. Бесприютная. И очень злая. Вот так. Подискновенный посадочный регистритор戦. Рисочный регистритор. Игорь До новых встреч. Сломали мы им кребет все-таки, Вячеслав. Вот теперь нам как никогда нужен второй фронт. И эти засранцы уже не могут молчать и отсиживаться. Ну, что, ответим, Иосиф? Кому? Ни на что? Ну, вот эта, по дипканалу пришла. Жена фельдмаршала Паульса обращается через Красный Крест. Насчет обмена Яшей на мужа. Я не лавочник, Вячеслав. И торговаться с ними не буду. На войне, как на войне. Готовь встречу с нашими робкими союзниками. У нас теперь есть весомые основания. Не просить, а требовать от них помощи. Так, ага. Вот, проходите. Собственно, здесь не будете располагаться. Вольно? Вольно. 15 медперии РФ, всем выйти. Есть. Вот, знакомьтесь, полковники Мухин, Тедов. Очень приятно. Очень приятно. Очень приятно. А почему мы? Здравствуйте. Потому что я видел вашу работу, подробный чертеж и макет Кремля. Могу вам сказать, очень точный такой, прям живой макет. Я первый раз в жизни такой видел. Ага. Дальше, дальше. Значит, сможете и этот макет сделать. Не хуже. Ну, кроме этого, Тарифстан лично просил, чтобы вы приняли участие. Ага. Молодой человек, разрешите мне вас так называть? У меня скверная память на имена. Да и характер тоже скверный. Так каким образом мы с коллегой сделаем то, что вы просите? А вот, по снимкам, Тедов. Ага. Вот. Прошу. Вы меня извините, но ведь это же… Да, все правильно, это… Аэрофотосъемка. А есть еще книги старинные? Мухин. Да, сейчас. Угу. Сроки. Вчера. Материалы. Любые. А люди… Не, это может не беспокоиться, люди есть. Угу. Ага. Да, и товарищи, я думаю, вы уже поняли, работа строго секретная. Юноша, я старик, но не идиот. Вы меня извините, я могу позвонить домой, а то у меня там… А? А, да-да, я все понял, да, спасибо. Вы не беспокойтесь, мы уже предупредили вашей семье, что вы уехали в командировку, на срочные проектные работы. Ага. 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 Двадцать. 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 Да. Двадцать четыре. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, а товарищ Каплер сегодня на работу приходил? Алексей Яковлевич — заслуженный деятель искусств. Автор сценариев фильмов «Ленин в октябре». Это я сам знаю. Вы мне лучше скажите, ваш заслуженный сегодня на работу приходил или нет? Товарищ Каплер заслужил право ходить на службу тогда, когда считает нужным. Пятнадцать, шестнадцать. Добрый день, товарищ Каплер. Да. Здрасте. Пройдемте. День добрый. Здравствуйте. Чем могу быть полезен? Я… Знаете, у меня к вам предложение. Вы сейчас идите домой, собирайте вещи и уезжайте отсюда куда хотите. Угрожать мне не надо. У нас со Светланой чувства. Я ехать никуда не хочу. Не хотите? Ну, значит, все равно идите домой, собирайте вещи. Потому что ехать все равно придется. Я сейчас через не хочу. Если, конечно, не одумайтесь. Я свободен? На три дня — да. К девочке не подходите ни на шаг. Я лично прослежу. Прихожу. Один я на дорогу. Предо мной кремнистый путь блестит. Ночь темна, пустыня внемлет Богу. И звезда звездою говорит. И звезда звездою говорит. Ой, а нам, други мои, в ближайшее время звезд не видать. Да, так и просидимся, войну в резерве. Ты вон хоть успел полетать и фрица подзбивать, а я… Найдите. Товарищ полковник, разрешите обратиться. Старший лейтенант Потапов. В центре ждут ваш отчет. Отчет? Товарищ Потапов, вот вам отчет. Вот так вот в центр и передайте. Ступай. Есть. Зря, Иосифович. Настучит. О! Может завтра на рыбалку ваннуть? А? Ну что, все равно сидим. Так у нас же ни удочек, ни сносей, ни крючков. О! Ни червячков. Будет. Ребята. Все будет. Все будет. Так... О, ноги не подошелся. Вдень ряда... Вдень ряда. Вдень ряда. А-а-а. Вдень ряда... Вдень ряда... Собрали с ряда... Что ж, подъебок... Все... Вдень ряда... А, Тегеран, Тегеран… Так, а это что у нас здесь? Северная часть Тегерана расположена на высоте двух тысяч метров над уровнем моря. Ага. Так, а это? Это южная часть города. Султан-Абад, Рэй, ну а дальше пустыня. Товарищ академик, а где у нас проходят подземные коммуникации? Самое главное, куда они выходят? Коллекторы центральной части города выходят строго на восток. Так. Мухин. Значит, получается, у нас самые высокие точки — это здесь, да? Ну да. Значит так, смотрите. Знаете, товарищи, вы на сегодня свободны? Отдыхайте, разбудю. А? Свободны. А, да, конечно. Отдыхайте. Спасибо. Ага. Значит так, смотри. Ставишь по четыре стрелка на каждый минарет. Да ты чё? Не пустят мусульмане. Значит, ставишь по четыре стрелка на каждый минарет. Есть. Ну, на время встречи мы город весь перекроем. Как исключить пересечение маршрутов во время передвижения глав по городу? Ну… Давай, академика, обратно. Есть. Ага. Ага. Повторяйте. Здорово, где я могу переодеться? Да он в палатке. Пойдем, начали выбирать. Давай, наливай. Да. Ну, чё, бросать? Давай бросай. Ну. Ну, чё там? Да нет там ничего. – Мелочь одна, что ли? – Да. Ты взял чего-нибудь посильнее гранаты? Конечно. Ну, давай, тащи ИРС. Ставлю на одиннадцать. Ставь на десять, для красоты счёта. И следующую тащи. Мелочь потом соберём. И не тяни катодом. Вы ехали на реку Сережаровка, находящуюся полутора километров от аэродрома, на рыбную ловлю. Бросая в воду гранаты и реактивные снаряды, они глучили рыбу. Собирая её с берега с очком. В результате капитан Разин погиб, полковник Сталин и капитан Котов тяжелоранены. Вопрос. Проходите, Власик. Вот. Почитайте про вашего любимца. Значит так. Садитесь и пишите, Власик. Командующему ВВС Красной Армии, маршалу авиации, товарищу Новикову. Первое. Немедленно снять с должности командира авиационного полка, полковника Сталина. И не давать ему никаких командных постов пред до моего распоряжения. Второе. Объявить, что он снимается с должности за пьянство и разгул. И за то, что портит и развращает полк. И третье. Об исполнении доложить. Народный комиссар обороны Сталин. Все. Все. Ваврентий свободен. Что? Что-то еще, Ваврентий? Светлана, у нее роман с драматургом Каплером. Товарищ Сталин, там же все уложено. Я бы не стал так утверждать, товарищ Сталин. Просто я очень волнуюсь. Товарищ Каплер, он очень обязательный. Тут вообще-то он со мной сценической речью занимается. А хотите, я с вами сценическим движением позанимаюсь? Если он появится, передайте ему, пожалуйста, что заходила к нему… Каплер твой появится лет через пять-десять. Так что пока пользуйся случаем. Пока мое предложение в сине. Иоанна, Иоанна, я спрашиваю. Она в комнате. Бетлана, открой дверь, иначе я ее вышибу. Бетлана. 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 Еврей. Не смей. Не смей говорить о нем плохо. Иначе я уйду. Уйду. Интересно, куда же? К Ваське. Это молодец. А ну, ну-ка. Ну-ка, вставай. Вставай. Это молодец. Это ты хорошо. Это ты хорошо придумала. К Ваське. На. Васькин Том, это тюрьма. Если он не опросунется, я его своими руками упеку. Клинусь. Умокшение. Копия мать. Копия мать. Великая копия матери. Проследите, чтобы она не пропускала занятий. И вообще, займитесь своим непосредственным делом, уважаемая. Иначе я вас, детки, уважаю. Отца. Ничего, недолго остался. Скорканье с флицем. А Василий там как? Не очень. Я же самого просил и так, и я так могу дайте ему вину загладить с делом. Или выпросил. Перевели в Москву Зубалова. Ну, пока просто. Без должности. А Васька, если он поймёт, что в него отец верит, он ж гуру свернёт. Если бы только не пил. Конечно, твоя воля, Коля, но это вряд ли. Сломался Василий. Ну, поглядим. За мной. Да. Ничего не изменилось. Почти. О-о-о. Да. Технику от тебя поменяли на новую. А Союзников? Работает. Да. Мне сидеть дома надо. А там кто-то в этот момент фрица бьёт. Разве это справедливо, товарищ Власик? А? Как думаете? Ну, знаешь, гогут не гневи. Все-таки успел повоевать. Ну, да. По сравнению со старшим братом, конечно, успел. А, кстати, может, вы мне расскажете, что там с Яшей на самом деле произошло, а? А то мне никто не говорит. Отца бесполезно спрашивать. Он после той проклятой рыбалки вообще со мной не разговаривает. Цветка, сестра Светлана Осиповна, замуж выходит. И вообще, не до меня сейчас. Может быть, все-таки расскажете мне, что там с Яшей? А? Нет, Вась, не могу. Понятно. Не могу просто потому, что сам я знаю правду. Понимаю. Не можете, так не можете. Я вот что думаю, товарищ Власик, может быть, нам это… По чуть-чуть? Ага. Приказ с Верховного? Угу. Гриш, пойди сюда. Гриш, вот деньги, значит, сбегай быстро. Принеси три беленькой. Быстро туда, брата. Понял? Товарищ Власик, ну нет, так нет. Я все понимаю. Только знаете что, и вы меня поймите. Мне отдохнуть надо. М? Разрешите? Свободен. Угу. Угу. Сам хоть знает? Никак нет. Иди. Есть. Власик, хозяин где сейчас? Понял. overlесли. Угу. Ну, не twins. Угу. Угу. Субтитры подогнали Симон. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА А ну давай, давай! Вперед беги! А ну давай! Чего заснул? Давай! Держим равновесие, держим дыхание. Пошевеливаемся, говорят! Демп держим! Живее! Вперед, вперед, вперед! А что, как мухи сонные, а? Активней! Пошли, пошли! Шевели ногами! А ты, слышь, ты чего халтуришь? Ты кто халтуришь, товарищ командир? Пошли, пошли, пошли! Вперед! Ну, ты зверюга, поклеще, чем Кудеяров. А это кто? Доземелье твой. Николай Новик, белорус. Уперт, как ишак. А то. Мы белорусы такие. Слышь, пришли его потом ко мне. Есть. Чего расслабились? Держим тэп! Так, отчаянь халтуришь! Вперед давай! Погоди, погоди, Людмила. Как это, не знаешь, где она была? Ты знаешь, сколько ей лет? Я знаю, сколько лет нашей дочери. Это ты, по-моему, забыла. Ладно, я приеду, разберусь. Все. Товарищ генерал, майор Новик по вашему приказанию прибыл. А, халеру. Ну, с яких будешь, земляк? С Барановицких, товарищ генерал. О, как! Ну что, с сегодняшнего дня назначаю тебя своим ординарцем. Все замечать. За всем наблюдать. Запоминать все. Ничего не болтать. Ну, и понимать меня с полуслова. Так, через пятнадцать минут гражданская форма одежды, едем в город. Выполняй. Есть, товарищ генерал. Все, две пять. Есть, товарищ генерал, есть, товарищ генерал. Потому что здесь не дают п psyку. А, там, там, там... Сдаётся мне наш клиент. Что, товарищ генерал? Ну, я же сказал. Красавица. Меня, а? Чего это за хмырь с ней? Хоть не старикашка. Запомни его. Паразита этого. Узнаю про него всё. Есть. За дочку я сам прослежу. Что? Вин PVТ. Паразита. Шутки святой за хм都 constrains, channelВигGod möglich к Prot gue Lewни McLaren Лю под погreng духом поближе с весной и мясной п si也 не помидо. Парк comprehensive нескольких горды по отношению с ними, что он такой Ciao! На моем sandy кушать twitter, Папа, ты не меня потерял? Но я ведь все-таки твоя дочь. Ну, пойдем. Надежда Николаевна. Музыка. Хорошо. – Вертинский. – Да. Моя любимая. Э, старый, ты не вздумай, дочки мои. Клини подбивать, я ж не посмотрю, что мы с тобой друзья, уж не знаю, сколько времени. Я быстро даю… Ой, ладно. Пап, ну что ты, дядя Володя очень даже милый. Ага. Вот видишь, дядя Володя очень даже милый. Милый. Я вот тоже, да, еще такого же милого хотел от лагерей спасти, да не смог. Пап, пойдем. Чего? Чего? Пап, я не знаю, что у вас там с мамой происходит, но не прошло ни дня, чтоб она о тебе не заговорила. Надюш, я… Я знаю. Просто я сейчас не могу пока вернуться к ней. Я нашей маме слишком много плохого сделал. Ладно, разберетесь. Только ты за мной больше не подглядом. Ага. Пап, 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 пап. Пап, а это правда про щенка? Ой, Надежда Николаевна, не извольте сумлеваться. Все лично проконтролирую. Будет вам чистая порода. Давай, Коль. Как все-таки она выросла быстро. Красавица. Володь, ты знаешь, я ведь только теперь понял, как они мне дороги. Давай. От ней рождений у Черчилля. Да, Черчилль был очень огорчен тем, что Рузвельт предпочел остановиться в советской резиденции. Да под британским посольством как раз коллектор проходил. Если бы немцы туда забрались, неизвестно, что бы могло случиться. Наши люди охраняли не только на земле, но и под землей. Это Власик постарался. Кстати, академик-то наш в Макете, я ни на миллиметр не ошибся. Все точно сделал. Молодец. Слушай, а хорошо союзники сработали, а? Есть чему поучиться. А вот смотри, как британы расставились. Видишь, тут, тут, тут. Вроде ничего такого необычного, да? А очень хорошо все возможные точки обстрела перекрыли. И чё? Да, они дураки, союзники. Пока наши солдаты проливали кровь на полях сражений, эти союзнички придумывали, как бы им от Франции пожирнее кусок откусить. И желательно так, чтобы мы этого надкуса не заметили. Это сволочи. Они союзнички. Ну, шагицы. Ну, ладно, мужики. Остальное потом, а то скоро гроника закончится. Ну, скажи, Коль, откроют ли союзники второй фронт? А? Ну, это чё? Ну, чё-чё, сам не видишь? Ну, чё-чё, сам не видишь? От нас никуда не денутся. И второй фронт будет обязательно открыт. Но это вовсе не означает, что они перестанут пакостить нам за нашими же спинами. Я прошу вас, товарищи, пойдёмте за стол и продолжим. Зима без витаминов никак нельзя. У нас ещё есть что-то. Муласик прям волшебник какой-то. Это ж сколько одна кисточка стоит? В каком смысле? На чёрном рынке? Почему рынке? В наших широтах винограда нет. Значит, что, летал самолёт? Тратилось горючее. Лаврин, всё уж слишком. Мы товарища Сталина экономить будем. Ну, где вы? Заходите. Давай. Ласик. Прошу прощения, товарищ Сталин. Ничего. А вы распорядитесь, чтобы принесли ещё вот. Есть. Да, и вот ещё что. Я хотел вас поблагодарить. Ах. Вашими усилиями и усилиями ваших людей, в том числе, был организован высокий уровень безопасности нашей миссии Тегеране. И то, что Рузвельт в целях собственной безопасности решил пожить несколько дней в нашей дипмиссии, это оказалось очень кстати. Мы много с ним говорили. И в итоге старый и хитрый лис Черчилль остался в меньшинстве. В феврале 1945 года, за три месяца до Великой Победы, Николай Власик отвечал за безопасность во время Ялтинской конференции, определившей всё послевоенное устройство мира. Чтобы быть поближе к тройке мировых лидеров, Власик в Ялте работал в группе фотографов. Мало кто знает, что знаменитые фотографии Сталина, Рузвельта и Черчилля, обошедшие все мировые СМИ, сделаны именно Власиком. 9 мая 1945 года Сталин и Власик находились в Москве. 24-го Сталин принимал Парад Победы на Красной площади, а Власик, как всегда, обеспечивал безопасность. Его положение в то время казалось прочным, как никогда. Тревожило лишь на глазах ухудшающееся здоровье хозяина и интриги Берия. Лаврентий Павлович, оказавшись на короткое время в опале, связывал это с происками своих врагов и Власика в том числе. Придёт время, и он отыграется. Предельно жёстко отыграется. А пока... А пока Власик ни о чём не догадывался. Повторим. В то время он был на вершине своего могущества. Но всё больше превращался в тень одиночества. Занят. Только, наверное, занят. Товарищ Власик, беда! Коля, беда! Спасибо. Николай Сидорович, может, может, детей позвать? Вы ещё священника позовите. Вам нечем заняться. Если с ним что случится… А ну, не каркать, Валентина. Ничего с ним не случится. Здрасте. 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 Я к Василию. Там? Угу. Товарищ Власика, Товарищ Валбе! Товарищ Валбе! Товарищ Валбе! Твой черт! Ты что стоишь, Тамар? Не своркаешь? Ух ты мой дружокин, дружокин! Садись, садись, садись. – Ты знаешь, как, а? – Васька, ну что, как? Хорошо, слушай, я ж только вот прямо сейчас понял, как же мне тебе не хватало, а? Тамарка, давай быстрее, ну, чего ты там селишься? Голодный же человек! Вы уж измените, что так поздно. Ну что вы, я очень люблю гостей по ночам принимать. Ну, тамарка, ну ладно. Ну, хорошая, ну, давай-давай. Ну, так сказать, простите, не буду мешать содержательным беседам двух закадычных собутыльников. Пардон, пардон, приятелей. Сука, достал, кто-то уже нахрен выгонит отсутки. Давай. До встречи. Ладно, ты давай, рассказывай мне, как тебя отпустили. Ты же ведь в Польше остался служить, вроде бы. Ай, ну да. Мне властик как позвонил, про отца ты рассказал. Что? Ну, я сразу стал отпрашиваться. Ага. А не возьми, да и переведи меня. Ага. Так что… Что? Ну, ладно, я знаю, о чем ты думаешь. Я о чем не думаю. Ага. Дружище, ну, ты ж понимаешь, что я жив, пока… Пока жив мой отец. Дружище, ну, ты ж понимаешь, что я жив, пока… Пока жив мой отец. Ага. Ой! Ага. 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 Светочка, ты не обижайся на него. Ему после инфаркта приписать чаще. На свежем воздухе находится. Одни? Без мужа? А я развелась. А вы, вы будто не знаете, да? Спасибо вам, Николай Сидорович. За что, Света? Ну, за почти отцовскую поддержку меня и моих друзей. На здоровье. Только я не пойму, ты это к чему? Ойли. Ты уверен? Так точно, товарищ Берия. Крысиный яд обнаружен в сухофруктах. Значит так, берите Федосеева и чтоб он у вас заговорил. Давай. Есть. Начальнику, дальше само про Кремля, генерала Егорова, врача Тимашук. Довожу до вашего сведения, что врачи вовсе Коган и Тингофельдман охотно отнеслись к исполнению своих обязанностей. Считаю своим долгом сообщить, что… Алло, Власик, соедините с лесолупром. А? Для чего на санитарное управление? Генерала Егорова нужно мне. Да, да. Петр Иванович, здравствуйте. Власик беспокоит. Здравствуйте, Николай Сидорович. А что? Опять? Ах, просто уточняете. Ну что ж, скажу вам по секрету. Лидия Тимашук – баба-дура. Истеричка и некомпетентная курица. Все. Чего там? Аппарат для измерения давления американский. Не тот. Ну я ж просила быть внимательней. Волнуюсь, как в первый раз. К тому же без вас едем. А где, где коробки с капельницами? Я сам все принесу. Ты пока лекарства проверь. Ага. Я вам говорю, товарищ Игнат. Хватит. Довольно. Самодеятельностью заниматься. Да. То, что вы в Грузии чистки проводите, это хорошо. Не там ищите, не. Я еще раз вам говорю, ищите Большого Менгела. Все. 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 Товарищ генерал-лейтенант, караул сопровождение товарищ Сталин готов. Техника вооружения без замечаний. Начальник караула майор Кузанков. По машинам. По машинам. Ну, вот, товарищ властик. Оставляю все на вас в хозяйство. Не беспокойтесь, товарищ Сталин. Главное, отдохните, подлечитесь. И возвращайтесь поскорее. Раз. Давай. Упор лежа принять. Раз. Давай. Три. Не отпечивай задницу. Четыре. Пять. Стоять. Бегу. Марш. Побежали. Капитан Зайцев. Товарищ полковник, я просто… Ну, что просто. Что просто. Сначала разговаривать научись, а потом уже будешь клюв на Старшего позвания открывать. Двадцать кругов. Бегом. Марш! Я не буду бегать. Вы не имеете права. Вы не имеете права. Фух. Вы не имеете права. Я не имею права. Стрельным, я исток. Аккуратно. Не стараюсь. Держит. Вот так. – Зайцев. – Я здравия желаю, товарищ генерал. Что произошло? Мы просто поговорили, товарищ генерал. И сейчас-то вы так вот разговариваете? Ну, ладно. Товарищ Бутусова, что у вас там с калькуляцией? Я не понял, что случилось? Да ну, Седов как нажрется, так и разговаривает. А я почему ничего не знаю? Последнее время и дня не проходит, чтоб он в хлам не напился. А ты чего молчишь? Почему не доложила? А что докладывать? И кому? Вы, Николай Сидорович, нам теперь неровня. Вы у нас ого-го. Ладно, свободно. Седов где? В деревне, товарищ генерал. Пьет и поет. Новик за мной. Умираемщик на закате Умирая он чуя смесь свою О, товарищ генерал, а! А давайте подпоем! И набравший сил Чуя смерть свою Заедите в дом, вы пьяны. Да? Правда? Кость, пойдем распись, потом поговорим с тобой. О чем я с тобой разговаривать? О вашем поведении, порочащем честь офицера. О! Прошу прощения, товарищ генерал. А ну, пошел в дом и проспись, скотина. Как это по генеральски прямо досказано, а? Скотина. А, да я-то просплюсь. А вот Миронова не вернусь. И еще пару-тройку наших. А как там Кудеяров на зоне поживает? А? Слушай, а кто следующий? Может, я? А почему тебя, Коря, просто не остановить? А дай пистолет. Уйди его. В рот я убрал. Товарищ Стэнберг. О, милок. Ну, перестань, перестань, все свои. Ладно, иди, мы сначала меню посмотрим. Присаживайтесь. Попробуйте. Спасибо. Коля, что происходит, Коля, я тебя не узнаю. Ну, ты стал ханжой? Да, мне нравятся официантки, а я им. Пожалуйста, ваш чёрт. Да не в этом дело. Она не совсем официантка. Вы не понимаете, это очень… Скажи-ка мне, друг мой, Коля. Я ничего без нее не сделала. Не знаешь ли ты, случайно, что такое Забайон, а? Она сотрудница. Да и чёрт с ним. Посмотри, какие у нее прекрасные данные, а? Для негласной работы. Забайон — это гоголь-моголь. Какой у тебя замечательный слух, моя дорогая. Заказывать что будете? Водку давай. Водку давай. Да-да. Да ты что? Прям вот так. Угрожал бравому генералу пистолетом? И что дальше? Вот так. Зайди. Я тебя понял. Я понял. А как там вообще дела? Сто тысяч за последний год? Очень интересно. Очень. Что? Больницу? Для своих сторожей? Да для них ветеринарную клинику надо открывать, а не… Ладно, я все понял, работай. Там наш генерал Ласик чуть не пострадал от собственного верного халуя. Ну… Значит так. Седова Ласик явно захочет под трибунал отдать. А мы не позволим опытными кадрами разбрасываться. И обеспечим товарищу Седову и участие, и поддержку, и новое место работы. Как там у китайцев? Враг моего врага мой кто? Что? Враг моего врага мой друг. Надарий. Ладно, иди. Ищи Седова достойное место, и так, чтобы под присмотром был, и чтоб под ногами не вертелся. И чтоб нашу заботу ощущал всем своим естеством. Все, давай, иди. Владимир Арнольдович! Вы вернулись? А что, были сомнения? Нет, ну что вы, что вы. Просто, когда вас не было к Муравским, заходили какие-то люди, расспрашивали, выведывали, высматривали. Вопросы задавали. Кто, мало, у вас бывает и когда. Какие люди? Ну, не знаю, ну очень такие люди. А, ну такие люди, которые просто так к соседям запросто не заходят и вопросов не задают. Ну. Ну, сознавайтесь, противный. Чью жену вы соблазнили? Что, простите? А, книжку можете взять, пожалуйста? Она моя. Да-да, конечно. Ты каких-то? КОНЕЦ Возьми ты трубку, Коля. В общем, товарищ Седов, прошу вас как можно быстрее приступить к работе. Я, к сожалению, вас ввести в курс дела не могу. Ну, ничего. Так что… О, Пеночкин, вот я вам сейчас Дерсу Залаве устрою. Знакомьтесь, наш лучший сотрудник — товарищ Пеночкин. Очень приятно. Товарищ Пеночкин, введите товарища Седова в курс дела. Ну, товарищ Седов, пойдемте. Покажу вам наши закрома. Пойдемте. Ну, какого Моржовым от меня надо? Ну, я же чист, Коля. У меня же все просто. Принял заказ, получил деньги, выполнил заказ, отчитался за полученную сумму, и все просто. Коля, у меня все просто. Ну, ладно, ладно, не пыли. Господи. Я все узнаю. Господи. Вообще, Чиново, как по это? Милочка, да? Как? Сотрудница? Видимся. Редко. Постой. Коля. Коля. Ты… Ты хочешь сказать, что… Дурак ты, Володь, дурак. Ой, правда дурак я, Коля. Господи, какой же я дурак! Так, Володь, давай, прекрати пока на время своей беспорядочной связи. Посиди тихо, пока не произнес обстановку. Господи. Что ж мне делать, Колечка? Что ж делать-то? Ты сам совсем под влияние Берия попал. Господи. Что ты рад? Каждый день про новые отравления и группировки. Господи. По Берии выходит, что пока воевать, заняты были, а сейчас опять время есть для заговоров. Пошла. Пошла. Постой. Ты… Ты ж мне сам говорил, Коля, что… На Сталина влиять невозможно. Да? Ну, я и сам так думал. Произжу. Коля, ты меня прости, конечно, но ты в последнее время немного выпивать стал. Господи, что ж мне делать, Колечка? Ты наливай давай. Ага. Воюем еще. Ага. 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 А вот вода ледяной. Ага. А вот вода ледяной. Ты даже и препятай усилий не можешь, как меняются люди. И все же, позвольте… Я прошу прощения, но мне уже пора обедать. До свидания. Тем более, по вашему же предписанию. Да, конечно, конечно, но лекарства, пожалуйста, начинайте принимать уже до обеда. Хорошо. Наталья Тимофеевна подвезла все, что прописано. Хорошо, я понял. Я вас благодарю, товарищ профессор. Алеша, там мне должны были порошки и микстуру привезти. Так точно, Иосиф Виссарионович. Иосиф Виссарионович. Ага. Знаешь, Валюшенька, я не готов столько лекарства принимать. И перепиши эти все названия, и надо будет Ласику сказать, пусть там дома в аптеке покажет для меня на свое имя. Отдохну. Если ничего срочного, это вечер. А вообще, пора домой возвращаться. А сколько мне тут? Почти пять месяцев, товарищ Сталин. Пять. Собирайся, Валюша. Домой поедем. Ну, как ты там, Костя? Ну, а сам как думаешь? Ну, ничего. Скоро бы тебя оттуда вытащим. Интересно, с какой формулировкой. Я же на службе пил, подчиненных избивал, на тебя, на тебя при всех с пистолетом кинулся. Ладно, не везде. С ним и мы с тебя все обвинения. Докладывай. Чего выяснил? Сам документы видел. Берия подписывал. Копии пока сделать не удалось. Позже попробую. Только я тебя прошу, будь предельным осторожным. Я ещё тебя потеряю. Слушай, в следующий раз сам муж шпионов играть. Ой, сдаётся мне, наша игра только начинается. Исходя из донесения, полковник Седов и генерал Власик провели полтора часа вместе. Вот доклад. Почему Седов продолжает ссувать свой нос куда не надо? Так, распоряжений же не было. А думать? Думать сами не пробовали? Ну, кто же знал, что этот Седов окажется сукой. Товарищ Берия, вы же сами говорили, что друг моего друга враг. Вон башал. Есть. Вон башал. Вон башал. Значит так, берите этого оформителя, Нустенберга, и выжмите из него всё, вплоть до заговора. Да хоть против Царя Небесного, но чтоб главным и идейным вдохновителем был Власик. Вот документы, из которых очевидно, содержание сотрудников службы власти обходится государству сотни и сотни тысяч рублей. При этом, к сожалению, не все эти деньги тратятся по целевому назначению… Да, да, одним словом. Воруют. Нет, это еще не все, товарищ Сталин. Расследование показало, что именно генерал Власик утаил письмо от доктора Леч Санупра Лидии Тимачук, которому она сигнализировала о неправильном лечении товарища Жданова, ныне покойного. Он нас дает показание бывший приятель Власика, это художник Владимир Стемберг. Так что, товарищ Сталин, утаивание письма Лидии Тимачук — это еще не все. Нет, все. Назначить тотальную проверку всей его службы. Самого Власика. Временно отстранить от занимаемой должности. Временно отстранить от занимаемой должности. Слушаюсь, товарищ Сталин. Хлопинский, не уходи в долголетие, ты что делаешь? Да, не уходи в салон, не уходи в салон. А ты чего это? Ну вот. Надо было давно к кому-нибудь прислать, чтоб отчинили все, что надо. А потом думал, что же сам не могу. Не без руки же. Лют, я что хотел сказать. Надо было нам это на развод подать. Извини, что этот разговор затеял. Ну когда-нибудь надо же начинать правильно. Да, конечно, правильно. Вот. Хлебнев там починил тоже. Хольера разваливается уже. Ты жениться собрался? Ну да, так точно. Извини, она у меня беременная. А мы можем сегодня как-нибудь успеть? Да, можем. Угу. Угу. А у тебя все. Он приятно собирается опять же. Он приятно к нам. Он там прислал. Ура. 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 Ну, ты живой! Тише! Тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо-тихо! Прости-прости! Прощай меня, рада, прости! Тихо-тихо! Меня с должности сняли, назначили. Знамачальника колонии. Значит, скоро арестуют. Нельзя у нас надёжка рядом со мной. Не безупросто. Напел ему Менгрил, напел, ты понимаешь? А он и поверил. Они же дураки не понимают, что не будет меня, не будет его. Всё. Товарищ Сталин. Что? Новый начальник охраны. Разрешите войти? Кто? Новик. Полковник Новик. Новик. Классик. Похожий. Что? Тоже халерия? Так точно, товарищ Сталин. Белорус. Ну, я не знаю. Смешно. Зови. Войдите. Товарищ Сталин. Полковник Новик. Я в курсе. Как вы громко кричите, товарищ Новик. Вы видели в подвале бутылки? Так точно, товарищ Сталин. Это я сам когда-то вино готовить пробовал. Оно там чёрт есть сколько стоит. И каждый может войти и бутылку открыть и выпить может. Нек-не, товарищ Сталин. Никто не може. Я говорю, любой может войти и открыть бутылку. Вот что. Новик. Велите всё. Всё. Яки еше будут с распоряжения, товарищ Сталин? Коль. А с кем ты едешь? Ни с кем. Да. Я ж ведь на этой службе всех друзей растерял. И Сашка Миронов, и Кудеярова. И Сушкова. Я тебя сколько нужно буду ждать. Я уже столько ждала. Зачем он со мной так, а? Преданными меня же никого не было. Может, ему и не нужен уже никто? Там деньги, сбернижки, ну, в общем, всё, что у меня есть. Третий барак для работы. Выходи, строимся! Давай, быстрей. Давай, давай, быстрей! Вот. Отбывал наказание. По пятьдесят восьмой потом вышел. Я сел тут на поселение. А куда ему, врагу народа? Жены с детьми давно от него открестились. Правда, первое время пил, как последняя падла. И в канаве чуть лил топ, и в штаны лил. Что там лил? Кучи накладывал. А-а-а! Глухой, как пень. Ему уголовники отверткой уши проткнули, чтоб не слушал, о чем они там между собой калякают. Ну, а потом, одна тут, тоже из бывших, осевших на поселение, и приняла его. Ну, чайку. Спасибо, а! Так он, вы не поверите, пить бросил. Церковь стал покаживать. То, что бабы с нами делают. А-а-а! Здорово, служивый. Как тебя-то сюда занесло? А-а-а? Странно небось, что я еще небо копчу. А мне туда еще родовато. Мне еще здесь делов переделать. Вот. Выглядим. Защитники. Защитники нашей Родины. Левой! Левой! Дед, как же это произошло-то? Они ж города брали, под танки бросались. Горло фашистам вырывали с именем Сталина. А теперь ни званий, ни заслуг, ни семей, ни победы, ни славы. Наконец, лес валят. Опять с тем же именем. Это как? А они голем молятся и верят. 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 , ох, ох. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, здравствуй, Коля. Да, это я, Витка. Божественная когда-то Ангелина Витковская. А у любви я, как у пташки крылья, ее никак нельзя поймать. И чего ты об меня глаза-то ломаешь, товарищ Власик? Так, я теперь муж, не и жена. Напроводить-то меня до дома позволяется. Пока мой в вашем лазарете крышу чинит. Ой, ты ешь, Коль, ешь. Яички свеженькие, домашние. А тому я вчера начальнику поселения курятник ремонтировал. Вот. Ешь, ешь. Ешь, Коленька. Ешь. Ой, ты знаешь, он у меня, он у меня очень рукастый. А раньше пианист там был. Давай, Коля. Дирижер донес. Потому что мой криш талант, а дирижер тот говно. Ешь, ешь, Коль, не стесняйся. Ешь. Хочешь, я тебе еще жарю, а? Давай, Коль, у нас этих яиц полная шапка. Начальника вы курочки нанесли. Коль, а? Давай. Вот. Да. А ты знаешь, Коль, ты не гляди. А зато челюсть целая. Давай, Коля. Коля! А у нас тут следа было. Коля! Кула чище! Как моя башка! Ой, я его доводила, Коль. А он у меня руку-то и повредил. Коля! Коля! А что он не довершил, то цинка довершила. Коля! Анатолий Здорово! Сколько тогда... Позже еще. Коля! Коля! М projet! М whopping верно! Abgeordенец! Мorton! М Victus свят, не знаю. Коловую тебе! ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Власик во время всех этих событий находился в одиночной камере Бутырской тюрьмы. Пытали его изощренно. За следствием надзирал лично Лаврентий Берия. Товарищ полковник, старший лейтенант Ясин по вашему приказанию прибыл. Как он? Прикажете СМИ пластинку? Ну, эту. Да, все, понял, понял. Сколько играть-то уже? Сутки уже. Многовато. Как бы он не того. Да он нас с вами переживет. Здорово, чувак. Как скажешь. Тогда еще часок, а потом поговорим. Свободен. Есть. Ловкая ты. Алеша. Да. Коты тебя не берут. Толстой. Хмурое утро. Да. Я не читала. А я успелся перечитать. «Ой, я глупец, мечтавший исправить свет злодеяниями и блюсти законы беззакониям». Так это Шиллер, Иосиф Фиссарионович. Да. Именно. Именно, Шиллер. Помнишь, как ты Амалию изображал? Ай, давно это было. А я помню. Все. До мельчайших деталей. Я даже помню, какое на тебе платье было. Товарищ господин Толстой, мой рассказ о вашем спектакле свой роман втиснул. У него красноармейцы ставят пьесу «Разбойники» во время гражданской войны. Красиво получилось. Не подкопаешь? А? Не подкопаешь? Вся калыка в строку. Молодец, Алексей Николаевич. Валя, не пойму, это что? Варенье. С нашей базы. А, сливовое, кизиловое, вишневое, персиковое. Скажи, а у тебя своего домашнего не осталось? Помнишь, ты сама варила из дачной Антоновки? Осталось. Принеси, а? Это все убери. Так, это ж не магазинный, Иосиф Иссарионович. Это ж с нашей базы, с Варсоновицкого переулка. Ну, та, что с лаборатории еще Власик устраивал. Валентина Васильевна, куриного бульона приготовь. А? Только сама, выбери куринцу и сама ее свари. Книгу дай. Иди. Замерз? На, погрись. Да, видок у тебя. Ну да, как говорится, с лица ничего не пить. Рассказывай, кому из своих собутыльников ты государственные тайны выбалтывал? Чего я сейчас не пойму? Не понимаешь. Да твой же приятель, художник Стэнберг, показал. И как вы выпивали вместе. И как ты молодил, как радио, и про товарища Сталина. И про товарища Берию. Я действительно нечасто употреблял спиртную. С приятелем и с художником Стэнбергом. Ну, все это происходило за счет моего здоровья и свободное ослуженное время. Никогда и никому я не говорил о своей работе. И государственных тайнах. Че, идиот, что ли? Нет, ты не идиот. Ты враг. Ты врачей-убийц покрывал. Ты народные средства разбазаривал. Ты своих дружков на теплые места устраивал. Мы все про тебя знаем. Как ты товарища Берию хотел убить. И как на товарища Маленкова материал собирал. На меня смотри, гнида, глаза сюда. И как с Поскребышева и прочими жидами вступил в заговор против нашего советского здравоохранения и самого товарища Сталина. Сука. Сука. Если вы это все знаете, хрена меня расспрашивает. Не хочешь по-хорошему? Будет по-плохому. Надюша, ну зачем так стучишь? Мама, я полчаса под дверью бьюсь. Уже волноваться начала. Что волноваться? Что со мной будет? Забыла, как в прошлом месяце сознание на улице теряла. Да все, я помню. Ты кушать будешь? Там селедочка с луком, картошкой, как папа любит. Да, буду. Я поживу у тебя. Я ушла от мужа. Он сам меня об этом попросил. Его карьера под угрозой. А еще, меня уволили с кафедры. Так что я теперь безмужняя и безработная. Тебе-то все это за что? А что тебя удивляет? Так поступают со всеми, кто причастен к врагам народа. Это твой отец враг народа? Ты что говоришь такое, Надя? Они сказали, что если на собрании кафедры я публично откажусь от папы, оставят на пол ставки. Но я сказала нет. А если мы этого фраера научим родину любить, то и чуфирком, и табачком, и всем остальным до конца срока будем обеспечены. Заходим. Смотри, какая цица к нам пожаловала. Смотри, какая цица к нам пожаловала. Да сади, мужики. Мне терять нечего. Да. Правда, я не терять нечего. Ты что, не знаю. Ты что, не знаю. Сажи мне, пожалуйста. Ты чего, не подожди? Никак нет. Пока нет. Не беспокойтесь, товарищи, это наши самые ценные кадры. Они своё дело знают. К утру будет, как шёлковые. Вас понял. В случае, если не расколется, применить крайнюю меру. Так точно, товарищ генерал? Есть! Давай, уходи. Васька! Томка! Братан мой! Ребята, это ж Томка! Томка, Артёмка Сергеев, братан мой названный! Томка, проходим, проходим, проходим! Том, Том, бери чемодан! Пойдём с нами! Давайте, давайте! Давай, проходи! Даже не думаю. А то что? Что? Будешь делать, что скажу. Излежить хочешь. Пастух, а чего он борзый такой, а? Не знаю, дикий. Может, где-то перо прячет. Проверь, пожалуйста. Режь его, сука, режь! Режь его, сука! Режь! Поехали! Начальник, начальник! Давай сюда! Открывай! Ну-ка, пойдем! Пойдем, пойдем, пойдем! Оп! Так, Васька, Васька! Красавцы мои хорошие! На рассвете у меня поезд! Так что, прощай, Москва! Здорово, Сибирь! Повезет тебе! Так давай со мной! Куда? А хоккеисты мои, футболисты, плавчик, гимнасток! Эй, куда? В Сибирь возьму? Толк, я ж лучших набрал в стране! Тебе что, чужая слова так голову вскружилась, что ли? Знакомые слова! Папа! Пап! Пап, ты здесь, что ли? Пап! Пап, ну вы где? Пап, выходи! А! Пап! А папа моего нет? Здраво! Папа, ты где спрятался? Папа, выходи! При чем тут отец, Вась? Просто мы любим с ним тебя! Одинаково, понимаешь? Успокоимся тебе! Не безразличен ты нам! Губишь ты себя, Васька! Ты пьянкой! Он профессию потерял! Семьи нет! Смотри на себя, красный! Ты вон и вправду красен стал! Да только морды! Ты чего? Сука, иди сюда! Ты чего? Сука, иди сюда! Сука, звон тебя послал! Ты чего? Звон тебя послал, сука! Сука! Ну что? Ну что?! Сука, иди сюда! Не спать пошиву! Здесь! Сука, иди сюда! Сука! Ну, здесь, уходи! Дурак ты, Васька! Топ! Топа! Топ! Ага. Сколько упал, гражданин начальник? Что ж ты так неосторожна? Ночью спать надо, а не вертеться. Спать. Сил набираться. Они тебе на лесоповале очень понадобятся. Как и жене твоей дочурке. А, кстати, инвалид того, который с тобой вместе с койки падал. Пух. Толку от него ноль, одни неприятности. Так что ты хорошо подумай, а то от тебя тоже толку нет. Баб своих пожалей. Том! Том! Том, 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 подожди! Том! Том! Ну, вернись! Да пошел ты! Не могу я, Вась. Мне на вокзал пора. Ну, давай я тебя хотя бы на вокзал довезу. Пожалуйста. Пошли. Я уже думал. Нужно подарить что-то, что не вызовет. Собрание сочинений Ленина, например. На вторую дюжину собраний заходим, а? Я коня отлично увидел. Лошадь — странный подарок. А может, Саженцев? Он ведь сажать-то любит. А картина, нет? Ну, Анастас, ты еще памятник закажи. Да. Надо думать. Слушайте, а давайте-ка мы пройдемся. Подышим. Ну, засиделись в четырех стенах-то, а! Хорошо, мы договорим. Я думал мне, Никитушка-то, друг, не разлей вода. А мы все друзья, не разлей вода. Но иногда просто надо давать отдых друг другу. Правильно? Ну что, Лазарь Моисеевич, куда она думала идти-то? Я лично собираюсь в Грузию вернуться. Буду вино делать. Нино всегда хотел у деда на виноградниках жить. Ну, а ты можешь к себе в метро спуститься. Как минимум, машиниц там будешь. А там соратников не забудешь. Да не бледнете так. Шучу я, ей-богу, шучу. Ну, до встречи у хозяина. Не нравится мне это. Что? Да, когда я в понедельник у хозяина был, мы с ним гуляли. Ага. А он одышливый стал. Ну, я решил подыграть. Тоже стал громко дышать. Но потом я говорю, вот, мол, мы стареем. Да как он скинется. Это, говорит, вы стареете. Вы, говорит, старые калоши. Я вас на помойку скоро всех выброшу. Так что надо нам как-то вместе держаться. У нас случай есть. Вон. Лаврентий-то, а? Уже что-то затевает. Молотова надвернуть. Его надо поближе к нам подтянуть. И Жукова. Зачем? Как ты не поймешь, ты же сын такого человека. Да лучше бы он дворником был или сапожником. Я бы тогда хоть счастлив был. Ты дурак? Совсем с ума сошел? А чего? Жизни у меня нет, не было, не будет. Ты сам хоть это понимаешь? У нас с ним даже смерть общая. Он идет, я уйду. Нет, Васька. Нет. Да ладно, Тома. Ты прав, он. Ого! О! Слушай, а давай-ка знаешь чего? Ты поешь ко мне. Завтра вечером я тебе на самолет, в Сибири от нас с тобой точно никуда не денется. Ну что там, все и собрались? Собираются, товарищ Сталин. Тебе это ничего не напоминает? Похороны. Господь с вами, товарищ. Да. Когда-то, в начале войны, я сказал Власику, что Бог умер. Я тогда ошибался. А? Да. Как он, кстати? Кто? О. Ты была переуitar Балансавра ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Лицом к стене? Давай так. Как? Как хочешь. Молишься, что ли? Чело какое? Чего? Чело? Ну, 21 декабря. Готовься! Отставить! На этот раз прощение тебе. Не вздумай, сдохнуть тут. Ко мне! В пазаре тащим. Мы с вами прошли трудный путь. Долгий путь вместе. И, как мне кажется, успели изрядно натоесть друг другу. Или мне только так кажется? Ну, что вы, товарищ Сталин, мы все… А я имел… И ту… И то… Что я вам натоял. Совсем наоборот. Ну, оставим шутки в сторону. Ну, оставим шутки в сторону. Для всех нас. Ну! Оставьте здесь, ребята. Дальше я сам. Встать сами можете? Второй инфаркт, Николай Сидорович. Все это очень опасно. И вот так нравится. 뿌�итчатка в сторону. Постой, нажимай на час на час. Встать сразу. И пять. Постой, тюрьмам. Встать. Подписывайтесь на мой канал. Побытир. Смотрю я на них. Белки коварящие. Но иной раз у этих белочек перестают вот такие вот клыки. Помню, такой же день исполнилось мне лет. Меньше, чем сейчас. Так вот, я предложил оставить ГКО для управления страной в мирное время. И что? Сделали вы мне подарочек? Сначала согласились, а потом на пленуме… Товарищ Сталин, тогда никто из спортивного руководства не был готов. Что за напасть такая? Как только решу ослабить партийный город, вы все в штыки. Товарищ Сталин, я всегда стоял на ваших позициях. Не, не лги… Лаврентий… Забыл… Я все про всех знаю. Все… Забыл… Я сейчас смотрю, раз. Забыл… Тихо, тихо, тихо. Отец! Прости, что опоздал. Надо было с подарком заехать. Ты не смотри, что неказисто так. Зато будет чем на старости заняться. Будешь лобзиком. Я говорил тебе, чтобы ты не появлялся здесь в таком виде. Папа, ты что? Ты думаешь, что я… Говори. Папа, ну что, с кем и бывает. Тобик ко мне заезжал. Я знаю, это я просил. Его к тебе, дураку, заехать. Поговорить с тобой. Как с братом. Пить на сря. Артем время терял. Пошел вон. А дядя Никита, небось, уже в присядку пошел, да? Пап, ну, пожалуйста. Ну, они там уже все хорошие. Ну, может быть, не заметят… Папа! За что ты так? Зачем? Прости. Бог простит. Иди, отвези этого охламуна домой и проследи, чтобы с ним ничего не произошло. Есть? Папа, вот и я. Твоя хозяйка. Светланька. Это тебе. Иди в дом. Пап, не огорчайся. Кто? Ты тоже иди. Здрасьте. А ты что? Выберся. Иди в дом. Ну, этих я заменю, а. А детей своих? Как? Шагом марш! Бам, браться. Кто? Ты знаешь. Ладно. Буга! Поговорю! Туда! Стой! Стой, стой! Проходи. Пошли. Граждане начальник. Судно-поселенец Власик прибыл. Садись. От Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Совета министров Союза СССР и Президиума Верховного Совета СССР. Ко всем членам партии. Ко всем трудящимся Советского Союза. Мам, чего так долго? Надюш, ну я ждала, пока медсестра придет. Микстуру-то я забыла купить тебе. Микстуру-то я. Сейчас пойду схожу. Микстуру-то я. Микстуру-то я. Микстуру-то я? Микстуру-то я. Ну, чего, девчонки, соскучились без папки? Все здесь. В Польше никуда не уйду. Алло? Пап, там тебя. Да. Да, Власик. Есть хочется. Есть хочется. Есть хочется. Николай Сидорович. Дубинин. 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 Пройдемся. Дубинин. 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 Смотрят на датчики движения. Тихо. Ну, значит, спит хозяин. Валя, так день прошел, а сам не вышел, все в волнении. Да только, кто же рискнет к нему зайти, тебя Николая нет, а кроме тебя-то без разрешения к нему и войти-то некому. А Валя где была Иснумина? Валя. Валю отозвали с дачи в тот день. Понятно. А вечером, вечером, что почту привезли, тут Лозгачев конечно воспользовался твоим правом. Мол, почту без приглашения нести, ну и в общем, зашел, а хозяин вот тут на полу лежит. Да что же вы здесь все охренели, что ли? Вот же, а. Да в эту дверь, придрыхнущая охране, кто хочет мог войти и вколоть ему пару кубиков, зараза какую, и так же ей смотаться, пока эти дармоеды харис свои в подушке мочили. Хлера. Да что тут говорить, Коль? Что тут говорить? Лозгачев коменданту, мол, там товарищ Сталин на полу лежит, хрипит. Комендант министру госбезопасности, мол, так и так. То есть Игнатьев тут испугался, велел Берии звонить. А Берия… Берия… Берия не велел врача звать. А что сам эту псину не расстрелял? Они приехали, смотрели… Берия и говорит, чего вы паникуете, товарищ Сталин спит. Спит, как же. Он, он почти сутки лежал. Без врача. Его потом туда перенесли. Васька и орал, бегал, вы его убили. Кто ж его пьяного слушать-то станет? Ну, так все и было, товарищ Николай Сидорович. Что здесь происходит? А, так это, вот, родственник ко мне из деревни приехал. Вожу, показываю. Не знал я, товарищ сторож, что бывший начальник охраны Сталина с вами в родстве состоит. Пойдемте. Пост номер один. Как на территорию режимного объекта попали посторонние? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Значит так, товарищ Васик, чтобы я вас больше здесь не видел, ни жизнь, ни смерть, ни рана больше никого не интересует. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Тирана, говоришь? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А кто ж тогда три миллиона доносов написал? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Друг на друга. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Политика! Поли-ти-ка! А чё тут непонятного? Все газеты мира подхватят. И нам хорошо. Вынесли тело тирана. Освободили народ от тирании. Вот! Николай? Ну, здравствуй, Коля. Здравствуй. Здравствуй. Присядем. Я тебе звонил несколько раз. Тебе жена не передавала? Мне забыл, наверное. Я… Я много что про себя наговорил, Коль. А что ты смотришь на меня? Что ты смотришь? Под пытками чего только не скажешь, не мне тебе рассказывать. Прости. Прости меня. Бог простит. Я ж Витку встречал, да, в Азбесте, когда на зоне работал. Замуж вышла, счастливая, ну, привет передавала. Да? Так вот, она никого из нас не сдала. Ну, прощай, Володь, будь здоров. Товарищ майор. Гражданин! Товарищ майор. Николай Сидорович, это вы? Ну, вы же сами служили, правила знаете. Нельзя туда, не положено. Товарищ майор. Моего выносит. Здравствуй, Николай Бачкович. Товарищ майор. Товарищ майор. Да. Вот опять на Божий храм собираю. Прощай, тезка. Да? Товарищ майор. Товарищ майор. Комментирует. Товарищ майор. Академия. Товарищ майор. КОНЕЦ КОНЕЦ